Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Петр Орловец, Петр Никитин Шерлок Холмс в России Петр Орловец, Петр Никитин Тайна Нижегородского главного дома Глава первая Это было в 1900 году. Несмотря на то, что Шерлок Холмс приехал в Нижний Новгород вовсе не по делам, а ради отдыха и желания поближе познакомиться с далекой Россией, о которой англичане имели лишь смутные понятия, приезд его был замечен. Как ни старался он сохранить инкогнито, как ни уединялся во время прогулок, всюду ему приходилось наблюдать за своей спиной любопытных горожан и слышать свое имя, произносимое шепотом. Правда, он думал, что это внимание ограничится лишь любопытством. Однако на деле оказалось иначе. Прия на третий день в свою комнату в почтовых номерах у Черного пруда, он узнал от слуги, что какой-то господин недавно спрашивал его и, не застав дома, просил назначить час, когда можно будет переговорить с Шерлоком Холмсом. — Когда он обещал снова зайти, — спросил Холмс. — Сегодня вечером, — ответил слуга. — Ну и прекрасно, — сказал сыщик. — Благо я сегодня никуда не собираюсь. Слуга вышел, а Шерлоком Холмс растянулся на кушетке, взяв в руки газету. Надо заметить, что знаменитый английский сыщик, еще будучи в Буэнесс-Айресе, в продолжении двух лет снимал помещение со столом в семье русских эмигрантов и, находясь с ними в постоянных близких сношениях, отлично изучил русский язык. Конечно, он не мог уничтожить своего английского акцента, но все же говорил настолько чисто, что в знании и выговоре положительно мог дать вперед пятьдесят очков любому иностранцу, прожившему в России безвыездно десять лет. Прочтя одну газету, он взялся за другую, но скоро глаза его утомились, и он, накрывшись газетным листом от мух, мирно задремал на кушетке. Глава вторая Легкий стук в дверь прервал его сон. Вероятно, он проспал долго, так как, открыв глаза, заметил, что наступил уже вечер. Встав с кушетки и быстро переодевшись, Шерлок Холмс крикнул «Войдите!». Дверь отворилась, и в комнату вошел господин средних лет, крепкого сложения и видный собою, одетый в легкое летнее пальто новейшего фасона. В затянутой в перчатку руке он держал фетровую шляпу и трость с дорогой серебряной ручкой, украшенной золотой монограммой. Вежливо поклонившись сыщику, он попросил извинения за непрошенный визит. — Вы, вероятно, тот самый господин, о котором мне докладывал лакей? — спросил англичанин, обращаясь к нему. — Вы угадали, — ответил пришедший. — Я уже был у вас несколько часов тому назад, но, к сожалению, не застал вас дома. Я очень прошу вас выслушать меня. — Я к вашим услугам, — поклонился Шерлд Холмс. — Я догадываюсь, что вы хотите обратиться ко мне за помощью. Но, удивляюсь, как могли вы узнать, кто я такой и что я вообще здесь? — Ох! — воскликнул пришедший. — О вас уже говорят по всему городу. — А так как ваша слава давно перелетела в океан, то и неудивительно, что, узнав о вашем приезде, я тотчас же решил повидаться с вами. Шерлд Холмс, польщенный этим отзывом, с улыбкой поклонился. — Прошу покорно, разденьтесь и присаживайтесь, — произнес он. Гость сбросил пальто, повесил его на вешалку и приблизился к сыщику. — Имею честь представиться, Иван Владимирович Терехов, нижегородский купец первой гильдии, — произнес он, слегка кланяясь. — Очень рад, — ответил сыщик. — Чем могу вам служить? Терехов опустился в кресло, закурил папиросу и стал излагать причину своего прихода. — Я торгую бельем и модным товаром, — начал он. — Этим товаром торговали мой дед и отец, фирма наша давняя и занимает прочное положение. Обыкновенно я торгую в городе, но на время ярмарки открываю дело и в главном доме. Мой магазин находится там, по правую сторону пассажа. До этого года все шло хорошо, и я ни на что не мог жаловаться, но в этом году у меня в магазине стали происходить такие чудеса, что навели панику не только на всех моих служащих, но и на публику, которая, кстати сказать, уже начинает понемногу съезжаться в предстоящие ярмарки. В день сортировки товара по полкам и витринам, это было еще до открытия магазина, мы, то есть я и трое приказчиков, были на работе. При электрическом освещении мы проработали весь день. Я сам отпирал магазин и сам запер его, потушив предварительно свет. Навесив замки на двери и железные решетки окон, я повернулся, чтобы уйти, как вдруг старший приказчик подскочил ко мне. Он был бледен, как полотно, и весь дрожал. — Что такое случилось? — спросил я в тревоге. — Ради бога, ради бога, посмотрите в окно! — прошептал он. Я взглянул в окно и в ужасе отскочил назад. Какая-то человеческая фигура, закутанная в белую одежду, вроде савана, бесновалась, прыгая и дрожа, в моем магазине. Двое остальных приказчиков стояли тут же, перепуганные не менее меня и старшего приказчика. Несколько минут мы стояли молча, в полном оцепенении, не будучи в силах даже пошевелиться. Я человек неробкого десятка, притом воспитывался за границей и окончил университет, а, следовательно, не верю в чертовщину. Но тут я действительно струсил. Хотя это продолжалось недолго. Вскоре я оправился, взял себя в руки и стал отпирать замки. На всякий случай одного из приказчиков я послал за городовым. Старшему же приказчику я приказал наблюдать за привидением через окно. Но едва успел я снять второй замок, как приказчик закричал «Исчезла! Господи, помилуй нас, грешных!» По его словам, оно исчезло сразу, и в магазине снова воцарилась тьма. В это время пришли городовой и посланный за ним приказчик. — В магазине кто-то есть, — сказал я городовому. — Войдите вместе с нами и давайте хорошенько поищем. Я отпер дверь, зажег свет и с большим трудом уговорил приказчиков последовать за собою. В магазине было все по-старому. Ни малейшего следа беснования не было видно. Впятером мы обшарили решительно все. Смотрели под прилавки, в ящики, перевернули весь товар. Одним словом, будь в магазине мышь, мы заметили бы и ее. Но все поиски были безрезультатными. Оставалось лишь предположить, что виденное померещилось нам. Я так и решил. Вероятно, приказчики мои решили иначе. На другой день мы снова принялись за прерванную работу. А вечером, как только я запер магазин, повторилась та же история. Белый призрак скакал и дрожал в магазине. Теперь я разглядел и его лицо. Это было не лицо, а попросту череп со скаленными страшными зубами. Призрак скакал и бесновался все на том же месте, размахивая огромным ножом, зажатым в его костяной руке. От ужаса мы едва стояли на ногах. Сделав над собою нечеловеческое усилие, я снова отпер магазин и в ту же секунду призрак исчез. Ну, словно ничего и не происходило. Приказчики в ужасе разбежались, и толпа соседей по магазину окружила меня. Около моего магазина собрался почти весь главный дом. На всех лицах видны были страх и полная растерянность. Некоторые из присутствовавших мельком видели страшный призрак, и теперь рассказывали о нем другим, слушавшим их с любопытством и страхом. Кто-то посоветовал окропить магазин святой водою и отслужить в нем молебен. В присутствии самых храбрых я снова перерыл весь магазин, но так же, как и накануне, не нашел ровно ничего. Третий день был кануном открытия ярмарки. Несмотря на мои просьбы, все мои приказчики отказались наотрез идти в магазин, и лишь обещание окропить его святой водою и отслужить в нем молебен успокоило их. Молебен был отслужен, магазин окропили, и мы принялись за работу. Перед этим я сходил в сыскное отделение и рассказал все заведующему сыскной частью. К магазину были приставлены два сыщика. Перед закрытием магазина они обследовали его самым подробным образом, попробовали полы и выстучили стены, но все это ничего не дало. И лишь только я потушил огонь и запер магазин, как сами сыщики, а с ними вместе и приказчики, с громким воплем отскочили от окна магазина, в которое смотрели. «Покойник!» — крикнул кто-то нечеловеческим голосом. Я бросился к окну, и волосы мои встали дыбом. Я ясно увидел большой гроб, в котором сидел, опершись костяными руками о края, отвратительный скелет. Момент, когда крышка сорвалась, и скелет сел в гробу, видели все. Я же увидал его уже сидящим. Он был без савана. И вдруг скелет сорвался с места и, вскочив на ноги, стал плясать. Затем из гроба вырвался огромный клуб дыма, и все исчезло, словно по волшебству. Глава третья Иван Владимирович Терехов замолк и попросил пить. «Глоток портвейна вам будет очень полезен», — произнес Шерлок Холмс, наливая купцу вина. Терехов взял протянутый ему стакан и залпом выпил вино. «Ваш рассказ становится с каждой минутой все интереснее», — сказал английский сыщик. «Итак, я слушаю дальше». «Я остановился, кажется, на том, что видение исчезло», — заговорил снова Терехов. «Мои приказчики дали тягу. Я же, собрав остаток своей храбрости, вместе с сыщиками вошел в магазин. На этот раз был поднят даже пол, но, как и прежне, ничего подозрительного найдено не было. Провозившись до полуночи, я возвратился домой, разбитый и мучимый какими-то скверными предчувствиями. Жена, перепуганная всей этой историей, в третий раз стала доказывать мне, что необходимо перенести магазин в другое помещение, так как это место, очевидно, проклято, и нас ждет на нем какое-нибудь несчастье. На появление гроба она смотрела с суеверным ужасом. Признаюсь, и на меня вся эта чертовщина произвела гнетущее впечатление. Ночью меня душили кошмары и являлись во сне гробы, а днем сердце ныло тоскливо и больно. Мне было жалко покидать насиженное место. В главном доме фирмы сидят прочно, и ждать, пока освободится какое-нибудь подходящее помещение, надо очень долго. Правда, в противоположном конце галереи было одно свободное помещение, но оно было для меня слишком малое, и притом закрыто киосками. Все же остальные помещения снимались прочными фирмами, и рассчитывать на скорое их освобождение было невозможно. И так я решил ждать. Так как все старые приказчики наотрез отказались работать в моем магазине, мне пришлось взять новых. Да и то нашлось лишь двое смельчаков, долго остававшихся без мест и согласившихся служить у меня на время ярмарки за двойное жалование. Раньше я их не знал, но собрал о них справки. Один из них прослужил год в большом мануфактурном деле, после чего был уволен за какую-то грубость. Его звали Семеном Решкиным. Другой, англичанин Смит Коптоун, служил когда-то в одном из русских банков и уволился сам, обидевшись на обыск, произведенную у него после исчезновения из этого банка крупной суммы. Обыск был произведен и у многих других служащих, не придававших этому особого значения, но гордый англичанин обиделся и, несмотря на уговоры начальства, у которого был на очень хорошем счету, бросил службу. С тех пор, по наведенным мною справкам, он жил очень бедно, предпочитая проживать скопленные гроши, нежели брать плохое место. Его мне особенно рекомендовал директор того банка, в котором он служил, но англичанин не сразу согласился поступить ко мне на службу. И только когда я рассказал ему всю историю с привидениями, он заявил мне с улыбкой, что его подбивает к этой службе одно любопытство и желание заработать на обратный путь на родину. Ярмарка открылась. С утра мы отварили магазин и только стали на места, как вдруг почувствовали нечто такое, отчего все трое вылетели из магазина, словно сумасшедшие. В магазине стоял ужасный запах. Это не была вонь, нет, это был какой-то особенный, едкий, отвратительный запах, от которого кружилась голова и тошнота подступала к горлу. Его нельзя было назвать сильным. И, тем не менее, действие этого запаха было настолько ужасно, что не было возможности не только оставаться в магазине, но и стоять около него в галерее. Он, казалось, проникал во все щели и норы, наполняя собою воздух. Покупатели, подходя к нашему магазину или проходя мимо, вдруг становились словно бесноватые и бросались бежать, очертя голову, зажимая носы и спуская проклятие. Соседние торговцы, привлеченные шумом, выскочили на галерею и, отбежав от нас на приличную дистанцию, орали во всю глотку, чтобы мы убирались к чертям и поскорее запирали наш прокаженный магазин. Скандал усилился с каждой минутой. Рискуя потерять сознание, я подскочил к магазину, захлопнул отворенную дверь и запер ее на ключ. В это время явилась полиция, привлеченная общим криком. Узнав, в чем дело, пристав разозлился. — Что это в самом деле такое? — закричал он. — У всех все идет по-людски, а у вас, словно нарочно, происходит нечто совершенно несуразное. Я стал оправдываться, но он только махнул досадливо рукой. Отперев ключом дверь, пристав вошел было в магазин, но сию же минуту выскочил оттуда, словно ошпаренный, заткнув пальцами нос. — Что это у вас? — заорал он не своим голосом. — Чего вы там насыпали, черт возьми? Но я мог рассказать только то, что знал. Мой рассказ подтвердили оба приказчика, и пристав составил протокол. Для определения запаха были вызваны химик и врач. Но и они выскочили из магазина, словно бешеные, лишь только сунули туда нос. Отбежав от двери на приличное расстояние, они долго стояли, глядя друг на друга, выпучив глаза. Затем молча стали отплевываться, и, наконец, заявили, что никогда ни в химии, ни в медицине не встречали такого гнусного запаха. Так как ни один рабочий не хотел входить в магазин, то вызвали несколько человек из пожарной команды. Те первым долгом выбили стекла в окнах, выходящих на улицу. Когда магазин проветрился, они вошли внутрь, чтобы посмотреть, откуда исходит этот чертов запах. Даже в проветренном магазине они не могли оставаться долго. Но, выйдя оттуда, заявили, что запах исходит от наружной облицовки одного из прилавков. Прилавок сломали, и доски выкинули в окно. Но вообразите же себе этот запах! Не успели выбросить злосчастные доски на улицу, как лошади извозчиков, стоявших у этого места, начали сначала храпеть, потом метаться во все стороны, и вдруг пустились вскать по улице под аккомпанемент неистого и руганья извозчиков. Приказчики подошли ко мне и заявили, что служить у меня больше не будут. — Я не боюсь ваших привидений, — заявил мне Смит Коптоун, — но нюхать подобные гадости не желаю. На этом месте вас преследует какой-то злой рок, и будет лучше всего, если вы перейдете в другое помещение. Там к вам пойдут и хорошие служащие, а здесь вы вряд ли просуществуете при подобных условиях и неделю. И оба ушли, пожелав мне всего хорошего. Терехов снова замолк. Шерлок Холмс слушал его с напряженным вниманием, видимо, очень заинтересованный этим рассказом. Подлив вина в стакан, он подал его Терехову, и, когда тот выпил, спросил, чем же кончилась вся эта история. — Тем, что жена моя, узнав про последний случай, стала еще сильнее просить меня сменить магазин, — ответил Терехов. В конце концов я сдался и взял то самое помещение, которое оставалось в главном доме свободном. — Ну и что же? — полюбопытствовал англичанин. — Как только я очистил прежнее помещение, я стал следить за ним. Призрак, видимо, пронюхал о моем уходе и забастовал. После меня помещение некоторое время пустовало, но потом его снял какой-то грек Алферакий, торгующий оптом и в розницу восточными сладостями и фруктами. — А у него как дела? — Ни о каких привидениях он до сих пор не знает и в глазах охочет надо мною, когда ему рассказывают про мои несчастья, — со злостью ответил Терехов. — Я и сам не верю в сверхъестественное, хотя то, что произошло в моем прежнем магазине, было сверхъестественно. Но скорее можно подозревать чьи-нибудь проделки. Одним словом, я совершенно сбился с толку, и когда узнал о вашем присутствии в Нижнем Новгороде, решил обратиться к вам за советом. — Сверхъестественно это или нет, но я хочу знать все определенно и готов заплатить пять тысяч рублей. Шерлок Холмс улыбнулся. — Это, кажется, составляет пятьсот фунтов стерлингов. — Совершенно верно. — В таком случае я к вашим услугам. Мы, англичане, пересчитываем каждый шаг и момент на деньги. И, конечно, несмотря на живейший интерес, который вы вызвали у меня рассказом, я не стал бы терять времени даром. Потрудитесь написать обязательства, и кто знает. Может быть, мне удастся возвратить вам ваше прежнее помещение, но только без нечистой силы. И, подойдя к столу, сыщик и купец стали составлять условия. Глава четвертая Прошло несколько дней. Был поздний вечер 27 июля. Магазины давно уже закрылись, и ярмарка погрузилась в пьяный угар, которым издавна славился Нижний Новгород. Теперь прежние времена уже канули в вечность. Орфянки давно уж забыты, но тогда было иначе. Лишь только запирались магазины, купцы спешили в рестораны, где звучали арфы и раздавались женские голоса. Под взвизгивание полупевиц-полупроституток совершались торговые сделки, после которых в ярмарочных ресторанах шел пир на весь мир, бились в пьяном угаре тысячные зеркала и раздавались плюхи, которыми тогда еще совершенно дикие купцы усердно награждали оплошавших лакеев. В этот вечер погода выдалась скверная. Весь день дул сильный северный ветер, и дождь, не переставая, лил, как из ведра. Все живое давно уже спряталось под крышей ресторанов, тем более, что было около полуночи. В это-то отвратительное время из правого ресторана, помещающегося в парке перед главным домом, вышли двое мужчин и направились мимо флачной часовни к пристани на оке. Несмотря на ливень, собеседники не особенно торопились, видимо, занятые серьезным разговором, которые вели между собою так тихо, что слов нельзя было расслышать на расстоянии пяти шагов. Вслед за ними, держась на приличном отдалении, из того же ресторана вышел еще один человек, закутанный в непромокаемый плащ с головой, покрытой капюшоном. Это был никто иной, как Шерлок Холмс, сыщик из Лондона. Три дня и три ночи, проведенные им на ярмарке, не остались без результата. Он успел кое-что подметить и теперь не упускал из виду двух мужчин, шедших впереди. На пароходике он сел сзади них, стараясь вслушаться в их разговор, но это ему мало что дало. Незнакомцы, хотя и говорили между собой, но разговор их касался лишь ярмарки и установившихся цен на некоторые товары. Выйдя у Кашинской пристани, они простились, причем Шерлоку Холмсу удалось уловить фразу, сказанную одним из них. Итак, поздравляю с началом работы. До свидания. В эту минуту темная фигура приблизилась к сыщику. Это был доктор Ватсон, повсюду сопровождавший Шерлока Холмса. — Ну что? — спросил он тихо. — Пойдемте, мне надо поговорить с вами, — ответил англичанин. — А эти? — спросил доктор. — Они никуда не денутся. Порознь они мне малоинтересны. Взяв извозчика, Холмс и Ватсон поехали в почтовые номера. Запершись в комнате на ключ, они стали делиться любопытными сведениями. И я лично почти ничего не нашел. Я даже не знаю фамилию тех господ, за которыми вы следите, — печально произнес Ватсон. По вашему совету, я две ночи провел в кабачках Бентокуровского канала. Могу сказать, что среди их посетителей очень много подозрительных типов. Я сидел в трактире Тараканова, когда в него вошли двое мужчин. Что меня смущает, так это то, что фигурами они страшно напоминают тех, которые только что приехали с ярмарки и за которыми, как я заметил, вы следили. А какова была их наружность, — перебил Шерлок Холмс. Один брюнет, а другой — рожеватый. Оба худощавы носят усы и бреют бороды. Англичанин быстро вскочил с места. — Они! Они! Черт возьми! — воскликнул он с волнением. — Прошу вас, продолжайте и не думайте, будто ваша работа малоценна. Итак, они сели за соседний со мной столик, потребовав очень хорошую марку Марцалы, — заговорил снова Ватсон. Этой марки в трактире не оказалось, и по настоянию пришедших за вином было послано в другой трактир. Говорили они все время о том, что надо скорее начинать какую-то работу, так как иначе можно прозевать куш, предназначенный для ярмарки. В этом не было ничего подозрительного, но когда принесенная бутылка была уже выпита, один из них произнес — «Лишь бы пробил начало. Дальше мы сами, а его — того». И после этого они заговорили очень тихо, но я успел расслышать несколько раз произнесенные слова «Ментокуровский канал». «Вы знаете, мистер Шерлок Холмс, что этот канал пользуется плохой славой. Он проходит по захолустью ярмарки, вдоль его берега стоит целый ряд самых низкопробных трактиров. И в водах канала полиция нередко находила трупы людей. Воды канала бесследно скрыли не одно преступление». «Да, ваше сообщение имеет для меня огромное значение», — задумчиво произнес Шерлок Холмс. Он некоторое время сидел молча, барабаня пальцами по столу. По сдвинутым бровям и нахмуренному лбу видно было, что он обдумывает что-то очень важное. Но вот, наконец, Холмс поднял голову. Ватсон, ожидавший, что тот расскажет ему о своих похождениях, насторожился. Глава пятая «Я вам скажу очень немногое», — проговорил сыщик после долгой паузы. «Слепой случай обратил ваше внимание именно на тех людей, за которыми следил и я. И эти люди?» «Англичанин Смит Коптоун и грек Алферакки». «Как?» — воскликнул пораженный Ватсон. «Тот самый Алферакки, который снял в главном доме бывший магазин Терехова». Он самый кивнул Холмс. Я начал следить за обоими. Вскоре мне удалось заметить, что между хозяином магазина и приказчиком без места существует тесная связь и дружба. Это открытие было для меня очень важно. Если бы Смит Коптоун действительно нуждался, то, конечно, его приятель Алферакки устроил бы его у себя, тем более, что грек нанял себе приказчика с очень скверной репутацией. Но раз он не взял Коптоуна, следовательно, последний, несмотря на то, что долго был без места, не нуждался в заработке. «Черт возьми! Ваши наблюдения очень интересны!» — воскликнул Ватсон. «Постойте!» — остановил его знаменитый сыщик. «Итак, рассказ Коптоуна о нужде есть чистейший вымысел. Из их постоянного таинственного общения я сделал заключение, что у них есть общее дело. Теперь сопоставьте следующие четыре факта. Привидение у Терехова, поступление к нему Коптоуна, появление одновременно с этим ужасного запаха, чтобы заставить очистить магазин и занятие магазина Алферакки, хорошо знакомого с Коптоуном». «Действительно!» «Итак, я рисую себе картину последних происшествий таким образом», — заговорил Шерлок Холмс. «Алферакки и Смиту Кооптуну зачем-то понадобился магазин Терехова. Конечно, тут скрыта какая-то тайна, и в конце концов нам удастся узнать ее. «Думается, что мы накануне какого-то грандиозного преступления». «Вы полагаете?» — перебил Ватсон. «Я уверен в этом». «Итак, они решили выжить во что бы то ни стало Терехова, и для этого стали проделывать в его помещении какие-то чудеса. Я еще не осматривал магазин, но уверен, что явления, происходившие там, были оптическими, и, вероятно, эти люди очень ученые. Воздействуя на суеверность, они заставили бросить службу приказчиков, но упорство Терехова продолжалось. Тогда к нему поступил Коптоун, который и вызвал последний скандал, заставивший Терехова освободить помещение. «Но интересно, чем он намазал доски?» — произнес Ватсон. «Я нюхал их. Несмотря на время, ужасный запах держится до сих пор. Я чуть не сошел с ума, как только понюхал их в полиции». Шерлок Холмс улыбнулся. «А я сразу узнал этот запах», — проговорил он. «Мне пришлось познакомиться с ним в Южной Африке, куда я ездил лет десять тому назад. Один негр хотел избавиться от обязанностей проводника в английском отряде. Дезертировать и рисковать быть расстрелянным ему не хотелось. И вот однажды, когда он пришел в лагерь, все чуть не сошли с ума. Лошади храпелье рвались на коновезях. Быки ревели и носились по лагерю, опрокидывая палатки. Люди с руганью и проклятиями бежали в разные стороны. От него исходил тот самый отвратительный запах. Сам же проводник преспокойно ходил по лагерю, заявляя, что намазался так от комаров. Тогда под угрозой смерти ему приказали убраться со всем чертям. «Забавно!» — воскликнул хохоча Ватсон. «Чем же это он намазался?» «С соком початка африканского дрока. Это растение попадается лишь в Южной и Центральной Африке, да и то встречается нечасто. Ну-с, я продолжаю». Коптоун нанялся приказчиком и, принеся с собой склянку этого гнусного сока, мазнул незаметно прилавок. Этим он достиг цели. «А дальше?» — спросил Ватсон. «А дальше вот что», — ответил Шерл Комс. «Когда Терехов ушел с места, Алферракки тотчас же занял его, а Коптоун сейчас же оставил службу у Терехова, так как теперь его ждет другая работа, более существенная». «Ваши выводы?» «Замечательно логично!» — воскликнул Ватсон. «Вероятно, вдвоем они не могут справиться с предстоящей работой. Продолжал развивать свою мысль Шерлок Холмс, так как говорят о каком-то третьем лице. Но с этим третьим лицом они отнюдь не хотят делиться и почему-то считают его для себя опасным. Они попросту посулят ему участие в деле, используют как рабочую силу и затем отстранят. Мне кажется, что и тут не обойдется без преступления». «Вы думаете?» — спросил Ватсон. «Я уверен в этом. Какое-то странное предчувствие неотвратимого несчастья живет во мне?» Знаменитый сыщик немного помолчал, а затем произнес. «Итак, дорогой коллега, старайтесь не спускать глаз Скоптоуна, а уж за Алферракки примусь я. Сейчас мы расстанемся, но завтра надо приняться за дело с раннего утра. Какое-то таинственное преступление назревает у нас на глазах, и будет очень стыдно, если мы не успеем предупредить его». «С вами я надеюсь на успех», — горячо воскликнул Ватсон. «А пока спешу выполнить ваш совет и хорошенько поспать, чтобы чувствовать себя завтра бодрее. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Шерлок Холмс, подымаясь с места и протягивая ему руку. С этими словами они расстались, предварительно уговорившись о месте завтрашней встречи и об условных сигналах. Глава шестая Вскоре после полудня, на следующий день, человек средних лет с темноволосой и длинной бородой, похожей по виду и манерам на средние руки купца, вошел в главный дом ярмарки и направился не спеша по пассажу. Дойдя на магазин Алферракки, он посмотрел на вывеску, затем на товар в витрине и, почесав в затылке, вошел в магазин. «У вас что же, оптовое дело будет?» — спросил он, обращаясь к хозяину, стоявшему за выручкой. «Оптовое и розничное», — ответил тот, закрывая кассу и подходя к посетителю. «Текс», — произнес тот, поглаживая бороду, «а товар-то вы где вы делаете? Чай в России?» «Нет, извольте ошибаться», — самодовольно проговорил хозяин, «мы получаем товар из Турции, Греции и Италии. Позвольте спросить, вы торгуете этим товаром?» «Торгуем», — ответил вошедший, «дело у меня в Ельце и Орле, а оттуда и в некоторые другие города продаем». «Кромы примерно, карачи в грязи». «Очень рад», — улыбаясь, поклонился Алферакки. «Смею думать, что нашим товаром останетесь довольны. Извольте сами посмотреть и попробовать». И он широким жестом указал на прилавки и полки. «Неизвестно, без пробы и говорить не будем», — ухмыльнулся покупатель. «Небось, наше дело торговое, а не языком только чесать». «Конечно-с», — согласился хозяин. Покупатель стал смотреть и пробовать товар, делая временами замечания, обнаруживавшие его знания в этом деле. Он медленно обошел все прилавки, требуя иногда тот или другой товар с полок. Затем, попросив себе на образец по четверти фунта каждого сорта всех товаров, он заплатил деньги и, пообещав зайти через несколько дней, удалился из магазина. Никто, конечно, не узнал бы в этом покупателе знаменитого сыщика Шерлока Холпса. Выйдя из магазина, он взглянул на часы и быстро направился в один из ресторанов в садике перед главным домом. Ватсон уже ждал его, сидя за столиком у окна. Они поздоровались и попросили подошедшего лакея проводить их в отдельный кабинет, где и заказали завтрак. Тут они были одни и могли говорить без боязни, хотя и негромко. — Вы следили за Коптоном? — спросил Шерлок Холмс. — Да, — ответил Ватсон. — Он виделся сегодня с Алферакки, но о разговорах был частью не слышен, частью непонятен мне. Между прочим, мне удалось уловить одну фразу. Коптон спрашивал приказчика, убран ли из магазина синематограф. Не успел Ватсон проговорить это слово, как Шерлок Холмс вскочил с места с выражением радости на лице. — Ура! — воскликнул он. — Так вот, каким образом применили в первый раз в России этот аппарат! В чем дело, — удивился Ватсон. — О, разве вы не читали ничего? — Об этом знаменитом изобретении. Ведь это так называемая живая или движущаяся фотография. — Читать ты читал? — ответил несколько обиженный Ватсон. — Но при чем она в нашем деле? — Это вы сейчас узнаете, — самодовольно проговорил Шерлок Холмс. — К вашему сведению надо пояснить, что в описываемое время синематограф уже появился на свет Божий, но в России еще не был широко известен. — Не обратили ли вы внимания, Ватсон, на железную коробку, прибитую снаружи около двери магазина «Алферакки», — спросил Шерлок Холмс. — Я видел ее, — ответил тот. — Это, по всей вероятности, вентилятор или электросчетчик. — И всякий сказал бы, что это так, — кивнул Шерлок Холмс. — Никому не пришло бы в голову, что в нем расположен проекционный аппарат, еще неизвестный в России. В этом месте стена была пробита для вентилятора, и сквозь нее-то и проходил свет из аппарата, помещенного в коробке. Из рассказов Терехова я знаю, что задняя стена его магазина была занята полками с товаром, которые на ночь занавешивались полотняной занавеской. Эта занавеска и служила экраном. На ней-то и появлялась всякая чертовщина или попросту картины-синематографа с изображением пляшущих скелетов, гробов и тому подобного. — Но как же действовал аппарат? — удивился Ватсон. — Очень просто, — ответил Шерлок Холмс. — В нем есть приспособление, которое само накручивает ленту, благодаря чему она не выпадает из коробки, а тут же свертывается по мере прохождения через аппарат. Механизм же приводился в движение посредством электрических проводов, следы которых я припоминаю теперь на коробке. — Ну-с, дорогой господин Ватсон, вы сегодня не потеряли даром времени. Продолжайте, продолжайте. Может быть, я услышу от вас еще что-нибудь интересное. — О, нет, — ответил Ватсон, — это все, что я принес. Надеюсь, теперь и вы поделитесь со мной вашими наблюдениями. — С удовольствием, — проговорил Шерлок Холмс. Он закурил сигару, выпил рюмку Бенедиктина и, запив ее черным кофе, начал рассказ. Глава седьмая Я подробно осмотрел сегодня магазин Алферакки. Первоначальный и наружный осмотр заставил меня несколько призадуматься над коробкой, которую вы приняли за электрический счетчик. Правда, я этого не подумал. Но мой осмотр был слишком поверхностным, чтобы можно было угадать действительное ее назначение. Благодаря вам я понял все, и на этом не буду останавливаться. Мое внимание было направлено на внутренность магазина. Я успел обойти все прилавки и, главным образом, осмотреть полки, причем сделал очень существенное открытие. Левая боковая стена, почти вся, за исключением небольшого куска в самой глубине магазина, очень тщательно скрыта огромным шкафом с полками. Однако, судя по глубине полок и боковых стенок самого шкафа, он вовсе не соприкасается задней своей стенкой со стенкой постройки. Глубина полок четверти на две меньше толщины самого шкафа, если судить по боковым стенкам. Значит, между задней стенкой шкафа и стеной постройки есть свободное пространство и ход в него из левого заднего угла магазина. — Вот это так открытие! — воскликнул Ватсон. — И это только преддверие открытия! — возразил Шерлок Холмс. — Главное заключается в том, что, прикрываясь шкафом, компания ведет за ним деятельную работу. — А именно! — осматривая магазин, я несколько раз заглядывал на пол за стойками, и мне удалось заметить на нем крошечные осколочки кирпича и извести, занесенные туда, очевидно, ногами. — Кроме того, ссору за прилавками гораздо больше, особенно за левым и задним. — Наша милая компания работает над стеной и куда-то добирается. Слева от них находится мануфактурный магазин. Но нам необходимо выяснить этот вопрос сегодня же вечером, иначе мы можем опоздать. Шерлок Холмс замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. — Ну-с, доктор, — заговорил он, наконец, — поспешите переодеться в завсегдатая кабаков Бентокуровского канала, а я тем временем схожу кое-куда. Я буду у трактира Вертунова через два часа, и вы узнаете меня по паре дырявых сапог, которыми я буду размахивать в воздухе. Они простились и разошлись каждый в свою сторону. Было часов шесть вечера, когда в один из трактиров на берегу Бентокуровского канала вошли трое посетителей. Это были Грек Алферакки, Смит Коптоун и приказчик Алферакки Иван Веськов. Следом за ними на набережной появился и типичный золоторотец с парой дырявых сапог в руке, которыми он разухабисто размахивал в воздухе. Около трактира Вертунова к нему подошел крючник, и оба они остановились. Это были Шерлок Холмс и Ватсон, успевшие так изменить свою внешность, что их не узнал бы решительно никто. «Они вошли туда», — тихо произнес сыщик, указывая на трактир, куда вошли трое пришедших. «Иван Веськов уже порядочно пьян, а те двое только притворялись пьяными. Смотрите же, Ватсон, не спускайте с них глаз, а пока пойдемте-ка тоже в этот трактир». Постояв немного на улице и поругавшись для виду с двумя-тремя прохожими, они вошли в трактир. Но тех, за которыми они следили, в нем не было. Они, вероятно, заняли отдельную комнату. Посидев немного, Шерлок Холмс подозвал Полового. «А ну-ка, малец, отведи-ка нам стоило», — попросил он грубоватым хриплым голосом. Половой посмотрел на них пытливым взором. «А здесь и мало вам места!» Шерлок Холмс ухмыльнулся и хитро подмигнул ему. «А ты, малая, не кабенься!» «Значит, масс есть, коли в трактире тесно», — с гордостью произнес он. Обращение Полового сразу изменилось. Этот человек привык вращаться среди бродяг и воров и прекрасно понимал, что если вор гуляет, значит и ему перепадет. «Не бойся, деньги вперед платить будем!» — самодовольно бросил сыщик. Это заявление окончательно убедило Полового в том, что гости взаправду сделали какое-то дело, и тон его стал совсем дружественным. В трактире были три отдельные коморки, громко именуемые кабинетами, а золотородцами — стоилами. Пройдя вслед за Половым в коридорчик, Шерлок Холмс и Ватсон услышали в одном из кабинетов голоса и поэтому заняли соседнее помещение. Сюда они потребовали две бутылки водки, закуску и пиво. Вскоре они стали гулять. Сначала они говорили громко, орали песни и ругались, но это не мешало их привычным ушам внимательно прислушиваться к каждому слову, произносимому в соседнем кабинете. Судя по разговору, Алферакки и Коптоун уговаривали пить Васькова. Тот, видимо, уже порядочно нахватался. Он пел, орал и вел себя самым разухабистым образом. Вдруг Васьков крикнул. — Наплевать! Еще только один удар лома, да маленько пилой, и мы богачи! — Тише, черт! — зашипел на него один из его компаньонов. В это время Шерлок Холмс вовсе горло заорал пьяным голосом какую-то песню. За стенкой раздалась в ответ крепкая брань. Шерлок Холмс замолчал. Пьяный приказчик еще несколько раз пытался что-то выкрикивать, но товарищи не давали ему говорить, вливая в такие минуты ему в рот вино или коньяк. Между тем уже совершенно стемнело. Наконец наступила и ночь. А в обоих соседних кабинетах продолжался разговор. Но вот у заговорщиков вдруг замолкли голоса, и раздался громкий храп. Немного погодя, коп-то он крикнул, подделываясь под пьяный тон. — Половой! Получай! Послышался спор о количестве выпитого, затем Половой, вероятно, получив деньги, вышел и снова вернулся со сдачи. Пользуясь этим временем, Ватсон выскочил в трактир и расплатился с буфетчиком. Когда он вернулся к Шерлоку Холмсу, в соседней комнате шла возня. Пьяный приказчик, вероятно, не мог прийти в себя и лишь тяжело дышал, испуская жалобные стоны, а двое приятелей старались вывести его из трактира. Вероятно, они взяли его под мышки, так как вскоре вслед за этим в коридоре послышался беспорядочный топот и шарканье ног, пьяного которого волокли насильно. Подождав с полминуты, Холмс и Ватсон тоже покинули кабинет и, выйдя на улицу, неслышным шагом скользнули за таинственными предпринимателями. Ночь была так темна, что в двух шагах невозможно было разглядеть та же человеческий силуэт. Глава восьмая Обе группы медленно двигались вдоль набережной Бентокуровского канала. Кругом царила тишина, изредка прерываемая пьяным всхлипыванием или воплем какого-нибудь босика, ночующего на берегу. Здесь не было видно ни фонарей, ни городовых, да сюда никто и не ходил в эту пору. С каждым шагом местность делалась все глуше и угрюмее. Вдруг впереди, вероятно, из какой-то ямы, раздался хриплый заспанный голос. — Ванюха! А, Ванюха! Слышь, идут! Пойдем-ка пощупаем! В темноте послышался шорох и шарканье опорок. Шерлок Холмс остановил Ватсона и, пригнувшись к самому его уху, едва слышно прошептал. Золотородцы услышали посторонние шаги. Сейчас будет драка. И действительно, не прошло и минуты, как тот же хриплый голос, обращаясь по всей вероятности, к передней группе сурово крикнул. — Стой! Не то убьем! Секунд пять длилось гробовое молчание. Вдруг раздались звуки нескольких ударов, от которых бы разлетелись и кости. Какие-то два мягких предмета покатились на землю, и глухие стоны огласили берег Бентокуровского канала. — Что? — Пограбили? — раздался насмешливый голос Коптоуна. — Лежите пока живы! Прикончить вас недолго! И, судя по шагам, передняя группа снова пустилась в путь. Холмс и Ватсон следили за ними, сократив расстояние до десяти шагов. Но вот шаги впереди вдруг смолкли. — Можно здесь! — раздался очень тихий голос Смита Коптоуна. Холмс и Ватсон замерли на месте, зажав в руках револьверы. Между тем впереди них бандиты совещались, и тихие голоса их, пониженные до шепота, благодаря ночной темноте, явственно доносились до слуха сыщиков. — Один удар и готово, — говорил Алферакки. — Зачем? Я вовсе не намерен проливать даром кровь, когда дело свободно может обойтись и без этого, — возражал Коптоуна. Он пьян, а кроме того, я подсыпал ему достаточную дозу сонного порошка. Стоит только бросить его в такое место, где глубина воды доходит до полуоршина, и он захлебнется, не почувствовав даже воды. — А если проснется? — усомнился Алферакки. — Ах, боже ты мой! — нетерпеливо возразил англичанин. — Неужели же мне впервые проделывать это? Для того, чтобы человек утонул в подобном состоянии, достаточно одного ведра воды. Ткнул его головой в ведро и готово. Шевелиться-то ведь он не может. — И вы за это ручаетесь? — недоверчиво спросил Грек. — Ну, конечно же! Валяй, тащи его в канал! Нам надо торопиться, иначе станет светать. В десять часов сойдутся служащие, а к этому времени нам надо быть далеко отсюда. В темноте снова раздались осторожные шаги и шуршание тела, которое волокли за собою грек и англичанин. Дав бандитам отойти на несколько шагов, Шерлок Холмс нагнулся к самому уху Ватсона и прошептал так тихо, что последний еле смог уловить его слова. Вы останетесь здесь. Следуйте за ними по пятам. Они бросят в канал приказчика и скроются. Вы сейчас же отыщите брошенного, благо канал мелок, вытащите его из воды. Если он захлебнется, то откачайте и, доставив в ближайший участок, спешите в ярмарочное отделение государственного банка и там спросите меня. С этими словами Шерлок Холмс тихонько толкнул Ватсона вперед, а сам, отстав от него, остался на месте. Вдруг где-то недалеко от него раздался всплеск воды. Затем несколько секунд все было тихо и, наконец, раздались звуки быстро удаляющихся шагов. Шерлок Холмс пошел за ними, держась от преступников на расстоянии шагов пятнадцати. Но когда на улице стали попадаться фонари, он отстал. Ему хотелось лишь посмотреть, в какую сторону пойдут приятели. Когда он заметил, что Алферакки и Смит Коптоун направились прямо к главному дому, он быстро повернулся и бегом пустился наискосок в одну из прилегающих улиц. Добежав до одного из парадных подъездов, он позвонил. Городовой, стоявший на посту, сначала удивленно взглянул на него, потом подошел. — Ты это что делаешь, босая команда? — крикнул он грозно. — Тише, — ответил сыщик. — Или не видали никогда агентов сыскного отделения? Эта фраза произвела действие. Но все-таки осторожный городовой потребовал документы и лишь после этого окончательно успокоился. На звонок внутри дома послышались шаги, и мужской голос за дверью спросил. — Кто там? — Сыщик Шерл Холмс, — ответил англичанин. — А другой? — Это я, пустовой, — ответил. — Городовой. — Творяй, Иван Михайлович, не бойся. Вероятно, коммердинер Иван Михайлович был хорошо знаком с ним, так как сразу узнал его голос и немедленно отпер дверь. — Что случилось? — спросил он тревожно, впуская пришедших в переднюю. — Директор ярмарочного отделения Государственного банка дома? — спросил сыщик. — Дома? А что случилось? — снова с беспокойством спросил коммердинер. — Пока ничего. Но он мне нужен немедленно по очень важному делу. — Резко перебил его англичанин. — И если вы, вместо того, чтобы идти с докладом, будете заниматься праздными расспросами, я возложу всю вину на вас. Перепуганный коммердинер опрометью бросился в комнаты, попросив сыщика пройти налево в гостиную. Через минуту выскочил и сам директор банка. Так как у него были гости, он еще не ложился спать, и поэтому был совершенно одет. Это был средних лет мужчина крепкого сложения, сильно пробивающийся сединой в волосах и маленькой острой бородкой. Когда он выскочил в гостиную, вид у него был совершенно растерянный. Вероятно, предупрежденный коммердинером, он нисколько не удивился, что видит перед собою босика. — Ради бога, что случилось? — спросил он встревоженно. — Никто не знает, что мы вас вызвали. — Вместо ответа спросил сыщик. — Нет, никто. В этой гостиной я принимаю только по делам, но... — Скажите же мне, что значит ваш визит? — ответил директор. — Вашему банку грозит опасность, и я попрошу сию же минуту распорядиться по телефону, чтобы в отделение прислали двух вооруженных агентов. Вы же сейчас захватите с собой кассира или того, у кого находятся ключи от денежной кладовой, и вместе с ним следуйте за нами. По дороге я вам расскажу все. Директор оказался человеком умным. Он не стал больше ни о чем расспрашивать и бросился прямо к телефону. Через несколько минут все распоряжения были сделаны, а коммердинер директора приказал поскорее запрячь лошадь. Надо заметить, что Шерлок Холмс заранее, как только взялся за дело Терехова, заявил об этом нижегородской полиции и заручился от нее соответствующим документом. Сев в экипаж, директор вместе с Шерлоком Холмсом понеслись к парадному подъезду главного дома ярмарки. Для посторонней публики этот вход был закрыт, так как в верхнем этаже главного дома помещались лишь канцелярия губернатора, отделение государственного банка и прочие правительственные учреждения. — Вы захватили с собой револьвер? — спросил сыщик директора, как только лошадь тронулась. — Да, — ответил тот, — но вы обещали мне разъяснить, в чем дело. — Теперь с удовольствием, — ответил Холмс. — Дело очень простое. На время ярмарки в главном доме открывается отделение государственного банка, и к началу его деятельности в кладовой хранятся большие суммы. — Совершенно верно, — ответил директор. — Так вот, на эти суммы нашлось двое желающих. Как раз под вашим отделением помещаются два магазина — «Мануфактурный» и «Алферакки», бывший Терехова. — Совершенно верно, — снова подтвердил директор. — Вы, конечно, слышали о таинственных явлениях, происходивших у Терехова. — Как же? — Ну так вот, — кивнул сыщик. — Греку Алферакке и его товарищу нужен был именно этот магазин, так как он помещается как раз под кассой и кладовой банка. — Это я определил тотчас же, как только посетил ваше отделение. Разными поддельными чудесами им удалось выжить из помещения Терехова и самим занять его место. Теперь же у них уже пробит ход в помещение между их потолком и вашим полом, под самой кладовой. И по моему расчету и некоторым данным, которые вы узнаете впоследствии, незваные гости должны пожаловать в вашу кладовую сегодня, чтобы завладеть кассой. — Господи Иисусе! — прошептал взволнованный директор. — Вот поэтому-то мне и необходимо, чтобы наше появление в банке не произвело ни малейшего шума, — договорил сыщик. В эту минуту экипаж уже приближался к парадному подъезду главного дома. Не дав ему подъехать, Шерлок Холмс приказал кучеру остановить лошадь и подогнать к пристани. Сами же они тихонько подошли к подъезду и отворили дверь ключом, который был у директора. Поднявшись по лестнице, они зашли в караульное помещение, где директор прямо обратился к начальнику охраны. — Здесь готовится преступление, и раскрытие его зависит от безусловной тишины. Поэтому пусть все будет так, как и было. Прикажите разводящему впустить нас в кладовую, а сами с караулом явитесь, как только услышите свисток. Мы засядем в кладовой, и дверь в нее пусть будет лишь притворена. — Слушаюсь, — поклонился офицер. В это время в караульное помещение вошли вызванные по телефону кассир три агента и Ватсон. — Это все свои люди, — сказал Шерл Холмс. И, обратясь к пришедшим и директору, он добавил. — Будьте любезны, господа, снять обувь. Наши шаги должны быть неслышны. Все шестеро разулись и вместе с разводящим направились в помещение банка. Вскоре дверь кладовой отворилась. Печать из денежного ящика была снята, и разводящий, попросив директора расписаться в книге, удалился. Включив свет, знаменитый английский сыщик осмотрел помещение кладовой. Это была небольшая комната, заключенная в толстые каменные стены с полом, обитым листовым железом. Посреди комнаты стоял большой кованый железный сундук, а вход в нее защищали крепкая железная решетка и обитая железом дверь. Посмотрев на эту крепкую защиту, Шерлок Холмс покачал головой. — Чтобы добраться до денег, надо немало поработать, — прошептал он. Затем стал размещать агентов. Себе и Ватсону он определил место за ящиком, остальным же приказал выйти из комнаты и оставаться около двери, ожидая сигнала. — Если вы, услышав свисток, вскочите в кладовую и не увидите нас, то бросайтесь прямо в денежный сундук, — шепнул он агентам. И чтобы пояснить свою мысль, он добавил, — весьма возможно и даже более вероятно, что злодеи не выведут ход прямо в кладовую, а пропилят снизу дно денежного сундука. Это гораздо безопаснее, и предварительная работа будет совершенно незаметна для постороннего глаза. — Пожалуй, — согласился директор, все время слушавший и следивший за действиями сыщика с нескрываемым интересом и восторгом. Сыщик еще раз бросил вокруг себя взгляд и прошептал. — Ну-с, господа, теперь прошу вас занять указанные вам места и сидеть как можно тише. Малейший шум, легкий кашель, движение ногой или рукой могут выдать наше присутствие, и тогда мы проиграем все дело. Повинуясь руководителю, все, кроме Шерлока Холмса и Ватсона, вышли из кладовой, тихо притворив за собою дверь. Перед уходом директор по требованию сыщика отомкнул замки денежного сундука. Глава девятая Оставшись в кладовой вдвоем с Ватсоном, Шерлок Холмс открыл крышку железного, наполненного золотом и кредитными билетами сундука, затем опустился вместе с Ватсоном на пол и потушил свет. Наступила могильная тишина. Положив около себя револьвер, сыщики лежали на полу без движения, словно мертвые. Время тянулось страшно медленно. Снизу не доносилось ни малейшего звука, ни шороха, способного обнаружить близость грабителей. Так прошло около часа. Но вот, наконец-то, где-то далеко под полом послышался легкий шорох. Сначала он был очень неясным, но постепенно шорох становился все слышнее и слышнее. Наконец, до слуха сыщиков долетел легкий скрип, словно кто-то ступал по непрочным ступеням лестницы. Этот звук исходил не из-под денежного сундука, а словно из угла кладовой. Затем на несколько секунд шум стих. Шерлок Холмс нагнулся к самому уху у Ватсона и едва слышно шепнул. «От проделан в стене, а оттуда он идет между полом и потолком». Проговорив это, он снова замолк и приник ухом к железному настилу пола, прислушиваясь к малейшим звукам. Кто-то чуть слышно зашевелился под полом, и под самым денежным сундуком раздался осторожный скрип инструмента. К первому инструменту присоединился звук второго. Было очевидно, что под сундуком с лихорадочной поспешностью работают двое. Шерлок Холмс подполз ближе к сундуку и положил ладонь на кредитные билеты, чтобы чувствовать на всякий случай малейший шорох под ним. Напильники внизу работали непрерывно. Прошло около часа. Вероятно, инструмент постоянно смазывали салом, поэтому звуки были настолько слабы, что наружный часовой не мог их слышать. Но вот все стихло. Минуты две длилось гробовое молчание, затем внизу послышалась легкая возня, словно под полом бегали мыши. И вдруг Шерлок Холмс почувствовал, что деньги под его ладонью дрогнули и всей своей массой стали опускаться вниз. Опытный сыщик сразу смекнул, в чем дело. Тихо дотронувшись до плеча Ватсона, он взял его руку и сунул ее в сундук. «Как только я дерну вас за руку, бросайтесь прямо в ящик!» — шепнул Холмс. Сам он тихо встал на ноги и нагнулся над ящиком, следя рукой за тем, как дно его довольно быстро и неровно опускается вниз вместе с деньгами. Как только верхний слой денег понизился почти до нижних краев сундука, Холмс дернул Ватсона за руку, с быстротой молнии включил свет, и оба сыщика прыгнули внутрь сундука. Раздался резкий свисток тревоги. В ту же секунду дно сундука, которое грабители опускали на руках, под тяжестью двух сыщиков рухнуло вниз. Грабители, не ожидавшие прибавления восьмипудовой тяжести, не удержали железной доски и выпустили ее из рук, покатившись в разные стороны. Все это произошло в две-три секунды. События сменялись с быстротой молнии. Падение было неглубоким. Между полом верхнего этажа и потолком нижнего было не более полутора аршин, так что только неожиданность слегка ошеломила сыщиков и грабителей. Через секунду обе стороны уже оправились, и в тесном пространстве завязалась отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть. Глава десятая Лишь только Шерлок Холмс и Ватсон почувствовали, что упали на твердую почву, они вскочили на ноги и, выхватив револьверы, бросились на Коптауна и Алферакки. Те, в свою очередь, подумали, что их преследуют только двое, и тоже кинулись на своих противников с револьверами. В подземелье глянуло несколько выстрелов, но в этот момент сверху подоспела помощь. Три агента и весь караул уже лезли в образовавшиеся отверстия, брецая оружием. Разбойники сразу поняли, что их дело проиграно. Дав несколько выстрелов на обум, чтобы хоть на полминуты приостановить преследование, они бросились к пробитому в стене ходу, надеясь спастись через нижний магазин. Ватсон, раненый в руку, со стоном повалился навзничь. Алферакки уже успел добежать до хода, но грохнулся плашмя, споткнувшись о Шерлока Холмса, который с быстротой молнии кинулся ему под ноги. Несколько солдат в ту же секунду навалились на разбойника. Коп-то он был менее счастлив. Легко раненый в ногу в начале перестрелки, он отстал от товарищей и моментально был окружен преследователями. Видя, что спастись немыслимо, он решил продать свою жизнь дорогой ценой. С глухими проклятиями ринулся он прямо в гущу врагов и тремя выстрелами уложил двух солдат. Но в это время один из караульных, рассверепевший от борьбы, изо всей силы ткнул его штыком прямо в лицо. Удар был настолько силен, что штык пробил насквозь череп, и злодей упал бездыханным. Алферакки был скручен по рукам и ногам, к разбросанным деньгам был приставлен караул, и кассир принялся их пересчитывать. Все остальные, ведя преступника, выбрались из норы и направились в полицейское управление. Известие об ограблении банка уже облетело всю полицию, и Шерлок Холмс был встречен как герой дня. Благодарности со всех сторон сыпались на него как дождь. Сюда же, в полицейское управление, был доставлен и третий участник покушения, приказчик Веськов. Доктор живо привел его в чувство, и узнав, как хотели поступить с ним товарищи, Веськов чистосердечно признался во всем. До суда на Алферакке и Веськова были надеты надежные кандалы, и их отправили в тюрьму. В тот же день сыщик зашел к Терехову. «Ваш магазин снова освободился, и вряд ли в нем появится теперь привидение», — сказал он с улыбкой. «Но стену вам придется отремонтировать». И он рассказал купцу о том, что произошло. Обрадованный Терехов тут же отсчитал Шерлоку Холмсу обещанную сумму, сказав, что заплатит и Ватсону, и сию же минуту полетел в главный дом. Глава одиннадцатая Обыск, произведенный в квартире Алферакке, только подтвердил предположение Холмса. В этой квартире был найден проекционный аппарат, инструменты и воровская переписка, благодаря которой впоследствии удалось изловить целую шайку преступников. Обыск в квартире убитого Коптоуна привел к неожиданному открытию. У бедного англичанина было найдено в матраце шестьдесят тысяч рублей и два выигрышных билета, по номерам которых удалось установить, что Коптоун имел непосредственное отношение к пропаже денег в том банке, в котором служил. Банк получил найденные деньги и выдал по три тысячи Шерлоку Холмсу и Ватсону, который через несколько дней успел оправиться от полученной раны. А через месяц полиции удалось установить и личность Алферакки. Он оказался беглым каторжником Давидом Габудидзе, прославившимся когда-то своими разбоями и зверствами на Кавказе. Субтитры создавал DimaTorzok Печать Таджидия Глава первая Работа по розыску одного из крупных преступников занесла нас с Шерлоком Холмсом в Казань. Прожив в этом городе около месяца, мы возвращались назад, взяв двухместную каюту на одном из пароходов общества «Самолет». Мы решили прокатиться по Волге до Ярославля, а оттуда поездом доехать до Москвы. Плыть по реке было очень спокойно, погода стояла хорошая, и мы все время проводили на палубе, любуясь живописными видами Волжского побережья. Шерлок Холмс повеселел, его сплин временами совершенно исчезал, и я от души радовался, глядя на своего друга. Так продолжалось несколько дней. Пароход миновал Нижний Новгород, а на следующий день мы уже подошли к Костроме. В этом городе наш пароход должен был получить большой груз, и капитан объявил, что мы можем вполне рассчитывать на двухчасовую стоянку. — Не хотите ли прогуляться по городу, дорогой Ватсон? — предложил мне Шерлок Холмс, как только пароход стал пришвартовываться к Костромской пристани. Я охотно согласился, и мы отправились в город. Но полупустынная Кострома не представляла собой ничего интересного, и мы, побродив менее часа, вернулись на пристань. Тут кипела лихорадочная работа. Десятка-два грузчиков, нагруженных тяжелыми тюками, вереницей шли на пароход и, скинув их, спешно возвращались назад за новыми. Часть крючников перетаскивала груз из Пакгауза на пристань. Мы остановились у дверей в Пакгауз и молча наблюдали эту снующую толпу. Так прошло около двадцати минут. Вдруг одна фраза, произнесенная сзади, заставила нас невольно насторожиться и повернуть головы. Говорил Пакгаузный, обращаясь к агенту пароходного общества. — Долго не берут. Вчера пришел в Пакгауз, слышу вонь. А откуда — неизвестно. Только будто из угла несет. Сегодня утром перерыл всю кладь, багаж и нашел. — Что же там такое? — спросил пароходный агент. — Из корзины несет, — ответил Пакгаузный. — Невозможно стоять. Корзина багажом до Костромы из Казани сдана в Пакгауз с парохода пять дней тому назад. А получатель не приходит. — Пойдем-ка посмотрим, — проворчал недовольным тоном пароходный агент. Какое-то странное инстинктивное чувство потянуло нас заговорившими, и следом за ними мы вошли в Пакгауз. Мой нос сразу ощутил сильную вонь, стоявшую там. Пароходный агент поморщился и неистово плюнул. — Черт знает, что такое! — выругался он. — Выняту мерзкую корзину. В ней должно быть протухшее мясо. Надо будет составить акт, позвать полицию и выбросить ее ко всем чертям. Сходи-ка за речной полицией. Пакгаузный выбежал из помещения и вскоре возвратился с несколькими чинами речной полиции. Заявив о том, что протухший товар в корзине портит воздух в Пакгаузе, пароходный агент попросил вскрыть корзину. Заинтересованные мы невольно приблизились к этой группе. Корзину развязали и открыли крышку. Страшное зловоние пахнуло из нее. В корзине лежал тюк, тщательно обмотанный в толстый брезент. Подрезанный с трех сторон брезент был сброшен, и в одну секунду все присутствовавшие с ужасом отскочили в сторону. В брезент был упакован человеческий труп, разрезанный на куски. В том, что труп этот принадлежал человеку, не было никакого сомнения, так как отрубленная кисть руки, лежавшая сверху, сразу бросалась в глаза. «Черт возьми!» — произнес Шерлок Холмс, приближаясь к корзине. «Товар, видимо, давнишний». «Я бы попросил вас убраться из Пакгауза!» — свирепо налетел на него полицейский офицер, только теперь заметивший наше присутствие. «А отчего бы не просто выйти?» — с усмешкой спросил Холмс. Эта простая фраза взбесила полицейского, видимо, непривыкшего к замечаниям. «Вот сведу в участок!» — заревел он, открывая зачем-то портфель, словно собирался писать протокол. «Прекрасно сделаете!» — невозмутимо ответил Холмс. «Можете записать мое имя. Меня зовут Шерлок Холмс». Картина получилась великолепная. Полицейский чин, совершенно сконфуженный, растерянно забармотал извинения. Все же остальные, услыхав имя знаменитого сыщика, молча глядели на него широко раскрытыми глазами, забыв и о корзине, и о разрезанном на куски человеке. Как ни в чем не бывало, Шерлок Холмс повернулся на каблуках и молча вышел из Паггауза. Следом за ним пошел и я. Глава вторая Взойдя на пароход, мы прошли в столовую и сели за один из столиков, намереваясь закусить. Но не успели мы дождаться лакея, как в столовую быстро вошли местный полицеймейстер, два пристава и полицейский чин, набросившийся на нас в Паггаузе. Вероятно, нас показали полицеймейстеру раньше в окно, так как он подошел прямо к нам. Я глубоко извиняюсь за маленькую бестактность одного из своих подчиненных, заговорил он, вежливо обращаясь к Холмсу. Но в горячке и при подобных происшествиях люди часто теряют голову. Именно то, чего не должен делать полицейский чиновник, — пожал плечами Холмс. В Англии за это очень строго взыскивают. Совершенно верно, — согласился полицеймейстер, — но я вас очень прошу забыть этот печальный случай. Полицеймейстер присел к нашему столику и заговорил с нами так мило и дружелюбно, что Холмс, наконец, замахал руками. Да ну его, я давно забыл это. Ведь если бы, путешествуя по России, я запоминал все маленькие и большие неприятности, к которым мы, англичане, не привыкли, мне давно следовало бы удавиться. Разговор изменился, и мы заговорили о совершенном преступлении. Но в это время раздался третий свисток, и нам пришлось проститься. Мы отправились из Костромы и через сутки были уже в Москве. Но происшедшее у нас на глазах событие продолжало сильно интересовать нас. Газеты сообщали о нем ежедневно, но все сведения были крайне неутешительны и показывали, что следствие идет туго и вряд ли кончится раскрытием преступления. Главное, что следствие не могло установить никаких мотивов этого убийства. Личность убитого оставалась также невыясненной, хотя можно было ожидать, что этот вопрос скоро решится, так как преступники, изуродовав его лицо, не успели или просто не догадались уничтожить одежду. Выяснилась личность покойного. Им оказался граф Петр Васильевич Тугаров, владелец небольшого именница в Казанской губернии и дома в самой Казани. Личность убитого, как и ожидали мы с Холмцем, удалось выяснить благодаря графине Тугаровой, прочитавшей объявление и извещавшей в письме, полном отчаяния, что ее муж, живший с нею вместе в Орле, неизвестно куда пропал три недели тому назад и по приметам похож на найденный труп. На публикации об убийстве и костюме убитого ждали ответа от кого-либо из родственников или близких покойного. Судя по материалу костюма и золотой шейной цепочки, можно было лишь догадываться, что убитый принадлежит к обеспеченному классу, все же остальное было покрыто мраком неизвестности. Через несколько дней дело немного изменилось к лучшему. Но и это открытие не привело ни к какому результату, и следственные власти по-прежнему продолжали толочь воду в ступе, не продвигаясь ни на шаг. Глава третья Был вечер. Вместе с Холмсом мы только что вернулись с прогулки, и он принялся было писать письма в Англию, когда в дверь постучались. На мой отклик «Войдите» в комнату вошла дама, одетая в изящный траурный туалет с длинным крэпом, спускавшимся от шляпы до самого пола. На вид ей было лет двадцать шесть. Роскошно сложенная, с правильными чертами красивого смуглого лица и черными волосами, она совершенно не соответствовала русскому типу. Окинув нас взглядом, она печально поклонилась и приблизилась ко мне. «Один из вас, вероятно, мистер Шерлок Холмс», — спросила она. «Я указал на моего друга». «Прошу садиться, сударыня», — пригласил ее Холмс. Не заставляя повторять приглашение, дама опустилась в кресло. «Я, графиня Тугарова», — заговорила она тихим голосом, в звуках которого мне снова послышалось что-то нерусское. «Я была в Костроме, где найдено тело моего мужа, и там случайно узнала о вас. Мне сказали, что вы уехали в Москву, и вот я, наконец, разыскала вас при помощи здешней полиции». Шерлок Холмс слегка поклонился. «Простите», — заговорила графиня просительным тоном, «я так много слышала о вас, что неудивительно, если прошу вашей помощи. Насколько я вижу, следствие не приводит ни к каким результатам». Она круто оборвала речь и вдруг заговорила по-английски. «Вы должны помочь мне. Когда-то я была подданной одной с вами метрополии. Я слишком многим обязана своему мужу и решила во что бы то ни стало добиться наказания злодея». При первых же звуках ее голоса Холмс улыбнулся. «Без сомнения, вы не мулатка, но кто-нибудь из ваших родителей принадлежал к этой расе», — проговорил он. «Вы угадали», — совершенно просто ответила графиня. «По отцу я мулатка, а мать моя была англичанка». «Вы меня простите за маленькое отступление», — улыбнулся Шерлок Холмс, «но больше я не буду перебивать вас без нужды. Итак, я слушаю вас. Если вы хотите, чтобы я взялся за ваше дело, вы должны рассказать мне все по порядку, не упуская ни малейшей подробности». Он сел поудобнее в кресле и повторил. «Я вас слушаю». Глава четвертая «Мы приехали в Россию давно», — начала свой рассказ графиня. «Но если вы хотите знать все, я должна начать рассказ о себе самой. В настоящее время мне 21 год. Мужу же моему недавно исполнилось 45. Сначала я была его приемышем. Он не раз говорил мне, что во время путешествия по Индии он как-то остановился в бомбе и где нанял небольшой особняк. Вот тут-то он и получил меня в подарок. Попросту меня подбросили ему, когда мне было три года. Сначала он думал было отправить меня в полицию, так как холостому человеку трудно возиться с ребенком, но потом передумал и решил вывести меня на свою родину как курьез. Я говорю это с его слов, так как он сам мне рассказывал о своем прошлом. В то время, когда меня подкинули, ему было 23 года. Пока он жил в Бомбее, я была на попечении старухи-индианки, которая, конечно, рассказывала направо и налево о намерении графа увезти меня на родину. Перед отъездом граф получил от моего отца письмо. В нем сообщалось, что сам он мулат, а жена его англичанка, умершая во время родов. Так как был он очень беден, то решил подкинуть графу свою девочку в надежде, что в хороших руках из нее выйдет больше проку, чем в руках бедняка мулата. Имени своего он не назвал. Вместе со мною граф уехал в путешествие, и когда прибыл в Россию, сдал меня своей старухе-няне. Тогда меня уже приучили называть его почему-то папой. Сдав меня няне, он снова исчез на несколько лет и возвратился лишь тогда, когда мне исполнилось 9 лет. Но в письмах к управляющему и к няне он часто упоминал обо мне и заботился о моем воспитании. Шерлок Холмс жестом остановил речь графини. — Скажите, пожалуйста, откуда именно приходили его письма? — спросил он. — Тогда я была еще слишком мала, чтобы интересоваться этим, но впоследствии я узнала, что большая часть писем приходила из Индии, а два письма были со штемпелями «Танкино», — ответила она. — Благодарю вас, — поклонился Холмс. — Итак, я слушаю дальше. — Приехав в Россию, он повидал меня, — продолжала графиня. — Мы жили тогда в его усадьбе. Все время он был ласков со мною, остался очень доволен моими успехами в учении, несколько раз экзаменовал меня и ни на шаг не отпускал от себя. В России он пробыл год, и я очень сильно привязалась к нему. Однажды, это было в конце лета, он вошел ко мне бледный и сильно взволнованный. — Ир, — рассказал он мне, — в окрестностях нашей усадьбы появился бешеный человек, который бросается на людей, кусает их и убивает. Поэтому не выходи никуда из дома без меня. Я строго запрещаю тебе это. Я страшно испугалась. С тех пор мы стали ходить вместе даже в сад. Няня говорила, что отец страшно боится за меня. Он нанял четырех сторожей, завел во дворе цепных собак, а сам, как передавала мне няня, часто вставал ночью и обходил усадьбу с ружьем в руках. Однажды под вечер мне захотелось нарвать себе свежих роз. Я пошла за отцом, но, не найдя его, решила пробежать в сад одна. Накинув на голову косынку, я вышла во двор, а оттуда в сад. Не знаю почему, но, вероятно, напуганная рассказами графа, я не сразу отворила калитку, а посмотрела предварительно в щелку забора. И вдруг увидела за одним из кустов смородины человеческую голову. Громко вскрикнув, я бросилась назад, даже не рассмотрев лица спрятавшегося человека. На мой крик из конюшни выскочил граф. Узнав, в чем дело, он кинулся в дом, схватил ружье и, словно сумасшедший, бросился в сад. Я же забилась в комнате, еле живая от страха. Однако, по-видимому, он никого не нашел, так как вернулся злой и очень расстроенный. Целый час кричал он на сторожей, затем в тот же день нанял еще четырех и вооружил всех ружьями. Вечером он объявил мне, что мы уезжаем. Все свои вещи и бумаги он собрал сам, мне же приказал взять с собой в корзиночку только три платья и шесть смен белья, да любимые безделушки. До самого последнего момента никто из дворовых не знал, что мы уезжаем. В одиннадцать часов он приказал запрячь в просторный Тарантас лучшую тройку и привязать сзади запасных лошадей. Графиня на минуту прервала рассказ и попросила пить. Шерл Холмс с ловкостью молодого человека вскочил с места и, подойдя к этажерке, налил стакан воды с прекрасным вином. «Благодарю вас», — произнесла графиня, принимая стакан от Холмса. Она отпила несколько глотков и печально улыбнулась. «Мой рассказ не наскучил вам?» — спросила она. «Наоборот», — с живостью воскликнул Шерл Холмс, — «он до нельзя поэтичен и заинтересовывает меня с каждой минутой все больше и больше. Если бы я был писателем, я непременно воспользовался бы им для романа и уверен, что он произвел бы фурор». «В таком случае я продолжаю», — грустно произнесла графиня. Глава пятая «Итак, к одиннадцати часам вечера все было готово», — заговорила снова графиня. Перед отъездом граф созвал всех сторожей и приказал им, оцепив усадьбу, двинуться от нее по радиусам и, отойдя с полверсты, сделать по выстрелу. Затем, когда сторожа ушли, граф позвал к себе управляющего, отдал ему пакет со сделанными распоряжениями и объявил всем, что уезжает. В это время издалека до нас донеслись звуки выстрелов. Это сторожа пугали неизвестно кого, исполняя приказ своего хозяина. Вещи наши были быстро нагружены и привязаны, а мы, сопровождаемые удивленными взглядами дворни, выехали из ворот и, словно бешеные, понеслись по дороге. Граф сам указывал, куда ехать. На первом проселке мы свернули, затем понеслись снова, поминутно сворачивая, то вправо, то влево, словно заметая за собою следы. Так скакали мы верст, наверное, семьдесят, давая лошадям лишь короткий отдых. Когда лошади обессилели, граф приказал перепрячь запасных, и мы помчались снова. Утро давно уже наступило, кучер несколько раз умолял дать передышку лошадям, первая тройка была попросту брошена по дороге, но граф ничего не слушал. Мы неслись до тех пор, пока коренник не упал, хрипя на землю. Тогда граф посадил кучера на более сильную пристяжную и приказал ему поскорее добыть за какую угодно цену лучших лошадей. Верный кучер, служивший еще у отца графа, ускакал и через полтора часа возвратился назад с тремя полукровками и их хозяином. Престижные наши были лишь заморены, но хозяин охотно взял их в обмен вместе с тремястами рублями, а сдохшего коренного бросили на дороге. Снова перепрягли мы лошадей и понеслись, как угорелые. Часов в пять дня мы услышали свисток и скоро доехали до какой-то железнодорожной станции. Я помню, как обрадовался граф, когда увидел, что по линии идет поезд. Ни названия станции, ни дороги я не помню. Соскочив с Тарантаса и приказав носильщикам взять вещи, граф написал что-то на бумажке и приложил к ней свою печать. Затем, я помню, он позвал кучера и сказал ему, «Слушай, Дмитрий, уезжай куда хочешь и помни только одно, что от твоего молчания зависит жизнь барышни. Отдохни здесь, накорми лошадей и поезжай в любое место, где ты можешь продать лошадей и экипаж. За твою службу я дарю их тебе и удостоверяю это вот этой запиской, которую возьми вместе со своим паспортом. Вот тебе еще двести рублей. Поезжай на родину в Орловскую губернию. Твою деревню я знаю и дам тебе о себе знать. Кто бы ни спрашивал тебя обо мне или о барышне, не говори, куда ты нас свез и вообще ничего о нас. Прощай!» Бедный кучер, не ожидавший такого подарка, повалился графу в ноги. Но в это время подошел поезд, и мы, взяв билеты и сдав багаж, заняли отдельное купе. По железной дороге мы ехали двое или двое с половиной суток. Граф как-то сразу успокоился, сделался ласковым и веселым. Таким образом приехали мы в Харьков. Тут мы простояли в гостинице два дня, после чего граф объявил мне, что я буду теперь учиться в хорошем пансионе, куда он меня повезет. На следующий день он отвез меня в пансион госпожи Бекман и простился со мной, попросив учиться и вести себя хорошо, чтобы ему не приходилось краснеть за меня. Потом он уехал. Куда? Никто не знал. Я не видела его до седьмого класса. Меня никто не посещал, у меня не было родных, и на каникулы я ездила обыкновенно к одной из подруг. Граф исправно вносил за меня деньги и присылал еще на личные расходы, вместе с очень теплыми письмами, столько денег, что я считалась одной из самых богатых учениц. До пятого класса я считала его своим отцом. Но вот однажды, когда я училась уже в пятом классе, он прислал письмо, в котором в первый раз открыл мне глаза. В нем он описывал то, что я говорил вам о своем происхождении. Причем прибавил, что судьба моя, Бог даст, скоро изменится, и я найду настоящих родителей. В письме он прислал мне и свой портрет. Это письмо меня страшно взволновало, и я проплакала над ним не одну ночь. Меня поразила мысль, что граф мне совершенно чужой человек. Мы, южанки, развиваемся слишком рано, и весьма возможно, что во мне уже тогда начинала говорить душа женщины. Только я не отдавала себе в этом отчет. Все чаще и чаще смотрела я на присланный мне портрет. Граф был очень красив. Так прошло еще два года. Я училась хорошо и была уже в седьмом классе. Однажды меня вызвали в приемную. Я пошла туда и вдруг увидела графа. В первый момент я бросилась было к нему на шею, но вдруг почему-то вспомнила, что он для меня почти посторонний мужчина, и сконфуженно остановилась. А он смотрел на меня восторженным взглядом, словно пораженный тем, что видит перед собою. Я тогда уже поняла этот взгляд. С тех пор его посещения стали очень часты. Он держал себя как родственник, и в то же время как чужой. На Рождество он взял меня из пансиона, и мы уехали с ним в Париж. А после месяца разъездов он снова сдал меня в пансион. Так прошло время, пока я не кончила седьмой класс. Надо было подумывать о том, что делать со мною дальше. Граф никогда не ездил в свою усадьбу, видимо, избегая ее, и никогда даже не говорил о ней. Я решительно недоумевала, что я буду делать. Но перед самым выходом из пансиона судьба моя решилась. После последнего экзамена я получила отпуск. Как сейчас помню этот день. Мы взяли с собой провизии и поехали за город. В небольшом леске разослали ковер, развели огонь и весело принялись за хозяйство. После обеда, пользуясь тем, что мы оставались вдвоем, граф сел рядом со мною и серьезно произнес «Мне надо поговорить с тобой, Ирра». У меня почему-то вся кровь прилила к сердцу, и я невольно опустила глаза. Он заговорил «Не хочу оставлять тебя в неизвестности, Ирра. Нам скоро придется расстаться навсегда». Не успел он произнести эти слова, как я с громким криком ужаса без чувств грохнулась на землю. Когда я открыла глаза, то увидела графа, склонившегося надо мною. О, его глаза смотрели на меня с такою немою любовью, что все во мне вдруг затрепетало от радости. Я обхватила его шею руками и осыпала поцелуями, умоляя не покидать меня, давая клятву пойти на все. Он серьезно спросил меня «Ты любишь меня, Ирра?» «Да», — ответила я. «И я тебя тоже», — проговорил он страстно. «Значит, мы будем мужем и женой. Но чтобы ты впоследствии не упрекнула меня, я должен рассказать все о тебе и причины, почему я хотел расстаться с тобою. Я ведь поступаю нечестно. Я должен был бы сначала возвратить тебя твоим родителям. Кроме того, я вовсе не так хорош, как ты думаешь. На моей совести есть один слишком большой грех». Но тут я зажала ему рот рукой и попросила никогда не возвращаться к этим вопросам. В конце концов, мы решили повенчаться и потом когда-нибудь поехать к моим родителям. «Верь мне, я не преследую в этой свадьбе никаких корыстных целей», — сказал мне граф. Я расхохоталась. Потом, спустя два месяца, мы повенчались и до сих пор жили душа в душу. Вот и вся моя жизнь. Незадолго до смерти граф получил откуда-то письмо. Оно так сильно взволновало его, что некоторое время он ходил как помешанный. Потом вдруг объявил, что ему нужно ехать в Казань, чтобы продать дом и усадьбу. Что бы со мною ни случилось, сказал он мне на прощание, не беспокойся. Все, что не делается, делается к лучшему. Так и уехал. «Вот все, что вы можете узнать от меня, мистер Холмс». Графиня умолкла, и на глазах ее блеснули крупные слезы. Глава шестая Низко опустив голову, Шерлок Холмс молча слушал рассказ графини и поднял ее, когда он был закончен. Между его бровями легла глубокая складка, губы были плотно сжаты, а в выражении глаз чувствовалась какая-то загадочность, непонятная мне и графини. Вдруг, встав с места, он начал нервно ходить по комнате, изредка останавливаясь около окна и бросая на улицу долгий задумчивый взгляд. «Вы не видели полученного графом письма?» спросил он графиню. «Нет», — ответила она. «Я всю жизнь чувствовала, что вокруг меня вьется какая-то тайна, но так как граф не говорил мне ничего, то я и не считала себя вправе спрашивать. Не замечали ли вы, что перед отъездом в Казань он писал что-нибудь?» Вероятно, писал, потому что просидел у себя в кабинете около половины ночи. «Что он говорил вам при прощании?» «То, что я вам передала. Кроме того, он сказал мне, что его поездка может затянуться на долгое время и несколько раз повторил, чтобы я не беспокоилась, что бы с ним ни случилось». Графиня вдруг как-то удивленно раскрыла глаза. «Вы знаете, мистер Холмс, я только сейчас начинаю припоминать, что, говоря это, он сделал на этой фразе особенное ударение». Глаза Холмса блеснули и погасли. «И что же вы думаете?» спросил он. Луч надежды сверкнул в глазах графини. «Уж не жив ли он?» произнесла она дрожащим голосом. «Уж не проделка ли это с чьей-нибудь стороны?» «А шрам на левой ноге?» «А платье?» задумчиво заметил Шерлок Холмс. «Да-да, правда», растерянно прошептала графиня, «нога принадлежит ему, в этом не может быть никакого сомнения». «Во всяком случае, нам надо поторопиться», твердо произнес Холмс. «Где находятся останки графа?» «Как только дело выяснилось, я получила их и, перевезя в Орел, погребла на Троицком кладбище», ответила графиня грустным голосом. «Ваша квартира находится по-прежнему в Орле?» «Да». «В таком случае мы выезжаем туда с первым поездом». Холмс обернулся ко мне. «Посмотрите, дорогой Ватсон, когда отходит на Орел ближайший поезд». Я взглянул в расписание и ответил, что до поезда остается три с четвертью часа. «О, у нас времени более чем достаточно», воскликнул Холмс. «Вы, графиня, поспеете к поезду?» «Конечно. Мне остается лишь заехать в северную гостиницу и взять вещи». Мы все втроем, захватив с собой наши дорожные саквояжи, отправились в названную гостиницу и оттуда поехали прямо на вокзал. Глава седьмая «На следующий день мы уже приехали в Орел». «Вы, дорогой Ватсон, проводите графиню домой», сказал Холмс, как только мы вылезли из вагона на платформу. «Я же немного проедусь по городу и скоро буду у графини». Он записал ее адрес и место, где похоронены останки мужа, причем на прощание спросил, «Когда состоялись похороны?» «Два дня назад», ответил графиня, «после похорон я сейчас же поехала в Москву отыскивать вас». Холмс поехал в одном экипаже, а мы с графиней в другом. Наши экипажи разъехались около Мариинского моста. Квартира графини оказалась не особенно большой, но обставленной, богатой и с большим вкусом. Пока она переодевалась, я ждал в гостиной, куда принесли чай, и когда графиня вышла, мы принялись за чай вместе. Часа через два приехал и Шерлок Холмс. Не сказав о своей поездке ни слова и выпив наскоро чашку чая с печеньем, он без лишних слов попросил проводить себя в кабинет покойного графа. В нем все оставлено в том виде, в каком было тогда, когда граф уехал из дома, произнесла молодая женщина, вводя нас в довольно большой кабинет, уставленный книжными шкафами и массивной кабинетной мебелью, обтянутой темно-желтой кожей. Оставаясь на месте, Холмс стал молча осматривать комнату. Я, в свою очередь, тоже осматривал ее с крайним любопытством, тщетно стараясь проникнуть в заключенную здесь тайну. Судя по кабинету, граф был очень любознательным человеком. На огромном письменном столе лежало несколько книг выдающихся ученых, сочинения по различным отраслям знаний. В углу, на большой подставке, стоял огромный морской глобус, а по стенам были развешаны географические карты различных стран, причем, на некоторых из них стояли какие-то отметки, сделанные, вероятно, рукой самого графа. Но больше всего обращала на себя внимание задняя стена кабинета. Она была завешана огромным пушистым ковром индийской работы, на котором было красиво развешано различное оружие. Тут были старинные стрелы, луки, колчаны, томогавки, щиты из кожи носорога, алебарды и бумеранги, а в перемешку с ними виднелись странные топорики с длинными ручками, форменные палаши английских, французских и немецких моряков, японские катаны, револьверы и ружики разных систем, из которых многие принадлежали к форменному вооружению различных армий. В задних углах, примыкая к ковру, находились два небольших, но высоких инкрустированных шкафа венецианской работы. В них виднелись книги, большей частью научного содержания. Между тем, Шерлок Олмс, окончив поверхностный осмотр кабинета, подошел к столу и принялся тщательно просматривать лежавшие на нем бумаги. Боковые ящики стола оказались открытыми, но ничего особенного в них не было. Покончив со столом, Олмс стал шарить пополу. Он сдвигал мебель и тожерки, ковырял палкой под книжными шкафами, выбрасывая оттуда различные бумаги и сор. Каждый лоскуток он осматривал с особым вниманием. Вдруг он жестом пригласил меня подойти к нему. «Обратите внимание на этот конверт», проговорил он, подавая мне разорванный конверт. Это был обыкновенный конверт среднего формата, адресованный на имя графа из Калькутты. Адрес написан был твердой рукой, но плохим почерком с сильными нажимами на английском языке, и на конверте была наклеена марка индийских колоний. Но странная печать, приложенная к конверту, заставляла невольно останавливать на ней взор. Она была эллипсообразная, немного длиннее дюйма, и в середине ее были изображены три левые ноги с длинными черточками ниже колен на каждой. — Как вам эта печать? — спросил Холмс. — Очень странный герб, только и мог я сказать. — И вы не находите в ней ничего общего с графом? — Решительно ничего. — Их было трое, — проговорил задумчиво Холмс. — Кого удивился я? — Людей, имевших шрамы на левых ногах, — серьезно ответил Холмс. — Эти длинные черточки на ногах очевидно обозначают шрамы, но ведь у покойного графа также был шрам на ноге. На минуту он задумался и вдруг воскликнул. — Таджиди! — Что это такое? — спросил я удивленно. — О, я прекрасно это вспомнил сейчас. В Индии, дорогой Ватсон, есть небольшое племя по имени Таджидии. Живет оно недалеко от Бамбея и отличается кровавыми обрядами. Каждый акт их жизни сопровождается обрядом, в котором непременно фигурирует кровь. При рождении ребенку пробивают уши и ноздрю для украшений. При вступлении в брак жениху и невесте вырезают на теле символические знаки верности. При похоронах вдова покойного сжигается живьем и так далее. В числе прочих обрядов существует и обряд клятвы не выдавать общей тайны. Лица, дающие таковую, делают друг другу длинные и глубокие надрезы на левых ногах. Граф был когда-то в Бамбее и по всей вероятности связан клятвой с двумя людьми, из которых один, по крайней мере один, принадлежит к племени Таджидиев. Холмс положил конверт в записную книжку и снова принялся за свои поиски. Он долго стоял перед инкрустированными шкафами, осматривая их со всех сторон, потом попробовал было отворить имевшимися при нем отмычками запертый ящик стола, но, потерпев неудачу, отошел от него. Ну-с, на сегодня довольно, произнес он, подходя к графине. На прощание я хочу задать вам вопрос. — Я к вашим услугам, — ответила молодая женщина, не упустившая ни единого слова из объяснений Холмса. — Какую фамилию носили вы до замужества? — Пенали Раджева, — ответила графиня. Шерлок Холмс и я удивленно взглянули на нее. — Странная фамилия, — пробормотал Холмс. — Неужели же, нося с графом разные фамилии, вы до его письма не могли догадаться, что он вам не отец? — В этом-то и комизм, произнесла графиня. Я была чересчур наивна и никогда не слыхала, чтобы графа называли по фамилии. Я думала, что ношу с ним одну фамилию. Ученицы ничего не знали, а начальница вероятно знала, но ничего не говорила. — Ага, — сказал в полголоса Холмс и простился. Глава восьмая От графини мы прошли на Болховскую улицу, наняли в одной из гостиниц помещение и Холмс, спросив письменные принадлежности, сел писать какие-то письма. Окончив их, он сходил на почту и, вернувшись назад, обратился ко мне. — Сегодня, да и все эти дни, нам предстоит ночная работа, дорогой Ватсон. Надеюсь, вы не откажетесь сопровождать меня, хотя бы только ради того, чтобы быть свидетелем при раскрытии одного из самых таинственных убийств. Что касается меня, то это доставит мне величайшее удовольствие, ответил я. — Прекрасно, кивнул Холмс, а пока мы должны во что бы то ни стало найти такую читальню или библиотеку, в которой не только выписывают английские газеты, но и хранят их. Мы вышли из гостиницы и принялись за поиски. Но куда бы мы ни приходили, всюду или совершенно не выписывали английских газет, или таковые имелись лишь за последний год, а в лучшем случае за два года. Холмс приходил в отчаяние. Но вот в одной из библиотек нам посоветовали обратиться к некоему Девлею, старому англичанину, проведшему почти всю жизнь в Орле. Раньше он был химиком, а затем открыл в Орле химическую красильню, дававшую ему хороший доход. Узнав адрес красильни, мы направились туда, и вскоре без всяких церемоний и к величайшей радости мистера Девлея познакомились с ним. Узнав о нашей нужде, старик Девлей самодовольно кивнул. О, в перечитывании наших старых газет я нахожу себе утешение в этой варварской стране, произнес он с гордостью. Таймс я выписываю в продолжении двадцати восьми лет, и до сих пор у меня не пропало ни одного листа. Квартира мистера Девлея помещалась в одном дворе с красильней. Он провел нас туда, представил своей жене и приказал подать старые газеты. Каждый год у него был собран в отдельную папку и тщательно подкреплен по номерам, что значительно облегчало работу по розыску нужной статьи. Слегка подумав, Холмс потребовал номера, вышедшие девятнадцать, двадцать, и двадцать один год тому назад. В это время любезный хозяин приказал подать бутылочку виски и содовую воду, и пока Холмс, уткнувшись носом в порыжелые газеты, углубился в их чтение, мы занялись любимым английским напитком. Прошло более часа. Но вот Шерлок Холмс вдруг радостно стукнул ладонью по кипи газет. «Так и есть!» воскликнул он радостно. «А ну-ка, дорогой Ватсон, пойдите сюда, я покажу вам прелюбопытную штучку, несмотря на то, что газете этой лет двадцать». я подскочил к нему. «Как вы думаете, милейший доктор, кто могла бы быть наша красавица клиентка?» «Графиня?» спросил я, страшно заинтересованный. «Да». «Но откуда же я могу знать это?» «Я, пожалуй, удивлен на плечами». «Вы, конечно, скажете, нищая мулатка, приемыш графа». «Конечно». Шерлок Холмс загадочно улыбнулся. «Думать так большая ошибка», ответил он. «Представьте себе, Ватсон, что у себя на родине она была много знатнее и богаче, нежели здесь, несмотря на титул графини и состояние графа». «Черт меня возьми, если я понимаю хоть что-либо из этой чепухи!» воскликнул я. «А между тем это открытие я сделал очень просто», невозмутимо проговорил Холмс. «Неужели же Ватсон в рассказе графини о своем происхождении вы не чувствовали натяжки и больших недомолвок?» «Конечно, чувствовал», признался я. «Но что же может сказать женщина, сама не знающая о себе ничего и говорящая о своем прошлом лишь со слов другого?» «Вы совершенно правы», согласился Холмс. «Но не значит ли это, что человек, сообщивший ей о ее прошлом, лгал?» «Если бы он не лгал, его рассказ не страдал бы подобными дефектами». «Вот тот и есть». Слушая рассказ графини, я сразу обратил внимание на это, но самое сильное сомнение запало мне в голову лишь тогда, когда она произнесла свою девичью фамилию Бенали Раджева. «Не правда ли странно давать такое имя ребенку, которого вывозят в Россию, крестят и собираются воспитывать?» «Но кроме того, эта фамилия не вымышлена. Я слишком хорошо помню имя, прославившееся в свое время в Индии, и вот теперь я нашел его снова. Слушайте-ка, что я прочту вам из давно забытых времен». Холмс поднес к глазам порыжелый газетный лист и прочел. Телеграмма из колоний. Индия, Бамбей. Туземское население страшно взволновано невероятно дерзкой кражей, имевшей место недалеко от Бамбея во дворце местного раджи Бен-Али. Славящийся своим богатством и влиянием на население, всеми уважаемый раджа Бен-Али в день совершения преступления выехал на охоту, оставив свою годовалую дочь Иру дома. Раджа Бен-Али, красавец собою и женат на англичанке из очень хорошей семьи. Благодаря этому маленькая Ирра вышла цветом кожи более похожей на европейскую девушку, нежели на индианку. Ирра единственная дочь у Раджи и родители боготворили ее. Когда Бен-Али уезжал на охоту, Ирра вместе с нянькой гуляла в окрестностях замка. Видя, что нянька с ребенком долго не возвращаются, во дворце встревожились, за нянькой послали людей и вскоре ее нашли недалеко от дороги мертвой, сколотой раной в груди. Ребенок исчез. Поднялась страшная тревога, тысячи конных и пеших были разосланы во все концы, но поиски не увенчались успехом, Ирра исчезла. Приехавший Раджа удвоил поиски, назначив крупную награду тому, кто найдет ребенка, но и это не имело успеха. Английская полиция также поставлена на ноги. Окончив чтение, Шерлок Холмс опустил на колени газетный лист и посмотрел на меня. Я был сильно взволнован. И вы думаете, начал было я, но Холмс перебил меня. Дочь Раджа Бенали, маленькая Ирра, похищенная двадцать лет тому назад близ Бомбея, найдена. Единственная наследница одного из самых богатых людей Индии стала русской графиней. Холмс умолк и глубоко задумался. Да, дорогой Ватсон, в этом деле надо действовать с величайшей осторожностью. С жизнью молодой женщины связана тайна, разрешить которую наша задача. Просидев у мистера Девлия около получаса, мы простились с радушным хозяином и ушли. Глава девятая Но домой мы не пошли. Выйдя на улицу, Холмс остановился в раздумье. Прежде всего, нам нужно подкрепить свои силы хорошим куском Ростбифа или чего-нибудь другого, произнес он. Пойдемте же, Ватсон, в ресторан, а то скоро уже настанет вечер. Мы зашли в один из ресторанов, заказали себе холодный Ростбиф и жареную курицу с рисом. Когда наш аппетит был удовлетворен, Холмс обратился ко мне. Вас, дорогой Ватсон, я попрошу подежурить всю сегодняшнюю ночь в доме графини. Не говорите ей ничего о нашем открытии и зорко следите за улицей и двором. Я же отправлюсь на кладбище и завтра утром приду к графине. При слуге она должна сказать, что вы близкий родственник ее мужа, приехавший из какого-нибудь другого города. Мы расстались. Я сделал все, как было мне сказано Холмсу. Почему-то мне казалось, что за графиней кто-то следит, и я посоветовал ей на время переменить спальню, выбрав для себя комнату в противоположном конце квартиры. Она послушалась моего совета и устроилась в небольшой гостиной, имевшей ход лишь во вторую гостиную. В одиннадцать часов вечера молодая женщина легла спать, а я, потушив в доме огни и осмотрев запоры, остался дежурить. Сняв ботинки, я неслышно скользил из одной комнаты в другую, зорко наблюдая за двором и улицей. Во дворе, кроме меня, были и другие сторожа. Это были две огромные овчарки, способные задушить медведя. Днем они сидели на цепи, а ночью их выпускали на волю, и они не давали проходу не только чужим, но даже своим людям, всем, кроме графа-графиней кухарки, которая кормила их, и которой поручалось сажать их на цепь и спускать на волю. Долго ходил я из одной комнаты в другую, тщательно стараясь увидеть что-нибудь подозрительное. Улица была как улица, запоздалые прохожие изредка нарушали мертвую тишину, и, наконец, стало совсем тихо. Потом начало светать. Тогда по улице потянулись деревенские телеги, направлявшиеся к базару, и когда наступило утро, город принял свой обычный вид. В восемь часов за мной зашел Холмс. По его лицу было видно, что он лишь потерял даром время. Узнав, что и я ничего не видел, он заявил, что, несмотря на неудачу, ни за что не откажется от своего первоначального плана, и предложил пойти в гостиницу вздремнуть. Я не стану описывать следующие четыре дня. Все они походили один на другой и ничем не разнообразились. Холмс день и ночь проводил на кладбище, а я в квартире графини, которая по совету Шерлока Холмса никуда решительно не выходила из дому, ограничиваясь лишь прогулками по двору. Глава десятая Настала суббота. Это был пятый день наших бессменных дежурств. Я чувствовал себя таки порядочно усталым. Приближался вечер, и я, спавший в продолжении всех этих дней лишь урывками, с неудовольствием подумывал о предстоящей бессонной ночи. К тому же и молодой графине, казалось, начинали надоедать наши безрезультатные поиски. Уже неоднократно она насмешливо выражала сомнения в гениальности Шерлока Холмса, а в голосе ее все более слышались нотки досады. Этот вечер она просидела за чтением какого-то французского романа и рано ушла в свою спальню. Я уж совсем было собрался тушить огонь, как вдруг услышал ее голос. «Мистер Ватсон, мистер Ватсон!» взволнованно кричала молодая женщина. Я поспешил на зов и вошел в гостиную, примыкавшую к ее спальне. Она стояла посреди комнаты, бледная и дрожащая, одетая в светло-голубой капот, наброшенный, видимо, наскоро. «Что случилось?» спросил я. «Вы были у меня в спальне?» спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Зачем?» удивился я. «И мистер Шерлок Холмс тоже не был?» снова спросила она. Я пожал плечами. «Мистер Шерлок Холмс заходил в ваш дом сегодня рано утром, когда еще только начинало расцветать, но он лишь сказал мне несколько слов и сейчас же удалился», ответил я. «И никто?» «Решительно никто не входил в дом из посторонних?» «Это я утверждаю». Она подняла свою красивую руку и протянула мне небольшой распечатанный конверт. «В таком случае не можете ли вы объяснить, что значит это письмо и как оно попало на подушку моей постели?» Я с недоумением взял в руки протянутое мне письмо. Адрес на конверте был напечатан на пишущей машинке. «Рафиня», писал неизвестный автор, «хотя вы меня и не знаете, но я вам друг. Некоторые обстоятельства в силу доверия ко мне вашего мужа впутали меня в тайну вашей фамилии. Заклинаю вас всем святым для вас послушаться меня. Вам грозит страшная опасность. Не выходите из дома ни на шаг, не выходите даже во двор и себе оружие. На всякий случай остерегайтесь даже прислуги. Я знаю, что какой-то сыщик поселился у вас в доме. Передайте ему, чтобы он держал себя осторожнее и не так откровенно показывался бы в окнах. Наблюдать и стеречь вас он может при потушенных огнях и опущенных портьерах. Мужайтесь, все идет к лучшему. Ваш доброжелатель». Не успел я открыть рот, чтобы промолвить слово, как вдруг вздрогнул всем телом, услыхав шум за своей спиной. Графиня громко вскрикнула и схватилась за стул. Быстро обернувшись, я увидел стоящего в дверях Шерлока Холмса, смотревшего на нас с нескрываемым весельем. «Господи, как вы напугали меня!» воскликнула графиня, разглядев и узнав наконец знаменитого сыщика. «Простите, но очень важное обстоятельство заставило меня войти в дом без звонка», ответил тот. «Но каким образом вы могли проникнуть сюда?» удивилась графиня. «Для этого не надо обладать особым искусством», ответил Холмс, пожимая плечами. «Мой приятель, доктор Ватсон, совершенно не обладает талантом сыщика. Он сторожит дом и в то же время оставляет в коридоре открытым окно, через которое не представляет никакого труда забраться в дом с улицы». Я сконфуженно молчал. Глава одиннадцатая «Ну вот», воскликнула графиня, «теперь, по крайней мере, я узнала, кто приходил сегодня ко мне в дом и подкинул на подушку письмо. Вы сделали это мастерски, мистер Холмс». На лице Шарлока Холмса изобразилось непритворное удивление. «Вы, кажется, намекаете на то, что я был здесь и подкинул вам письмо?» спросил он. «Разве не были?» насмешливо спросила графиня. «Нельзя ли мне взглянуть на письмо?» серьезно произнес сыщик. Я подал письмо. Холмс внимательно просмотрел его от первой до последней строчки, потом взглянул на него в увеличительное стекло и зачем-то даже лизнул языком. Я и графиня с любопытством наблюдали за ним. «Человек, писавший это письмо, плакал над ним», произнес он неожиданно. «Мы не успели разобраться еще в этой фразе, как вдруг Шерлок Холмс пристально взглянул на графиню и медленно произнес «Это письмо писал ваш муж». Громкий крик вырвался из груди молодой женщины, и если бы я не поспел вовремя, чтобы поддержать ее, она упала бы на пол. Потребовалось несколько минут, чтобы привести в чувство графиню. Первое, о чем она спросила, как только пришла в себя, было «Мой муж?» «Боже мой, ради Бога, объясните скорее, что вы хотите этим сказать?» «Не более и не менее, как то, что он жив, и никто не разрезал его на куски», проговорил Холмс отчетливо. Прижав руку к сердцу, графиня вскочила с места и судорожно схватила сыщика за руку. «Не может быть! Ради Бога, договорите же, наконец! Прежде всего, успокойтесь и сядьте», посоветовал Холмс. Повинуясь приказанию, графиня в волне не опустилась в кресло. «Итак, слушайте», начал Холмс серьезно. «Я не знаю подробностей, но весь ход событий в общих чертах я расскажу вам безошибочно. Вы, Жеварсон, слушайте и в то же время зорко следите за улицей. Погасите огни и перейдите в столовую. Итак, я начинаю», заговорил он, когда приказание его было исполнено, и я поместился около спущенной портьеры, в то время как он и графиня сели почти рядом со мною. «Я не нахожу, подобно графу, причин скрывать ваше происхождение. Двадцать лет тому назад вы, дочь знаменитого Раджа Бен-Али, будучи годовалой девочкой, были похищены тремя злоумышленниками, в числе которых был и граф». «О-о-о», простонала молодая женщина, «был ли граф злоумышленником или попал в эту компанию случайно, это мы скоро узнаем. Я знаю только то, что граф был связан клятвой с этими двумя людьми, один из которых принадлежал к племени таджидиев». «Конечно, я могу и ошибиться, но, судя по оружию, развешанному в кабинете графа, он имел дело с пиратами, так как топорики на длинных ручках во время рукопашных схваток составляют их любимое оружие». «Боже, боже», зарыдала молодая графиня, «О, не надо так отчаиваться», успокоил ее Шерлок Холмс, «Ведь я высказываю только предположения». «К тому же степень виновности графа совершенно не выяснена, и мне почему-то кажется, что с ним самим случилось в жизни большое горе, которое снимает с него всякую вину. Его сегодняшнее письмо показывает, что он боится за вас и проделывает все эти вещи, потому что хочет вас спасти, но не избежать правосудия, иначе он вспомнил бы сыщика словом ненависти». Надежда и радость послышались в голосе молодой графини, когда она тихо прошептала, «Я в этом уверена, он слишком благороден». «Итак, я продолжаю». Снова тихо заговорил Шерлок Холмс в темноте. «Они, связанные между собою клятвой, похитили вас. Каким образом попали вы именно в руки графа, я не знаю. Но то, что вы находитесь именно у него, возбудило зависть у других, и они решили во что бы то ни стало отнять вас у него. Граф получил, вероятно, письмо с печатью Таджидия, и один из двух компаньонов отыскал его в России. Граф отказался отдать вас, и, приехавший, попросту решился на похищение. Вам тогда было уже девять лет. Но граф счастливо скрылся от него, увезя вас в ту памятную ночь. Прошло семь лет, и граф, давший вам воспитание и сделавший из вас культурную девушку, хотел было возвратить вас отцу, но влюбился. Любовь и боязнь того, что вы не пожелаете отдаться ему, заставили его скрыть от вас тайну. Он женился, решив посетить ваших родителей тогда, когда вы окончательно сживетесь с ним, вовсе не думая об их состоянии. Между тем, он должен был знать, что после вашей пропажи Раджа Бен-Алина значил награду и даже выкуп в десять тысяч фунтов стерлингов сто тысяч рублей тому, кто найдет вас, а через пять лет эта сумма будет удвоена несчастным отцом. Вероятно, возможность получить подобный куш не давала покоя двум остальным, и они не прекращали поисков графа. Граф получил письмо, а затем исчез. Один из невидимых врагов приезжает в Россию, и граф убивает его. — Что вы говорите? воскликнула графиня. — Убивает, заманив в ловушку, продолжал Холмс невозмутимо. Он надел его в свой костюм, убил и положил в корзину, изуродовав лицо и прекрасно зная, что по приметам на ноге и платью труп будет принят за его собственный. Зачем? Очевидно, он рассчитывает, что третий злодей поймается на эту удочку, а смерти графа протрубят газеты, и третий явится сюда, чтобы завладеть вами. Конечно, зная, что граф умер, он не будет так осторожен. ТССССССfor Victoria В это время я, заметив на улице темный силуэт мужчины, ходившего, оглядываясь взад и вперед, по противоположному тротуару. Шерлок Холмс круто оборвал свою речь и кинулся к портьерю. Глава двенадцатая — Ну-с, дорогой Ватсон, удвойте ваше внимание, — шепнул он мне. Насколько позволяла разглядеть темнота, человек, фланировавший напротив дома, был выше среднего роста, стройного и крепкого сложения, одет в легкий костюм, плотно облегающий тело. Тихо пройдя два раза мимо дома графини, он остановился и повернул голову направо, всматриваясь в темноту. Минуты через две из-за поворота улицы выехала фура, употребляемая для перевозки мебели. Не доезжая до дома, она остановилась, от нее отделился человек, подошедший к тому, который стоял на тротуаре. Оба незнакомца сказали, по-видимому, друг другу по нескольку слов, после чего подошедший возвратился к своей фуре, а первый остался на тротуаре. На улице не видно было никого из прохожих. «Смотрите, смотрите!» — шепнул Холмс. «Смотрите на противоположный забор!» Я взглянул в указанном направлении. Темный полукруглый силуэт тихо выползал из-за верхнего края забора. «Кто-то следит за человеком на тротуаре!» — шепнул я. «Да-да!» — ответил Холмс. «Снимайте ботинки на случай, если нам потребуется без шума переменить позицию». Между тем человек на тротуаре осторожно огляделся по сторонам и рысью перебежал улицу, очутившись под соседним с нами окном. Мы замерли неподвижно, прислушиваясь на всякий случай к малейшему шуму и вынув из карманов револьверы. Бедная графиня должна быть сидела ни жива, ни мертва, так как в могильной тишине было слышно даже биение ее сердца. Но вот у соседнего окна послышался легкий режущий звук. «Алмаз!» — шепнул Холмс. Звук повторился несколько раз, и стекло вдруг тихо треснуло. Портьера раздулась от пахнувшего в комнату воздуха, и за окном послышался шорох. Я ясно услышал, что кто-то карабкается на наружный подоконник. Вдруг Холмс нервно дернул меня за рукав. Я быстро взглянул на улицу и увидел силуэт человека, который поднялся почти по пояс над забором. Затем этот силуэт как-то странно изогнулся, замер неподвижно, и громкий выстрел всполошил сонный воздух. Человек на подоконнике громко вскрикнул, и мы услышали, как тело его грузно шлепнулось на тротуар. В ту же секунду Шерлок Холмс быстро открыл окно и, выпрыгнув, бросился прямо к забору. Сознавая, что нельзя оставлять приятеля одного, я кинулся за ним, крикнув на ходу графини, «Зовите людей, свяжите лежащего, если он легко ранен, а за фурой пошлите погоню!» В одну минуту мы перескочили через забор, за которым скрылся убийца. Мы выскочили так быстро, что он не успел отбежать даже до противоположного конца двора, когда мы насели на него. Видя, что бежать невозможно, убийца вдруг остановился, но, к моему удивлению, не направил на нас дуло, а, наоборот, опустил ружье прикладом в землю и гордо ждал нас, по-видимому, не собираясь защищаться. Держа револьвер на готове, Холмс вынул другой рукой из кармана электрический фонарь и направил свет на лицо преступника. Перед нами стоял человек с благородной осанкой и открытым красивым лицом. Он был бледен, как полотно, но смотрел на нас спокойным взглядом человека, сделавшего то, что повелевал ему долг. Так выглядит тот, кто убивает на дуэли своего противника, оскорбившего близкого ему человека или задевшего его честь. — Граф Петр Васильевич Тугаров, я вас арестовываю! — громко и отчетливо произнес Шерлок Холмс, опуская руку с револьвером. — Я повинуюсь вам, — ответил граф, — но я хочу знать, с кем имею дело. — Пожалуйста, — произнес Холмс, — я Шерлок Холмс, а это мой друг, доктор Ватсон. Глаза графа радостно сверкнули. — Я рад, что имею дело именно с вами, — воскликнул он. — Вы поймете меня скорее других. Пойдемте ко мне в дом, и если вы боитесь, то позовите хоть всю полицию. Я прошу вас только выслужить все перед тем, как меня уведут в тюрьму. С этими словами он бросил на землю ружье и револьвер. — Я верю вам, — неожиданно сказал сыщик. — Пойдемте. Что касается полиции, то она явится сама. Мы вышли из соседнего двора и направились к дому графа. Выстрел уже обеспокоил улицу, и где-то мелкой трелью звучал свисток городового. Подойдя к парадной двери, Холмс сильно дернул звонок. — Кто там? — раздался тревожный голос самой графини. — Холмс и Ватсон, — ответил сыщик. Дверь отворилась, и мы вошли в освященную переднюю. Увидав мужа, графиня отпрянула назад и вдруг с громким рыданием бросилась к нему на грудь. А он молча сжимал ее в объятиях, и слезы градом катились из его глаз. Глава тринадцатая Прошло около получаса, пока молодая женщина окончательно успокоилась. — Я исполню свое обещание и сам прошу вас сходить потом за полицией, — произнес наконец граф. — Но где тот человек, в которого я стрелял? — Он тяжело ранен и перенесен в наш дом, — ответила Ирра. — Тем лучше, — кивнул граф. — Пусть же Ирра прежде всех узнает свое прошлое. — Я уже знаю его, — прошептала графиня краснея. — Откуда? — с тревогой спросил он. В нескольких словах Холмс передал весь ход своих изысканий и всего этого дела. — М-м-м, ваша слава слишком мала для вас, — воскликнул пораженный граф. — Но как вы могли убедиться, что в гробу лежу не я? — Очень просто, — ответил Холмс. — Я вырыл ночью труп и примерил к его ноге сапог. Вчера же утром к кладбищенскому сторожу приходил какой-то очень смуглый человек и справлялся, где ваша могила. Я видел его. Он подходил к могиле, чтобы прочесть надпись и убедиться в том, что вы действительно похоронены. Убедившись, он радостно улыбнулся и ушел, а через минуту в зелени кладбища промелькнула и ваша фигура. — Это правда, — серьезно проговорил граф. — Но я возвращаюсь к началу. Чтобы объяснить вам связь между мною и этими двумя людьми, я должен сказать, что, оставшись сиротой семнадцать лет, я отправился путешествовать. Первый год и начало второго прошли для меня благополучно, но в конце второго года, когда я плыл из Калькутты в Америку, на наш пароход напал свирепствовавший в то время в Индийском океане корсар Даудалама. Во время схватки я упал в море. На мое счастье, в море упал и предводитель разбойников, пират Даудалама из племени таджидиев. У него была сильно ранена голова, и он пошел бы ко дну, если бы я, движимый инстинктом жалости к тонувшему, не поддержал его, совершенно не сознавая, что спасаю негодяя. В это время к нам подоспел пиратский баркас, и нас вытащили. За спасение атамана мне была дарована жизнь. Даудалама, живучий как кошка, скоро выздоровел. Он обещал сохранить мне жизнь, но с одним условием — чтобы я поклялся братской клятвой не выдавать его поступков. В противном случае, как было заявлено, меня ждет смерть. Кроме меня был еще один пленный. Это был форменный негодяй, и он сам попросил принять его в состав разбойничьей банды. Что мне было делать? Подумав над своим положением, я решил для отвода глаз исполнить это требование и бежать при первой же возможности. Клятва с надрезом ноги была произнесена. Я, Гаммер, это второй пленник, и Даудалама поклялись в братстве. С тех пор я провел с пиратами два года. К несчастью, мой паспорт был при мне, и пират узнал мою фамилию. Несколько раз нападал он на купеческие корабли, на которых резал всех без исключения, но этого ему было мало. Я присутствовал при битвах, но не принимал в них участия. За мною зорко следили. У Даудаламы был кровный враг. Это был Раджа Бен-Али, повесивший его отца, такого же бандита, как и сын. И вот однажды пират задумал отомстить ему. Дочь свою, маленькую Ирру, Раджа боготворил. Даудалама задумал похитить ее, выманить под видом выкупа у Раджи побольше денег и затем, надругавшись над девочкой, возвратить ее отцу обесчещенной. Желая втянуть меня в преступление, он объявил, что я должен быть его сообщником. Надеясь на побег, я согласился. И вот я, Гаммер и Даудалама отправились в Бомбей. Дальше вы знаете. Но на обратном пути мне ночью удалось бежать, унеся с собой малютку. На простой индийской лодке я плыл с ней двенадцать дней, пока нам не встретился попутный пароход. Выдать же малютку властям мне было, во-первых, негде, а во-вторых, я был уверен, что Даудалама похитил бы ее и второй раз. Поэтому, приехав в Россию, я написал Раджи письмо, чтобы он не беспокоился за малютку. Я хотел вырастить ее и тогда отдать отцу, надеясь, что за это время пират попадет в руки правосудия. Сам же я зорко следил за его проделками. Так было, пока Ире не исполнилось девять лет. Но тут Даудалама каким-то чудом узнал место, где я нахожусь. Вместе с Гаммером он явился в Россию, чтобы похитить маленькую Ирру и осуществить месть. Он предупредил меня грозным письмом, советуя отдать девочку добровольно, но я не ответил. И вот они явились в мою усадьбу, подстерегая девочку как волки. Неосторожно высунувшись из кустов, когда Ира подходила к калитке, Гаммер выдал себя. Я бросился в сад и пустил ему в бок пулю. К несчастью, он успел скрыться, несмотря на рану. И это обстоятельство помогло моему бегству, так как Даудалама, вероятно, не решился оставить раненого товарища. Тогда так никто и не узнал об этом случае. Когда Ира выросла, я хотел отвезти ее к отцу, но влюбился и, с боязни потерять любимую, не открыл ей ее имени. Кроме того, я боялся огласки, а свет приписал бы мне крысные цели, так как Раджа безумно богат. Я думал, что бандит совершенно исчез, как вдруг на мою голову неожиданно обрушился удар. Даудалама снова выследил меня и послал сюда Гаммера. Он написал мне, что если я не отдам Иры, то его месть обрушится на меня, а Ире все равно не миновать позор. Это было второе письмо с печатью Таджидия. Тогда я придумал ловушку для своего врага. Я выехал навстречу Гаммеру в Казань, куда он должен был прибыть, так как ехал через Персию и Кавказ. В Казани мы встретились. Я заявил Гаммеру, что отказываюсь от Иры, попросил его написать Даудаламе об этом и о том, что мы едем за нею в Орел, куда просили приехать и его. Так как у Гаммера был чересчур легкий костюм, я дал ему свой и, заманив в заранее приготовленное место, убил, разрезал и положил в корзину, после чего скрылся. Как я ожидал, так все и вышло. Даудаламу, узнав из газеты моей смерти, ободрился и лишь недоумевал, куда девался Гаммер, но ведь негодяй мог легко попасть в руки полиции. Даудаламу понимал это и перестал беспокоиться. Не рискуя встретить меня, он ходил по городу и готовился увезти Иру совершенно открыто, благодаря чему сегодня и попал под мою пулю. Граф замолк. На улице слышался шум. — А теперь последнее доказательство, — проговорил граф снова. С этими словами он прошел в кабинет и, надавив в одном из инкрустированных угловых шкафов камень, открыл потайной ящик. — Вот мой дневник, — произнес он, подавая Холмсу толстую тетрадь. По почерку и чернилам вы узнаете, что он был написан давным-давно. Вот письма бандита, а вот и мое завещание, сделанное десять лет тому назад, в котором я открываю настоящее имя Ирры и завещаю ей в случае моей смерти все свое состояние. — А теперь, господа, я попрошу передать меня в руки полиции. Графиня, рыдая, упала к ногам мужа, обхватив руками его колени. Мы молча стояли перед ними, не зная, на что решиться. Глава четырнадцатая Прошел месяц. Процесс графа был окончен, ему вынесли оправдательный приговор. Раненый пират волей-неволей признался во всех своих преступлениях и, переднанный английскому правительству, окончил свою жизнь на виселице. Вскоре и Раджа-бен-Али узнал об участи своей дочери. Радости его не было конца. К графу от него приехала пышная депутация, и в сопровождении ее супруги поехали к вновь обретенному отцу графине Ирры. Шерлок Холмс и я получили богатые подарки и долгое время были в переписке с графом и его женой, пока время и другие события не отдалили в нашей памяти это таинственное дело. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загробный гость Глава первая Я только что выпил чашку после обеденного черного кофе в ресторане гостиницы Руфа, когда Шерлок Холмс вошел в зал. Был уже третий день, как мы приехали в Харьков проездом из Севастополя. Собственно говоря, нам совершенно не нужно было заезжать в Харьков, но мы остановились здесь, поскольку были свободны и хотели посмотреть город. Он оказался совершенно неинтересным, и я целые дни проводил у себя в номере за дневником, который начал вести с момента нашего приезда в Россию. В промежутках между работой я ходил в ресторан, понемногу гулял и вообще вел самую праздную жизнь, мало интересуясь городом и его обитателями. Но если я предавался отдыху в полном смысле этого слова, то Холмс вел совершенно иную жизнь. Этот человек, казалось, не мог провести ни одного часа праздно. Он бродил по городу и его окрестностям, изучал народ, знакомился с нравами, завязывал знакомства, как будто ему предстояло провести здесь весь остаток своей жизни. Поэтому мы целыми днями не виделись, и каждый из нас жил своей особой жизнью. Постоянным прогулкам Холмса способствовало и то обстоятельство, что местная полиция, а через нее и весь город, с быстротой у молнии узнал наши имена. И к Холмсу лезли со всех сторон самые разнообразные люди, беспокоившие его разными пустяками или являвшиеся к нему единственно ради праздного любопытства. Отделаться от таких господ можно было только уйдя из дома, а так как мой друг сам очень любил разного рода экскурсии и наблюдения, то полувынужденное постоянное скитание не доставляло ему никакого огорчения. Итак, я только что допил чашку после обеденного кофе, когда Холмс вошел в зал. Заметив меня, он весело улыбнулся и, подойдя к столику, сел рядом со мною. — Вы избрали благую долю, Ватсон, — проговорил он. — Кайфовать — вещь хорошая, и я сожалею, что не обладаю вашим характером. — Вы прямо с прогулки? — спросил я. — Да, — ответил он, указывая кивком на свои запыленные сапоги. Но сегодня мне не удалось отделаться так дешево. Меня все-таки настигли. — Да? Кто же? — полюбопытствовал я. — Один из местных уроженцев. Сравнительно молодой человек. Он настиг меня на восьмой версте от города по дороге в Чугуев. Я хотел было попросить его убираться ко всем чертям и дал ему понять, что мне тягостны разговоры о пустых делах. Но он, несмотря на это, стал рассказывать мне одну приинтересную историю, прося моей помощи, и вскоре так увлек меня, что я совершенно забыл о своем протесте. Прекрасно зная, что пустое дело не заинтересовало бы Холмса, я почувствовал что-то интересное и не мог не высказать свое любопытство. — Мой рассказ вряд ли удовлетворит вас в полной мере, — ответил улыбаясь Холмс. — Будет несравненно лучше, если вы подождете минут десять-пятнадцать. Тот человек, о котором я вам говорил, придет сюда, и так как на ходу я не мог толком расспросить его, то попрошу при вас повторить рассказ. — Прекрасно, — согласился я, — однако я по всему вижу, что вы снова приметесь за работу и обогатите ею еще раз мой дневник. — Весьма вероятно. — Здесь, в Харькове? — Нет, в Москве. — Поэтому, если я соглашусь, то нашему отдыху скоро наступит конец. — О, я знаю, что вы привыкли в таких случаях пользоваться первым попавшимся очередным поездом, — воскликнул я. — Не хотите ли чашечку кофе? — Пожалуй, выпью, — согласился Холмс. — Пообедать я уже успел по пути. Он подозвал лакея и заказал кофе. — Доброго здоровья, мистер Холмс, — раздался вдруг за моей спиной мужской голос. — Вслед за этим к нашему столу подошел мужчина лет двадцати восьми, довольно красивый и румяный блондин чисто русского типа. Поздоровавшись с Холмсом, он вопросительно взглянул на меня. — Мой друг и товарищ доктор Ватсон поспешил отрекомендовать меня Холмс. — Иван Андреевич Серпухов, очень приятно познакомиться, тем более, что я с большим интересом всегда читал ваши мемуары, переведенные на русский язык, — проговорил любезно молодой человек. Мы пожали друг другу руки, и Серпухов занял свободное место за нашим столом. — Итак, вы согласны выслушать меня более подробно, многоуважаемый мистер Холмс? — с оттенком просьбы спросил он. Холмс улыбнулся. — Ваша история не принадлежит к числу обыкновенных, и, признаться, интересует меня, — ответил он, отхлебывая маленькими глотками кофе. — Очень, очень вам благодарен, — с чувством произнес Серпухов. Но, — перебил его Холмс, — мой друг, доктор Ватсон, еще не слыхал ее, да и я, вероятно, упустил много подробностей, а потому мне было бы желательно, чтобы вы рассказали ее с самого начала, не упуская ни малейшей детали. — Ой, я сделаю это с величайшим удовольствием. И, вероятно, не откажетесь выпить с нами по чашечке кофе и рюмочке хорошего коньяку. Серпухов поклонился и заказал себе кофе. Глава вторая Семья наша купеческая, — начал он после небольшой паузы. Отец мой и матушка родились в Харькове. Здесь же и венчались, и только после свадьбы, приблизительно через год, переехали в Москву, где отец открыл свое торговое дело. — Какое именно? — полюбопытствовал Холмс. — Конфетная. — Сначала наша фабрика была маленькая, но с течением времени дела расширились, и к концу жизни отца мы стали уже считаться в Москве богатыми людьми. Семья наша была невелика. Отец Андрей Николаевич, мать Надежда Симоновна, старший брат Александр и я. Александр был старше меня года на четыре, так что, если бы он был жив, ему было бы теперь 33 года. Надо вам сказать, что отец мой был очень религиозен, но мать, как это ни странно, в купеческой среде, была женщиной почти что неверующей, и если исполняла когда-нибудь какие-либо церковные обряды, то единственно по настоянию отца. Про себя могу сказать, что я человек верующий, трезвого образа жизни и люблю работу. С давних пор я интересовался работой отца, постоянно бывал на фабрике, и отец смотрел на меня, как на своего главного помощника. Брат Александр уродился другим. С двадцатилетнего возраста он забросил все дела. Попросту говоря, он был кутилой, прогуливал с приятелями ночи напролет и вел самый развратный образ жизни, делая долги и постоянно надоедая отцу и матери просьбами о деньгах. В отношении религии можно сказать, что он не верил ни в черта, ни в кочергу. Серпухов на минуту приостановился, отхлебнул маленький глоток бенедиктина и, запив его кофе, продолжал. Поведение Александра сильно огорчало отца и мать. Сначала мать недолюбливала его за постоянные скандалы и пьенство, а потом просто совершенно охладела и стала смотреть на него, как на наказание судьбы. Александр замечал это, но нисколько не грустил. Проходили годы. Попытка моих родителей женить его и этим, обуздать, не увенчалась успехом, и он продолжал жить, как простой соврас без узды. Чувствуя постоянный недостаток в деньгах, он вечно приставал к родителям с одной и той же просьбой. Выделить его из наследства и отпустить на все четыре стороны. В первое время отец был против этого, но постоянные просьбы Александра, его вечное нытье о деньгах и, наконец, желание матери избавить ее от назойливого сынка взяли вверх. Переговорив с Александром, отец выделил его и взял с него форменную расписку, которая и по сие время хранится у меня. В то время наше богатство состояло из фабрики, оцененной в 225 тысяч, собственного дома у Арбатских ворот стоимостью в 110 тысяч и наличных денег в банке 90 тысяч. Поторговавшись с Александром, отец заявил ему, что если он хочет получить свою долю теперь же, то она будет меньше моей. Александр согласился и получил на свою долю дом, то есть, говорят другими словами, капитал в 110 тысяч. В тот же день отец составил духовное завещание, в котором на случай своей смерти оставил мне фабрику, а матери капитал. — Значит, ваша доля оказалась вдвое больше доли вашего брата, — вставил вопрос Колмс. — Не совсем, — ответил Серпухов. — Доля брата равнялась трем четвертям моей доли. Но одну четверть он уже успел выбрать раньше. Моя же доля была определена на четверть больше, потому что я, во-первых, был всегда при деле, а во-вторых, тратил на себя очень мало денег. — А ваша матушка, — спросил Колмс, — ей досталось лишь то, что она принесла с собой в преданное. Она любила широкую жизнь. Наоборот, она была очень скупа. Это-то и было главной причиной ее раздоров с Александром. Дальше. Спустя три года после раздела, то есть пять лет тому назад, отец мой простудился и умер, а мы с матерью получили каждой свою часть. В продолжении этих трех лет Александр заходил к нам два раза и третий раз пришел лишь для того, чтобы проводить прах отца на кладбище. За три года он успел так сильно расшатать свое состояние, что от него оставались лишь крохи. Вскоре после смерти отца дом брата был продан с молотка, и из вырученных от продажи денег ему досталось за уплатой банковского и других долгов девять тысяч. Так прошел еще год. Наступил день именин мамаши. Как сейчас помню, рано утром я сходил на фабрику, отдал кое-какие распоряжения, сказал главному управляющему, что больше не приду в этот день, и к двенадцати часам дня возвратился домой. Гости еще не собрались, но, к моему величайшему удивлению, я застал у матери брата Александра. Но мое удивление стало еще больше, когда я увидел его подарок. Это был огромный образ святого Александра Невского, писанный масляными красками. Фигура святого была изображена в натуральный человеческий рост, а вместе с рамой занимала площадь сожжения полторы в вышину и аршина два в ширину. Подобный подарок со стороны совершенно неверующего человека, женщине маловерующей, был прям-таки несуразным. Но еще больше удивился я, услыхав разглагольствование Александра. В этот день он казался каким-то задумчивым, все время говорил о своих грехах, о Боге, о том, что чувствует приближение смерти и тому подобных вещах. Признаюсь, в первые минуты я подумал, что он или рехнулся, или допился до белой горячки. Однако, присмотревшись к нему поближе, я заметил, что он не пьян и говорит совершенно серьезно. Мать, видимо, тоже была поражена подарком. Александр просил только об одной милости, чтобы она поставила этот образ против своей кровати у себя в спальне и настойчиво требовал, чтобы мать исполнила его просьбу, если не при его жизни, то хотя бы после смерти. Получив на это обещание, он, видимо, успокоился. Я и мать прекрасно знали, что денежные дела его очень плохи, что последние средства он уже промотал и живет сейчас лишь мелкими займами, но он, просидев у нас полдня, не заикнулся даже о деньгах и ушел, очень нежно простившись с матерью и со мной. С тех пор он не показывался к нам. С стороной я наводил о нем справки и узнал, что последние месяцы он живет в двух меблированных комнатах, ведет очень уединенную жизнь и его часто видят молящимся. Через два месяца после именин матери мы вдруг получили неожиданное известие, что Александр скончался. Это было десять месяцев тому назад, и смерть его поразила нас как грома, тем более, что Александр был очень здоров и никогда не хворал. Его тело перенесли к нам. Между его вещами мы нашли запечатанный конверт. В коротком письме он делал кое-какие распоряжения на случай смерти. В нем он писал, что чувствует ее приближение и просит похоронить себя на Преображенском кладбище в склепе, устроенном им еще при жизни, на заранее купленном месте. Тут же в пакете лежала эквитанция на купленное место. Прочитав эту предсмертную просьбу, мы с матерью исполнили ее в точности. Брат Александр был похоронен на Преображенском кладбище в маленьком чистеньком склепе, а образ, подаренный им матери, был поставлен в указанном месте. Смерть брата оказалась роковой для моей матери и отчасти для меня. — Каким образом? — спросил Холмс, внимательно слушавший до сих пор рассказ Серпухова. Серпухов удивленно развел руками. — Не могу точно определить. — Из-за этого я к вам и обращаюсь, — ответил он. — Дело в том, что с этого времени все в нашем доме стало вверх дном. Со дня смерти Александра прошел месяц. И вот однажды утром выходит мать к чаю, смотрю, она сама не своя. Крестится, шепчет молитвы, заговаривает о грехах и о том, что деньги даны на то, чтобы посредством их делать угодное Богу. — Что, думаю, за притча? — Точь в точь, как с братом Александром перед смертью. В тот день я этого не понял, но меня поразило совсем другое. Вспомнив по какому-то поводу Александра, я заговорил о его беспутной жизни. Вдруг вижу. Мамаша побледнела. — Не говори, не говори про него худого! — воскликнула она, крестясь. — Он святой! Я так и подскочил на стуле от неожиданности. — Что вы, говорю, матушка, богохульствуете? — Нет-нет, — отвечает. — Ты ничего не знаешь, а я знаю. Все ему прощено, и стал он ныне угодником Божиим. Мне откровение было. — Когда? — Сегодня. — Что же это за откровение вам было? — спрашиваю. — Не могу сказать, — отвечает. Как не бился я с ней, так и не сказала она ничего путного. Признаться, я тогда же подумал, что мамаша рехнулась, да и теперь думаю, что у нее в голове чего-то не хватает. С той поры старуха совсем переменилась. Она стала задумчивой, богомольной, начала на ночь запираться, а днем ездить куда-то. Ну-с, я проследил. Оказывается, ездит каждую неделю в банк и всякий раз вынимает из своих денег то пять, то три, то шесть тысяч. Что за притча? Ведь знаю, что она скупа и денег решительно никуда не тратит. — Зачем же она их берет? Ломал я над этим голову и до сих пор ломаю, но сколько ни бьюсь, ничего не могу придумать. Долго ли продолжалось это состояние, — перебил Холмс. — Черт возьми, оно продолжается и по сие время! — воскликнул с досадой Серпухов. Странные поездки матери в банк продолжались месяца три с половиной подряд. И я воображал, что ей почему-то взбрело на ум, будто банк, хотя и государственный, учреждение ненадежное, и поэтому она перетаскивает деньги домой. Но и здесь опять-таки являлся вопрос. Почему она не взяла денег сразу, а берет их частями? Однако странности на этом не кончились. С месяц тому назад она пришла ко мне и сказала, что у нее ко мне есть серьезная просьба. Мы заперлись в кабинете, и она вдруг объявила, что ей нужны до зарезу пять тысяч. — Ну, у вас же, маменька, есть свой капитал, — удивленно спрашиваю я. Она отрицательно качает головой и говорит с блаженной улыбкой, — я отдала все Богу, если ты и любишь меня, то дашь, они пойдут на добрые дела. Я рот разинул от уявления. Жила на всем готовом, даже процентов не тратила, и вдруг чуть ли не сто тысяч исчезли в три с половиной месяца. — Куда же вы дели весь свой капитал? Ничего не ответила. Показала на образ и замолкла. Только настаивает, чтобы я дал ей денег. — Да зачем, хоть объясните, — спрашиваю. — Для спасения моей души, — говорит. Подумал, подумал и дал. Дней через десять приходит снова. — Опять ей семь тысяч нужно. Стал я уговаривать, расспрашивать. Плачет. — Дал снова. Этаким манером повторялось раз пять. Вижу, что спасение души что-то дорого обходится. Стал выслеживать ее. Ничего не вышло. Никуда не ходит, никого не принимает, никуда денег не тратит, а между тем все берет и берет. Но что самое главное, так это то, что ее слезы и жалобы на нужды в деньгах совершенно искренне и натуральны. Серпухов на минуту замолк и, взглянув на Шерлока Холмса, как-то виновата улыбнулся. — Я знаю, — проговорил он, — что эта история не по вашей специальности, но я думал услышать от вас хоть дельный совет. Я слышал, что вы не только хороший открыватель преступлений, но и прекрасный психолог. О преступлении в данном случае не может быть и речи. Шерлок Холмс задумчиво глядел на свои ногти, но по сдвинутым бровям я догадывался, что мозг его работает. — А что вы сами думаете об этой истории? — спросил он наконец. — Я думаю, что Александр и матушка к концу жизни помешались на спасение своих душ, — ответил задумчиво Серпухов. — Не было ли у вас в роду примеров психических заболеваний сырье предков? — спросил Холмс. — И в особенности по женской линии. — Нет. — А сифилиса? — Нет. Холмс снова задумался. — Отбрасывая в сторону предсмертное поведение вашего брата, — произнес он наконец, — возможно предположить, что ваша матушка стала одержима манией накопления и сокрытия денег от других. Возможно, что все богатство покоится где-нибудь в ее же комнате. — Предполагал я и это, но меня смущает искренность ее просьб и уверений в том, что денег у нее нет, — проговорил Серпухов. — Ведь если продолжать такие выдачи, то скоро придется закрыть фабрику. И так уже дела стали немножечко хуже, и я, не признававший раньше никаких векселей, стал уже прибегать к займам, которые очень вредно отзываются на деле. Между тем мои отказы вызывают такой необыкновенный упадок сил у старухи, что я иногда начинаю опасаться за ее жизнь. — Научите меня, мистер Холмс, что делать. Или, может быть, вы сами сумели бы повлиять на нее? Серпухов остановился и, ожидая ответа, молча теребил полы своего сюртука. Но Холмс, низко опустив голову и весь уйдя в свои таинственные думы, медлил. Наконец он очнулся. — Я желал бы заглянуть к вам, чтобы поговорить с вашей матушкой, — произнес мой друг, и словно про себя добавил. — Вернее всего, что она стала ненормальной из-за предсмертного поведения сына. Что же касается денег, то их она попросту прячет. — Значит, я могу рассчитывать на ваше посещение? — спросил обрадованный Серпухов. — Да, в Харькове мы находимся лишь проездом и так или иначе должны ехать в Москву, куда меня приглашали по одному интересному делу. Если мы выедем завтра, то послезавтра будем уже там. И если вы оставите ваш адрес, я зайду к вам в тот же день. — Я буду вам очень-очень обязан, — воскликнул Серпухов. — Мы можем даже вместе выехать отсюда, к завтрашнему дню, и я покончу со своими делами. — Скажите, — перебил Холмс, — ваша матушка не заговаривается? — Нет. — И кажется, в остальном вполне нормальной. — Вполне. — Говорит ли она о близкой смерти? — Прежде она о ней и не вспоминала, но в последнее время стала часто говорить о своей скорой смерти и о том, что мне уже недолго остается исполнять ее просьбы. — О ее здоровье? — Старуха, видимо, слабеет. Она тоскует, молится, совсем осунулась и все время молчит. Видимо, мысль о смерти угнетает ее. — Делала ли она какие-либо распоряжения на случай смерти? — Да, она купила себе место на кладбище. — А завещание? — Завещание совершенно не нужно, так как я являюсь единственным наследником. — Часто ли она вспоминает покойного сына? — В последнее время она молчит. Но если ей почему-либо приходится вспоминать о нем, то она говорит не иначе, как о святом и называет его Святой Александр. — Благодарю вас. — Это все, что мне хотелось узнать, — проговорил Холмс. — Итак, мы поедем вместе. Серпухов поднялся и ушел, а мы остались одни. — Скорее всего, это тронутые разумом, — произнес Холмс задумчиво. — Впрочем, посмотрим. На свете встречаются разные неожиданности. Глава 3 На следующий день мы выехали из Харькова скорым поездом и через сутки с небольшим были уже в Москве. Заехав на полчаса в большую московскую гостиницу, мы привели в порядок наш туалет и отправились на фабрику Серпухова. Сам Иван Андреевич поехал туда прямо с вокзала и встретил нас дома. Несмотря на то, что он расстался с нами не более часа тому назад, у него был очень расстроенный вид и на вопрос Холмса, все ли в доме благополучно, ответил — не успел приехать, как уже пристало. Вот вынь да положь ей четыре тысячи рублей. Просто хоть продавай фабрику, да беги вон. Он провел нас в гостиную, обставленную очень богато, хотя и безвкусно, и попросил присесть, распорядившись подать сюда кофе. Разговаривая, мы рассматривали виды и альбомы с фотографиями, которыми были завалены столы в гостиной. Сам Иван Андреевич, желая угодить нам, то и дело давал пояснение. — Вот это мой дядя! Это одна знакомая барышня, — указывал он то на одну, то на другую карточку, совершенно не справляясь о том, интересно ли нам смотреть на его дядю или нет. Позевывая, мы пялили глаза то на детей, то на каких-то детей и дам, вынужденные из-за его объяснений смотреть дольше нужного на выцветшие или совершенно неинтересные лица и, кивая головами, мы чали. — Ага, вот как он! — Ах, это ребенок вашей тетки! — и тому подобные бессмысленные фразы. — А это моя матушка! — проговорил Серпухов, заменяя старый альбом новым. Холмс внимательно посмотрел на фотографию. На карточке мы увидели женщину лет пятидесяти пяти с бесцветным лицом и добрыми глазами. Поглядев на нее с минуту, Холмс перевернул страницу. — А вот это мой покойный брат Александр, — сказал Серпухов, указывая на кабинетный портрет. Холмс пододвинулся ближе к альбому, и видно было, что он очень заинтересовался фотографией. Я тоже взглянул на нее. На карточке был изображен довольно молодой мужчина с красивым энергичным лицом и вьющимися светлыми волосами. Его безбородое с пушистыми усами лицо можно было бы назвать даже очень красивым, если бы не слегка прищуренные глаза, смотревшие на смешливое зло, и тонкие губы с едва заметными злыми линиями в уголках рта. Фотография брата Александра, видимо, сильно заинтересовала Шерлока Холмса, так как он рассматривал ее со всех сторон, повернув альбом к свету. — Очень интересная фотография, — проговорил наконец он задумчиво. — Да, брат был красив, — сказал Серпухов. — И странно, — снова словно про себя сказал Холмс, — странно, что с такими характерными чертами он попал в разряд святых. — Вы находите что-нибудь особенное в его лице? — спросил Иван Андреевич. — Да, нахожу, — ответил Холмс и, неожиданно перевернув страницу, переменил разговор. Но альбом, видимо, больше не интересовал его. Кое-как досмотрев до конца, он положил его на стол и обратился к хозяину. — Ваша матушка в настоящее время дома? — Да, но она вышла погулять в сад. Он у нас находится во дворе, и она ежедневно гуляет в два раза по полтора часа. — В таком случае не позволите ли мне взглянуть на ее комнату? — спросил Холмс. — С удовольствием, покорнейше прошу пожаловать. — Следуя за хозяином, мы прошли несколько комнат и, наконец, вошли в небольшую квадратную комнату, выходившую двумя окнами во двор. Она представляла странный контраст со всей обстановкой дома и скорее походила на келью монахини, чем на спальню богатой купчихи. У стены, противоположной двери, стояла односпальная кровать с небольшим ковриком под ножками. В углу рядом с ней небольшой комод, на окнах глухие темные драпировки, шкаф, маленький столик, удобное кресло и два стула. Но что особенно приковывало к себе внимание, так это огромный киот, занимавший не только угол, но и всю противоположную кровать и стену до самой входной двери. Весь угол был занят маленькими и средней величины иконами, а стена — одним огромным образом святого Александра Невского, писанного великолепным мастером масляными красками. Было что-то особенное в нем, и лик святого страшно напоминал чье-то уже виденное мною изображение, но, сколько я не силился припомнить, ничего определенного не приходило мне на память. Окинув комнату внимательным взором, от которого не скрылась бы, казалось, ни одна пылинка, Шерлок Холмс взглянул на этот образ и вдруг застыл, не спуская глаз с лика святого. Он весь погрузился в созерцание, и, когда, наконец, оторвался от образа, на его лице появилась глубокая задумчивость. — Пойдемте, — произнес он рассеянно. — Тут мне больше ничего не нужно. Мы вышли в гостиную, и Серпухов стал нас занимать какими-то рассказами, но Холмс почти не слушал его. Наконец он встал. — Надеюсь, вы исполните мою просьбу, — произнес он, обращаясь к Ивану Андреевичу. — Ну, конечно же, — воскликнул тот оживленно. — Во-первых, до моего разрешения не давайте матери денег, — заговорил Холмс, — но и не отказывайте ей. Скажите, что необходимая ей сумма будет выдана через несколько дней. Затем ни слова не говорите о нашем посещении, не называйте ей наших фамилий и род занятий. Одним словом, не тревожьте старуху и не удивляйтесь, если к вам в дом придут сегодня или завтра два монаха с Афона. — Вероятно, это будете вы, — улыбаясь спросил Серпухов. — Возможно, — ответил Холмс. — И, простившись с хозяином, мы покинули его квартиру. Глава четвертая — Всю дорогу до гостиницы Холмс не проронил ни слова, и лишь когда мы вошли в номер и заперли за собой дверь, обратился ко мне. — Что вы думаете, дорогой Ватсон, обо всей этой истории? — Я пожал плечами. — Продолжаю думать, что старуха стала ненормальной и вполне не согласен с вами, что на нее напала мания утаивать деньги, — ответил я. — А что вы скажете насчет большого образа святого Александра Невского? — Прекрасная работа. — Не напоминает ли он вам лицом кого-нибудь другого? — Действительно напоминает, — сказал я. — Но кого? — Не могу сказать. — Холмс улыбнулся, и мне показалось, что глаза его блеснули странным огоньком. — Вы не ошиблись, дорогой Ватсон, — произнес он, вставая. — Он похож на человека, с которым мы не знакомы, но которого видели. — А именно? — Вспомните фотографию покойного Александра Серпухова. — Я ударил себя ладонью по лбу. — Черт возьми, вы правы! — Воскликнул я, пораженный внезапным открытием. — Только покойник не носил бороды. Поэтому-то сходство образа с покойником и не бросается в глаза с первого взгляда, и поэтому Иван Андреевич не обратил на это особого внимания. К тому же, как это ни странно, святой изображен с опущенными веками, что тоже маскирует сходство. Какая-то тайна кроется в этом образе. Первый вопрос, который невольно приходит на ум — зачем было Александру приказывать художнику изображать святого со своим лицом? — При том, если вы обратили внимание, фигура сделана как раз в натуральную величину, ни больше и ни меньше. — Да, я обратил на это внимание, — ответил я. — Что же следует из этого? — Вывод делать еще слишком рано, — ответил Холмс, — пока мы должны ограничиться одними наблюдениями и затем сделать из них вывод. — Не угодно ли сигару, Ватсон? — В России они не особенно хороши, но с грехом пополам курить можно. Около получаса мы сидели молча, попыхивая сигарами и заняты каждой своими мыслями. — Нам пора, — произнес наконец Холмс, отрываясь от своих дум. — Вы куда-нибудь собираетесь? — спросил я. — Да. Нам надо во что бы то ни стало добыть два монашеских одеяния. Сегодня после обеда мы отправимся в гости к старухе Серпуховой. Накинув пальто, мы вышли из дома на улицу и направились к новым торговым рядам, где купили черного кашемира, четки, кресты и другие принадлежности монашеского костюма. Затем мы зашли к одному из захудалых бедных портных, жившему на краю города в Марьиной роще, и Шерлок Холмс уговорил его за довольно высокую плату прийти к нам в номер со своей швейной машиной. Все трое мы поехали в гостиницу и поднялись в наши смежные номера, соединявшиеся между собой открытой дверью. Не теряя ни минуты, Холмс принялся за дело. Монашеские одежды оказались не очень сложными, и портной быстро скроил две рясы. Машина застучала, и часа через три два монашеских костюма лежали на столе совершенно готовыми. Отпустив портного, мы завернули все нужные для переодевания и грима принадлежности в переметные котомки и вышли из гостиницы. Нам необходимо было отыскать место, где бы мы могли незаметно переодеться. Отдаленные парки в данных случаях годились лучше всего. Подумав немного, мы решили ехать на Курский вокзал. Там мы взяли два билета до Кускова, и через двадцать минут езды были уже на месте. Лес, окружающий эту местность, был достаточно велик, чтобы скрыться ненадолго от посторонних взоров. Через несколько минут мы нашли в самой глубине рощи довольно глубокий овраг и, не теряя времени, принялись за работу. Седые бороды, такие же густые усы и брови и несколько мазков кистью совершенно изменили нашу внешность. А когда мы облачились в скромные черные рясы и надели на головы скуфии, никому бы не пришло в голову, что мы не настоящие монахи. Снятое из себя платье, мы завернули в котомки и возвратились на станцию, скромно потупив глаза, как самые святые отцы церкви. Приехав в город, мы взяли извозчика и приказали вести себя на фабрику Серпухова. Вышедшая на звонок горничная, увидав нас, состроила благочестивое лицо. — Барыня Надежда Симоновна дома? — спросил ее Холмс. — Дома, отцы родные, дома, — ответила горничная, низко кланяясь нам. — Как сказать о вас прикажете? — Со святого Афона, скажи. — Преосвященным епископом послана на святую Русь. — Людей добрых и благочестивых навещаем, беседы ведем, совет да молитву с собою вместе с кусочком животворящего креста Господня носим. — Пожалуйте, батюшка, барыня рада будет вас видеть, — сказала горничная, снова низко кланяясь и зачем-то крестясь. Она проводила нас в маленькую гостиную и исчезла. Приняв самые благочестивые позы, мы сели в кресло, медленно перебирая четки и шевеля беззвучно губами. Минут через пять к нам вышла сама хозяйка, старуха Надежда Симоновна. Ни слова не говоря, она подошла под благословение к Холмсу. Затем, поклонившись нам обоим, она села против на низенькой будуарной кушетки. — Рады вас видеть, отцы святые, — проговорила она тихим голосом. — Прямо с Афона приехали вы сюда или еще путешествовали? — Прямо сюда, — смиренно ответил Холмс. — Потому что в столицах ныне вера больше оскудела, чем в провинции, а потому и нам следует быть больше в таких местах, где Божие слова нужнее. — Старуха сокрушенно кивнула головой. — Правда, правда, — вздохнула она, — и я первая грешница. Ни во что не верила, сколько уж лет, да взглянул на меня наконец всемилостивый Господь и вразумил окаянную. — И стали вы верить, матушка? — спросил Холмс. — Верю, батюшка, — верю, — набожно ответила старуха. — Верю в его неизмеримое милосердие к самому плохому человеку. Она умолкла, задумчиво глядя в угол с образами. Поникнув головами, мы молчали, перебирая четкие. — На сыне своем, Александре, увидела я нескончаемое милосердие Божие, — тихо заговорила старуха. — На сыне? — На нем. — На что уж беспутный был, а вот покаялся в конце жизни и лик святого получил. — Не пойму я, матушка, что говоришь, — удивленно перебил Холмс. — Как же это сын твой в святые попал, и почему тебе ведомо это? Старуха понизила голос, словно открывала нам величайшую тайну. — Является он мне, отцы святые. Лик светлый, хоть и в темноте является, сияние вокруг головы и говорит со мною. — Не во сне ли ты это видишь? — перебил Холмс. — Что ты, что ты? Небось знаю, что не сплю, — запротестовала она. И речи говорит божественные, добрым делам научает, к смерти готовится приказывает, душу мою спасает. — Холмс набожно перекрестился. — Как же он тебе является? — спросил он. — В иконе, батюшка, в той самой иконе, которую перед своей смертью поднес. — Будто оживает она иногда по ночам, и вместо лика святого мой сын объявляется, с образом светлым и радостным. — Как же это так? — Незаметно. Иной раз, когда смотрю долго и днем на лик святого, кажется мне, будто сын мой похож на него. — Только не при жизни был похож, а после. — А уж как заговорит он ночью, так уж тут и не сомневаюсь. И она стала набожно креститься на образа. — А мы к тебе со святыней, — произнес Холмс. — Приложись к ней, делай добрые дела, и пусть благословение Божие будет над тобой и над домом твоим. С этими словами он торжественно открыл небольшой ларец, и к величайшему моему изумлению я увидел внутри него серебряный крест с круглым стеклом посередине, сквозь которое виднелось дерево. — Кусочек животворящего креста принесет благодать дому сему, — молитвенно произнес Холмс. Старуха опустилась на колени и, поклонившись трижды до земли, благоговейно приложилась к импровизированной святыне, сфабрикованной Шерлоком Холмсом. Разговор переменился. Мы заговорили об Афоне, о святых местах, мощах, угодниках и тому подобных вещах. В конце беседы старуха ушла в свою комнату и, возвратившись через несколько минут, подала Холмсу дорогую бриллиантовую брошь. — Нет у меня сейчас денег, — проговорила она печально. — Но вот продайте эту вещь и внесите деньги от меня в монастырь. Пусть помолятся ваши отцы за мою грешную душу. — Да спасет тебя Христос! — произнес Холмс, с глубоким поклоном принимая дар. Посидев еще немного, мы простились со старухой и вышли на улицу. Тем же путем, проехав в Кусково, мы снова переоделись в обыкновенное платье и, как ни в чем не бывало, возвратились в город. Клава пятая Шерлок Холмс все время молчал. Это молчание продолжалось и тогда, когда мы вернулись в нашу гостиницу. Под вечер он ушел из дома, сказав, что хочет немного пройтись и кое-что купить из русских изделий для отправки их в Лондон некоторым хорошим знакомым и брату. Ужинал я один. После ужина, от нечего делать, я попробовал было читать, но, утомленный дневной прогулкой, скоро бросил книгу и задремал, лежа на кушетке. Стук двери разбудил меня. Это вернулся Холмс. Я взглянул на часы и заметил, что часовая стрелка стоит уже на одиннадцати. Посмотрев на Холмса, я увидел, что он очень оживлен и весел. — Вы прекрасно проводите время, дорогой Ватсон, произнес он, улыбаясь. Я от души завидую всем людям, которые способны засыпать в ту же минуту, как только доберутся до кушетки или кровати. И, помолчав, немного произнес. — Я очень рад, что вы хорошо отдохнули. Благодаря этому бессонная ночь не покажется вам такой утомительной. Я удивленно взглянул на него. — Вы, кажется, затеваете сегодня еще что-нибудь? — Вы угадали, — ответил он. — Сегодняшняя ночь должна выяснить многое, и я хочу проверить свои догадки. — Куда же мы отправимся? — На кладбище, — ответил неожиданно Холмс. — Я даже подскочил на кушетке от неожиданности. — Что же нам там делать? — Холмс улыбнулся. — Проверять мои догадки, — произнес он, потешаясь над моим недоумением. — А пока нам не мешает подкрепиться. — Я уже ужинал, — отвечал я. — В таком случае ничто не мешает мне поужинать одному. Он позвонил и приказал подать себе вареные яйца, розбив ветчину и бутылку вина. Пока Лакей ходил за ужином, Холмс не терял даром времени. Порывшись в своем чемодане, он вынул из него большой тяжелый футляр из кожи, пару электрических фонарей, револьверы и кожаный фартук. Затем извлек оттуда же свои отмычки. Сложив все это на столе, он стал ждать ужин, рассматривая в то же время план Москвы. Тысячи вопросов вертелись у меня на языке, но я ничего не спрашивал, прекрасно зная, что Холмс не любит преждевременного любопытства. Когда Лакей внес в номер ужин, мой друг сел за стол и принялся есть с большим аппетитом. Остаток ростбифа и ветчины он тщательно завернул в бумагу и сунул себе в карман. Из этого я заключил, что предстоит долгая ночная работа, во время которой нам не удастся даже урвать часик, чтобы зайти в ресторан. Покончив с ужином, Холмс подал мне заряженный револьвер. — Дорогой Ватсон, нам предстоит через час довольно рискованное дело, и если оно не даст никаких осязательных результатов, русская полиция не погладит нас по голове за него. — Что вы хотите этим сказать? — спросил я, недоумевая. — То, что необходимо, большая осторожность, — ответил он. — Мы будем находиться сегодня на некотором расстоянии друг от друга, и вы, если заметите какую-либо опасность, надеюсь, сумеете предупредить меня. — Выстрелом? — Выстрел — крайнее средство и пригодится только в том случае, если на вас нападут. При этом имейте в виду следующее. Если человек будет идти на вас или мимо вас прямо и беспечно, то с вашей стороны достаточно будет крика. После этого бегите к задней стене, где отзоветесь только на мой зов. Если же вы увидите крадущегося человека, то будьте осторожны и при нападении не останавливайтесь даже перед выстрелом. — Черт возьми! — Это уже верх таинственности! — воскликнул я, да нельзя заинтересованный всеми этими предупреждениями. — Я бы не утерпел и попросил объяснений, если бы Холмс, угадавший мои мысли, не перебил. — Ну, а теперь нам пора! — произнес он с улыбкой и стал надевать пальто. Я последовал его примеру и, захватив с собою все приготовленные Холмсом предметы, мы вышли из гостиницы. Мои часы показывали полночь. Подозвав извозчика, Холмс сторговался и приказал ему ехать на прилегающую к Преображенскому кладбищу улицу. Признаться, я думал, что он хоть тут будет откровеннее, но моим надеждам и на этот раз не суждено было сбыться. Холмс был молчалив и сосредоточен. Черт возьми, я готов был разорваться от злости. До того мне хотелось узнать, зачем мы едем на кладбище. Но я знал, что Холмс ничего не скажет прежде, нежели найдет это нужным, и волей-неволей молчал. Доехав до места, мы отпустили извозчика и пошли пешком. Какое-то странное чувство овладело мною, когда мы подошли к задней стене кладбища. Понимая, что мертвецы не встают, я тем не менее чувствовал, что мною начинает овладевать страх. Темная непроглядная ночь и могильная тишина, царившая на кладбище, как нельзя больше способствовали развитию этого чувства, но Холмс оставался невозмутимым. Дойдя до середины стены, он остановился. — Здесь мы перелезем, — произнес он. — Подержите, Кватсон, вещи. Я влезу первым и помогу вам. С этими словами он передал мне сумку, кожаный футляр и одним прыжком очутился на кладбищенской стене. Через минуту мы находились уже на кладбище. Испотыкаясь о могилы и памятники, пробирались вглубь его, ежеминутно рискуясь вернуть себе шею или разбить голову о каменные плиты и решетки могил. Нервная, неприятная дрожь пробегала по всему моему телу. Я машинально передвигал ноги, нащупывая ими неровности, и, идя с вытянутыми вперед руками, старался не потерять Холмса. Так прошли мы шагов сто. — Вы, Ватсон, останетесь здесь, — произнес вдруг тихо Холмс, останавливаясь на широкой дорожке. — В случае отступления по ней вы дойдете до задней стены, через которую мы перелезли, и подождете меня за ней. — Смотрите в оба и, главным образом, направо. Советую вам быть особенно внимательным к звукам шагов. Мой сигнал — щелканье соловья. Он будет означать благополучное окончание работы. «Итак, до свидания». Проговорив это, он скрылся в темноте, направившись вправо от дорожки. Через минуту смолкли осторожные шаги Холмса, и я остался в отчаянной темноте среди гробового молчания. Я никогда не был суеверным, но тут, сидя на холодной могильной плите, я почувствовал себя отвратительно. Положительно мне казалось, будто кто-то холодный и далекий от этого мира шевелится под каменной плитой. Слух мой был болезненно напряжен, глаза тщетно старались проникнуть сквозь черную пелену ночи. Малейший шорох испугал бы меня в этот момент больше, чем действительная опасность. Глава шестая Но сколько не напрягал я слух, сколько не таращил глаза, ничего подозрительного не заметил. Всюду царила тьма и полнейшая тишина. От могильной плиты несло холодом и сыростью испарений, и мне чудилось, что я ощущаю какой-то странный запах разложения. Минуты проходили за минутами, мучительно долго и однообразно. Вероятно, я просидел на своем посту часа полтора. Вдруг резкое соловьиное щелканье вспугнуло уснувший воздух, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Через минуту короткая трель раздалась совсем близко, и, наконец, прямо передо мной появился темный силуэт Шерлока Холмса. Не говоря ни слова, он направился по дорожке к задней кладбищенской стене, пожатием руки дав мне понять, чтобы я следовал за ним. Однако не успели мы сделать и полусотни шагов, как я споткнулся какой-то корень и плашмя грохнулся на землю, невольно громко вскрикнув от боли и неожиданности. Холмс быстро подхватил меня и, поставив на ноги, тревожно прошептал «Черт возьми, как вы неосторожны! Скорее вперед!» И в ту же минуту откуда-то сбоку раздался громкий и свирепый голос «Ага, черти! Снова забрались! Ну, погодите же!» По аллее раздался топот ног. Мы бросились бежать. Погоня была близка. Не было сомнений, что за нами гонится сторож, принявший нас за кладбищенских мародеров. Как мы не упали на дороге и благополучно добрались до стены, я и до сих пор не могу понять. Знаю только, что страх быть пойманным придал нам такую силу, что мы перелетели через стену словно птицы. Сторож, добежавший до нее, разразился потоком самой отборной руганьи. «Митяй! Федя! Ко мне!» орал он, обращаясь к своим невидимым помощникам. Однако преследовать нас в одиночку он побоялся. Это нас спасло. Пробежав вдоль стены до угла, мы кинулись в темный переулок, прилегающий к кладбищу, и опрометью побежали посреди улицы. На наше счастье здесь не было ни городовых, ни ночных сторожей. Вероятно, все они спали, пользуясь отдаленностью места и отсутствием контроля со стороны начальства. Давненько не бегал я так быстро. Если бы я не обладал такими здоровыми легкими, то упал бы на первых же порах. Пробежав несколько переулков и делая повороты, чтобы сбить с толку возможную погоню, мы остановились лишь тогда, когда легкие окончательно отказались служить нам. Но погони не было слышно. Это успокоило нас, и мы пошли шагом, отыскивая глазами какого-нибудь запоздалого или ночного извозчика, пока наконец не нашли какого-то старика, мирно спавшего в своей пролетке. Встряхнув его как грушу, мы вскочили в пролетку и, не торгуясь, велели ему ехать побыстрее. Обрадованный Возница понесся вскач, и скоро мы были уже вне опасности. Однако окончательно мы успокоились лишь тогда, когда без всяких помех очутились в номере нашей гостиницы. Когда Холмс включил свет, я, взглянув на него, так и ахнул. Он походил на землекопа, только что окончившего свою работу. Сапоги, брюки и пиджак его были сплошь измазаны глиной какой-то известкой. — Можно подумать, что вы сегодня разрывали могилы! — воскликнул я, глядя на него. Против ожидания он промолчал и теперь, ничем не выдав тайны своих сегодняшних похождений на Преображенском кладбище. — Завтра, дорогой Ватсон, вы узнаете все, что вас так сильно интересует! — сказал он, снимая замаранное платье и забираясь под одеяло. — А сегодня мы будем спать! Выругав в душе своего приятеля, я разделся и погасил свет. Я слишком устал, чтобы еще раздумывать над происшедшим, и лишь только завернулся в одеяло, как в ту же минуту уснул самым крепким сном. Уверенность, что на другой день я узнаю все подробности этого таинственного дела, успокоила меня. Глава седьмая — Вставайте, Ватсон, вставайте! — разбудил меня на следующее утро голос Холмса. От вчерашней беготни у меня болели ноги и ломило все тело. Страшно хотелось спать, но интерес к таинственному делу поборол усталость, и я вскочил при первых же звуках голоса моего друга. Холмс, вероятно, проснулся давно, так как на столе уже кипел самовар и лежали теплые калачи, которые мы так полюбили с самого приезда в Москву. Быстро умывшись, я сел пить чай вместе с Холмсом. — Не собираетесь ли вы снова на кладбище? — спросил я его. Холмс, улыбаясь, отрицательно покачал головой. — Нет, сегодняшний день мы проведем с живыми людьми, а ночь покажет нам, что нужно делать, — ответил он. — Значит, одеваться просто? — О да, можете даже надеть сюртук, так как нам придется сначала посетить Ивана Андреевича. Туалет наш занял немного времени, а утренний чай с легкой холодной закуской еще меньше. После этого мы покинули гостиницу и поехали к Серпухову, но не застали его дома. Он был на фабрике, и когда мы заявили, что нам необходимо видеть его безотлагательно, нас провели в большой фабричный корпус и попросили справиться в машинном отделении. Он оказался там и, завидя нас издали, весело махнул рукой. — Ну что? — спросил Серпухов, здороваясь. — Мне говорили уже о посещении моей матушки афонскими монахами. Ха-ха-ха! Ужасно забавно иметь с вами дело. Скажите же, удалось вам, по крайней мере, выяснить душевное состояние старухи. Может быть, вы даже повлияли на нее? — Не знаю, насколько мы повлияли на почтенную Надежду Симоновну, но выяснить ее душевное состояние мне удалось вполне, — ответил Холмс. — И что же? — Пока ничего. Вот если вы разрешите мне сделать еще раз три наблюдения, то я ручаюсь, что избавлю вас навсегда от непосильных трат. — Не может быть, — воскликнул обрадованный Серпухов. — Это так же верно, как то, что я стою перед вами, — отвечал Холмс твердо. — В таком случае я не только позволяю, но умоляю сделать хоть сто двадцать три опыта, — улыбнулся Серпухов. — Первый из них я хотел бы проделать сейчас. — А именно? — Мне необходимо еще раз осмотреть комнату вашей матушки. В прошлый раз мне говорили, что она гуляет в это время, потому мы пришли именно сейчас. — Вы не ошиблись. Она вышла на прогулку в сад минут двадцать тому назад. Следовательно, в вашем распоряжении имеется сорок минут. Старуха пунктуальна, как хронометр. Сказав это, Иван Андреевич подозвал к себе главного управляющего и, дав ему несколько указаний, пригласил нас следовать за собой. Старухи в самом деле не было дома, и мы без всяких препятствий проникли в ее комнату. Как только Холмс вошел в нее, он тотчас же бросился к большому образу, и я заметил, как он впился в него глазами, по-видимому изучая каждую деталь. Он то становился на стул, то опускался на колени, разглядывая в иконе сквозь увеличительное стекло, с которым никогда не расставался каждый квадратный вершок. Судя по тому вниманию, с которым он делал свои наблюдения, и по легким кивкам головы, поиски его должны были дать ожидаемый результат. Провозившись с иконой около двадцати минут, он заглянул за нее. Но она была плотно привинчена к стене, и рассмотреть что-либо за ней не представлялось никакой возможности. Потерпев здесь полнейшую неудачу, Холмс исследовал пол и стены, но, по-видимому, не нашел в них ничего подозрительного. Тогда, поставив стул к окну, он вскочил на него и, вынув из кармана складной нож, прорезал два небольших отверстия в глухих портьерах, подобранных на день к обоим косякам окна. Все это он проделал с быстротой молнии. Я и Серпухов смотрели на его действия с нескрываемым любопытством. Заметив наши взгляды, Холмс улыбнулся. — Все идет своим порядком, — произнес он, слезая со стула. И, обернувшись к Серпухову, добавил. — Первое дело сделано. Теперь я буду просить вас о другом. — Я рад исполнить все, что вы прикажете, — ответил Серпухов. Как только мы вышли из комнаты старухи, Холмс остановился. — Куда выходит та часть стены, к которой прикреплен образ? — спросил он Серпухова. — В маленькую пустую комнату. Прежде в ней помещалась прислуга, но теперь мы всех служащих перевели на другой конец дома. — Можно осмотреть эту комнату? — Конечно. — Капитальная это стена или нет? — Капитальная. — Тем лучше, — серьезно произнес Холмс. Все вместе мы отправились в названную комнату. Она была маленькая и совершенно пустая. Не более четырех оршин в длину и трех в ширину освещалась маленьким оконцем. Став на колени, Холмс принялся тщательно осматривать пол через увеличительное стекло. Проделав это, он принялся за стены. Но по его невозмутимо спокойному лицу мы никак не могли понять, удачны его поиски или нет. Проделав все, что было нужно, Холмс обернулся к Серпухову. — У кого находится ключ от этой комнаты? — У меня. — В таком случае я воспользуюсь этой комнатой на сегодняшнюю ночь. — Вы хотите здесь остаться? — удивился Серпухов. — Да, мы с Ватсоном с удовольствием переночевали бы здесь и чувствовали бы себя совсем хорошо, если бы вы приготовили нам на ночь холодные закуски. — О, непременно! Еще два слова. Никто не должен знать, что мы ночуем здесь. Завтра рано утром вы незаметно выпустите нас. — Прекрасно! — Затем укажите нам путь, которым мы могли бы выбраться отсюда ночью во двор. — Я могу оставить дверь открытой. — Хорошо. Теперь же мы будем до вечера вашими заказчиками. — И, надеюсь, пообедаете у меня, если вы позволите. Разговаривая, мы удалились с этой половины дома и перешли в кабинет Ивана Андреевича. Глава восьмая К обеду вышла и Надежда Симоновна. Иван Андреевич представил нас ей как своих крупных заказчиков, но мадам Серпухова взглянула на нас так, как будто перед ней были не живые люди, а безвоздушное пространство. Обед был не из веселых, и причиной этого было сосредоточенное молчание Надежды Симоновны. Только за жарким она обратилась к сыну с короткой фразой «Ты обещал мне денег. Когда ты дашь их мне?» При этих словах Шерлок Холмс оживился. — О, я думаю, сыновья не должны медлить с удовлетворением требований своих матерей! — произнес он любезно, толкая в то же время ногой Серпухова. Надежда Симоновна взглянула на Холмса с благодарной улыбкой. — Я доставлю вам деньги сегодня, матушка! — быстро проговорил Серпухов, очевидно поняв движение Холмса. — Спасибо, — прошептала старуха, — ведь эти деньги пойдут на спасение наших душ. — Тем лучше, матушка, — отвечал Серпухов. — После обеда я выпишу вам чек на пять тысяч, и вы завтра же получите из банка деньги. Старуха оживилась. Она стала расспрашивать нас о торговле, семейных делах. Говорила сама, и вторая половина обеда прошла много веселее. Потом мы снова удалились в кабинет хозяина под предлогом переговоров о делах и легли немного отдохнуть на кожаных диванах. В семь часов Серпухов разбудил нас. Матушка снова пошла в сад, и сейчас удобный случай забраться незаметно в ту комнату, — проговорила. И, подавая нам довольно объемистый пакет, добавил. — А вот вам, господа, ужин. Здесь вы найдете пару жареных цыплят, пару рябчиков, холодные котлетки, роздвив мяса, хлеб, соль и вино. — Можно подумать, что вы снаряжаете нас в дальнюю экспедицию, — улыбнулся Холмс. — Однако мне хотелось бы получить от вас еще кусочек воска и гумиарабик. — О, это нетрудно, — ответил Серпухов, беря с письменного стола банку с гумиарабиком и доставая из ящика две восковые свечи. — Может быть, этого вам мало? — Вполне достаточно. Теперь мы смело можем отправиться на место. Забрав все принесенное и прихватив с собой для развлечения две газеты, мы вышли из кабинета и, стараясь не попадаться никому на глаза, быстро прошли в маленькую комнату. Пожилав хозяину спокойной ночи, мы заперлись и вынули ключ. Затем Холмс размял воск и тщательно залепил им замочную скважину, приклеив, кроме того, поверх воска к двери кусок полотна. Таким образом окончательно устранилась всякая возможность подглядывать за нами. Другую свечку мы прилепили на пол и зажгли для того, чтобы долгое сидение в темноте не особенно утомило нас. «Теперь, дорогой Ватсон, я потребую от вас абсолютной тишины», — сказал Холмс. «Шорох может выдать наше присутствие и испортить все дело». Я молча кивнул. Разложив около свечи газеты, мы легли на животы и принялись читать, вслушиваясь в то же время в малейший шум. Мы слышали, как возвратилась в свою комнату Надежда Симоновна, слышали, как она куда-то уходила и снова пришла, как она долго возилась. Затем наступила полная тишина. Вероятно, старуха легла спать. Наши часы показывали половину одиннадцатого. Газеты были уже дочитаны и становилось скучно. Так прошло еще около двух часов. Но вдруг до нашего слуха донесся слабый шорох. Сначала он был едва слышен, потом усилился и, наконец, смолк. Не было сомнения, что шорох слышится за стеной, отделяющей нашу комнату от спальни старухи. Я взглянул на Холмса. Он лежал на полу, вытянув шею и глядя в одну точку, весь превратившись в слух, словно гончая собака в стойке. Прошло несколько мгновений. Скрип пружин за стеной показал, что старуха проснулась. Затем до нашего слуха донесся слабый звук голосов. Старуха с кем-то разговаривала. Но что говорила она и другой человек, расслышать не было возможности. — Снимайте сапоги, — прошептал едва слышно Холмс. Оставшись в носках, он подошел к двери, отлепил воск и тряпку и, тщательно запрятав в карманы все вещи, которые могли бы указывать на чье-либо присутствие в этой комнате, осторожно вставил ключ в скважину. Вдруг голоса зазвучали громче. В ту же минуту Холмс повернул ключ и, тихо отворив дверь, выскользнул из комнаты. Мы, словно кошки, прокрались сначала в другую комнату, а затем в третью, вышли во двор и только тут перевели дух. Быстро осмотревшись, Холмс молча указал мне на одно из окон, наглухо завешанное портьерами. По двум слабо светящимся пятнам я сразу догадался, в чем дело. Без сомнения, это была спальня старухи, и свет из нее проникал сквозь два отверстия, прорезанные Холмсом в портьерах. — Вот лестница, — сказал я, заметив ее около сарая. — Чудесно! — воскликнул Холмс. — Сама судьба помогает нам. Давайте, Ватсон! Быстро перебежав через двор, мы схватили лестницу и приставили ее к окну. — За мной, Ватсон! — шепнул Холмс. — Я уверен, что вы увидите сегодня нечто интересное. В одно мгновение мы взобрались наверх, к окну, и припали глазами к двум отверстиям, так предусмотрительно прорезанным Холмсом в драпировке. Но лишь только я взглянул внутрь комнаты, как невольно легкий крик удивления сорвался с моих губ. Я никогда не забуду этого момента, картины которого и по сие время, как живая встает в моей памяти. Будь я хоть немного верующим человеком, я после этого непременно посвятил бы всю свою остальную жизнь Богу. То, что я увидел в комнате старухи, было действительно поразительно. Освещенная странным голубоватым слабым светом комната казалась таинственной и жуткой. Старуха Серпухова в белом капоте стояла на коленях посреди пола с простертыми вперед руками, устремив глаза на большой образ Александра Невского, от которого исходил голубоватый свет, освещавший комнату. Взглянув на образ, я невольно вздрогнул. Лицо святого жило. Правда, вместе с телом оно стояло неподвижно, закованное в оправу, но глаза горели живым огнем, веки моргали и уста тихо шевелились. Думая, что я галлюцинирую, я ущипнул себя за бок и снова взглянул на лицо святого. Да, не было сомнения, оно жило. И не только жило, но и говорило. Старуха спрашивала, а святой отвечал, и от лица его исходил какой-то странный свет. Тонкое светящееся сияние окружало и его голову. Веки святого были приспущены, и он медленно, торжественно говорил. Вдруг густой клуб дыма вырвался откуда-то снизу, по-видимому, из центра, и застлал на мгновение лик святого. И сразу в комнате воцарилась темнота, слегка нарушаемая тусклым светом лампадки. Когда облако дыма разошлось, я снова взглянул на святого. На месте светящегося лига из киота глядело то же самое лицо, но только безжизненное и не светящееся. Лишь старуха Серпухова продолжала стоять на коленях, отбивая по временам земные поклоны. — Скорее назад! — тревожно шепнул Холмс. Мы быстро соскользнули по лестнице, поставили ее на место и юркнули в отворенную дверь. Отсюда на цыпочках прошли в переднюю и сели на пол. Старуха, вероятно, еще не спала, и возвращаться в маленькую комнатку было небезопасно. Сидя в темной передней, я вспоминал последние минуты. Одно ведь лицо! И то живое, то мертвое. Все это казалось мне ужасно странным и похожим на фантастический сон. Прождав с полчаса, Холмс поднялся. Мы прошли в маленький, соседней со спальней старухи, будуар и прислушались. Гробовое молчание царило кругом. Тогда, осторожно ступая по паркету, мы прокрались к маленькой комнате, отперли ее и, войдя в нее, заперлись изнутри. — Теперь, Ватсон, мы можем смело уснуть! — сказал Холмс шепотом. — Не говоря больше ни слова, мы растянулись на полу, и что касается меня, то я скоро уснул, как убитый. Глава девятая Рано утром я проснулся. Холмс был уже за работой. Он сидел на корточках около стены, за которой мы слышали шум, и усиленно ковырялся в ней острой стамеской. Несколько уже вынутых кирпичей лежали перед ним на полу. — Что это вы делаете? — удивленно спросил я. — Как видите, проламываю отверстие, — отвечал он, не прерывая своей работы. — Для чего? — Для сегодняшней ночи. — Вы увидите, как нам пригодится моя работа. Он действовал очень осторожно, не производя ни малейшего шума. Но вот, наконец, за дверью послышались шаги. И голос Ивана Андреевича произнес. — Можете отворять, господа! Отложив инструмент и отряхнувшись, Холмс отпер дверь, и мы вышли из комнаты. — Господи, что это вы здесь делаете? — воскликнул Серпухов, глядя с удивлением на развороченную стену. — Заканчиваем работу, — ответил Холмс, спокойно запирая дверь на ключ. Несколько часов мы провели с Иваном Андреевичем, осмотрели хорошенько фабрику, съездили в город с закожанной сумкой Холмса, в который он хранил укороченные инструменты, лом, лопату, топорик и некоторые мелочи, а к шести часам вечера снова возвратились к Серпухову. Оставшись втроем, мы заперлись в кабинете. — Скажите же, наконец, что вы делаете? — не вытерпев опять спросил Серпухов. — Вы это узнаете сегодня ночью, — невозмутимо ответил Холмс. — Пока же слушайте внимательно, что я вам скажу. Он вынул из портсигара сигару, закурил ее не спеша и, вытянув свои длинные ноги, заговорил. — Сегодняшний день — последний день моей работы, и я попрошу вас не спать и быть наготове. Съездите в сыскное отделение, возьмите хорошего агента, заявив, что он необходим вам по делу, над которым работаю я, Шерлок Холмс, и приезжайте с ним домой. — Вечером вы должны поместиться, по возможности, ближе к той комнатке, и если при вас будет кусок крепкой веревки, это окажется весьма кстати. Старайтесь не шуметь и слушать внимательно. Когда я дам свисток, спешите к нам на помощь. Иметь при себе оружие не помешает, хотя я уверен, что в нем не будет необходимости. Проговорив это, Холмс посмотрел на часы. — Ваша матушка, вероятно, уже вышла на прогулку, а поэтому позаботьтесь, чтобы мы немедленно пробрались на наш пост. — Господи, да что же это совершается в моем доме? — забормотал Серпухов испуганным голосом. — Вы это узнаете через несколько часов. — Пока же я не отвечу ни на один ваш вопрос, — категорически ответил Холмс. Перепуганный не на шутку Серпухов вышел и через минуту возвратился, объявив, что путь свободен. Пожелав хозяину мужественно ждать развязки, мы дошли до места засады и заперлись в маленькой комнате. Положив перед собой часы, чтобы знать, когда старуха Серпухова вернется с прогулки, Холмс вынул инструменты. — Нос, дорогой Ватсон, примемся за работу. Надо сделать так, чтобы толщина стены была не более полукирпича на пространстве приблизительно полутора квадратных оршин. Вооружившись инструментом, мы принялись за дело. Работать было легко и не прошло и получаса, как мы кончили. Теперь в стене получилась огромная пробоина. Она была не сквозная, и от комнаты старухи нас отделял лишь тонкий слой кирпича и обои. Взяв стамески, мы стали обводить этот тонкий пласт просечкой. Сделав это, мы сложили инструменты. Теперь достаточно было легкого нажима, чтобы кирпичи, отделяющие нас от комнаты старухи, рухнули. Засветив электрический фонарь, мы сели у выбоины и стали ждать. Минуты тянулись медленно и тоскливо. Каждые четверть часа я смотрел на часы, отчаянно ругая время. Но вот, наконец, в одиннадцать часов за стеной послышался шорок. Мы явственно расслышали звуки шагов, словно человек осторожно ступал по лестнице. Затаив дыхание, мы замерли. Холмс зажег второй фонарь и подал его мне. — Я пойду первым, — шепнул он, наклоняясь к самому моему уху. — Смотрите в оба и светите. Он снова замолк. Я явственно слышал, как человек за стеной сделал два-три шага и остановился. Минуты полторы все было тихо. Но вот вдруг за стеной прозвучал тихий, торжественный, будто загробный мужской голос. — Встань во имя Господа! В комнате старухи послышался вздох. Затем глухой звук стука колен опал и голос. — Святый отче Александр, святый угодник Божий, помилуй мя грешную! И снова мужской голос зазвучал тихо и повелительно. — Отец небесный по великому милосердию своему посылает тебе указания через меня. Делай добрые дела! Не заботься о себе, ибо час твой скоро пробьет! Старуха забормотала молитвой. — Что сделала ты за эти дни? — спросил голос. — Молилась, отче, молилась! И к смерти готовилась! Пусть Господь примет мою лепту, которую я вложила сегодня в твой святой киот! Там пять ты! Я не расслышал конца слова, так как Холмс вдруг ринулся в выбоину, как бешеный, издав громкий пронзительный свист. Тонкая перегородка рухнула под напором его плеча, и кирпичи с грохотом посыпались в комнату старухи. Я кинулся вслед за Холмсом, держа фонарь впереди. За стеной раздался вопль старухи, мелькнула чья-то высокая фигура. Я увидел, как Холмс бросился, словно разъяренный зверь, и нанес удар незнакомцу. Сцепившись, они покатились по полу, рыча от бешенства и изрыгая проклятие. Проскочив за стену, я увидел, что Холмс душит красивого человека со светящимся лицом и такими же волосами. Растерявшись, я стоял, не зная, что предпринять. Вдруг стальной клинок блеснул в руке светящегося человека. В одно мгновение я понял все и бросился на выручку другу. Это было как раз вовремя. Ленок едва не коснулся бока Холмса, когда я ударом ноги вышеп оружие из рук незнакомца и навалился на него. В этот же момент в пробоину ворвались Серпухов с агентом. Не прошло и минуты, как незнакомец был скручен по рукам и ногам. Но лишь только Серпухов взглянул на связанного, как крик изумления вырвался из его груди. — Мой брат Александр! Неужели это не галлюцинация? — воскликнул он, невольно отшатываясь назад. — Да, Иван Андреевич, это ваш родной брат, — торжественно произнес Холмс, выступая вперед. Мое дело сделано, но для облегчения следствия я хочу рассказать подробно о ходе моих розысков. Александр Серпухов стоял молча, с угрюмым выражением лица, глядя на знаменитого сыщика. — Выйдемте, господа, из этой ниши! — произнес Холмс. Тут только я заметил, что все случившееся происходило в узеньком пространстве ниши, прикрытой со стороны комнаты старухи огромным образом, на котором теперь вместо лика виднелась дыра. Ведя за собой преступника, мы пролезли сначала в маленькую комнату, а оттуда прошли в зал. Глава десятая — Итак, господа, я обещал поделиться с вами моими наблюдениями, — начал Холмс. — Должен сказать, что самый факт мнимого исправления и переход в разряд верующих за взятого кутила не удивил меня. Не поразила меня и его внезапная смерть, но зато, когда я увидел образ, подаренный им матери, мне невольно подумалось, зачем ему было делать святого со своей физиономией. Холмс поднял руку и показал нам кружок с ликом святого, выпавший из образа. — Взгляните и сравните, — заговорил он снова, — ведь этот лик — фотография самого преступника. Убедившись в этом, я понял все, и мне осталось лишь проверить догадку и поймать виновника. Александр Серпухов растратил все свои средства. Он прекрасно знал, что родители не дадут ему больше ни копейки, и решил подействовать на мать иначе. Он притворился раскаившимся, чтобы она впоследствии скорее уверовала в его святость. Затем, заранее изготовив себе склеп и завещание, он принял дозу сока одного из индийских растений, замечательного тем, что тот приводит человека в состоянии литургии дней на пять-десять, в зависимости от дозы. В большом количестве сок этот, безусловно, ядовит. Александр прекрасно знал, что похороны будут согласны его желанию, как оно и случилось. Пробравшись в склеп с помощью отмычки, я поднял верхние плиты и воочию убедился в том, что гроб пуст. Впрочем, я забегаю вперед. Итак, он умер для других и прекрасно вышел из склепа через пять дней после мнимой смерти, вынув несколько кирпичей, нарочно заранее не скрепленных цементом. Затем, вставив обратно кирпичи, он удалился в город и жил по чужому паспорту, который добыл, вероятно, заранее. После воскресенья ему представился очень удобный случай шантажировать свою мать. Зная прекрасное расположение комнат в доме, он без труда пробрался в подвал, заваленный разной рухлядью, откуда вел ход в нишу. Большой образ служил ему прекрасной ширмой, за которой он мог свободно мазать свою физиономию и волосы фосфором. Приняв светящийся вид, он вынимал настоящий лик и просовывал в отверстие свое лицо, остававшееся некоторое время неподвижным, и тогда будил старуху голосом. Конечно, при первом взгляде на образ старуха замечала лишь то, что лик все тот же, но светился. Когда же губы и глаза начинали шевелиться, она уверовала окончательно в чудо спасения и беспрекословно клала в ящик киота требуемые деньги, которые святой требовал от нее как жертву Богу. И, обернувшись к Александру Серпухову, Холмс с улыбкой и спросил, — не правду ли я говорю, дорогой? Вместо ответа преступник кинул на моего друга взгляд полной ненависти. — Ваш взгляд делает мне честь, — произнес Холмс, улыбаясь. И, обернувшись к Ивану Андреевичу, все еще стоявшему в недоумении добавил, — я зайду к вам вечером. А теперь советую отправить куда следует вашего братца и заняться матушкой, которая, вероятно, нуждается в уходе. Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Петр Орловец Неуловимая шайка Глава первая Вы замечаете, дорогой Ватсон, что революционный период в России как нельзя более отразился не столько на интересах обывателей городов и вообще граждан Российской империи, сколько на интересах разного люда, который до этого периода во всяком случае держался вдали от света и более чем осторожно вылезал наружу. — Этого и следовало ожидать, — ответил я. Суматоха революции всегда отвлекает консервативные силы, и в погоне за подавлением революции эти силы совершенно упускают из виду массу темного сброда, живущего грабежом, разбоями, шантажом и тому подобными темными делами. Этот разговор происходил у нас на скамеечке Тверского бульвара, куда мы вышли с Холмсом подышать свежим воздухом. Когда я просматриваю хронику местных газет, я прямо-таки поражаюсь необыкновенным количеством самых дерзких и нахальных грабежей, систематически производящихся в Москве. Казалось бы, при том усиленном штате сыскного отделения, который был введен с момента вспышки революции, преступлением им не было бы места. Однако на деле выходит как раз наоборот. Говоря это, Холмс чертил тростью какие-то каббалистические фигуры на песке, задумчиво глядя на сыскное отделение, против которого как раз мы сидели. — Я думаю, это вполне понятно, — ответил я. Если принять во внимание то, что все усилия сыскной полиции одно время были направлены исключительно на розыски революционных организаций по имку террористов и искание запрещенной литературы. До начала революции революционные организации держались слишком конспиративно, и работа по розыску их была несравненно труднее розыска уголовного. Но за время революции, — перебил Шерлк Холмс, — организации чересчур широко открыли свои карты, действуя почти открыто, благодаря чему дали широкий доступ в свою среду агентам охранного отделения. И эту-то ошибку они не могут исправить и по сие время. Нечего и говорить про то, что в настоящее время дело политического розыска не представляет решительно никакого труда. Но увлечение погоней почти исключительно за политическими сделало то, что самый грязный элемент общества остался почти без надзора. Вы заметьте, кражи в Москве поражают своей систематичностью и необыкновенным нахальством. Зачастую они производятся среди белого дня, в самом центре города. И лишь в редких случаях полиции удается раскрыть преступление тотчас же после его совершения. День был жаркий. На бульваре толпилась масса гуляющих, и в воздухе стояла пыль. Я лично, да и Холмс тоже не любили толпы и предпочитали ей прогулку по более отдаленным местам. Поэтому, когда бульвар почти сплошь уже заполнился народом, мы молча переглянулись и, прекрасно поняв друг друга, покинули нашу скамейку. Разговаривая о пустяках, мы пошли было по страстному бульвару, но тут нас одолела такая толпа хулиганов пропойц, что нам пришлось спасаться на извозчике. — Решительно от этих господ некуда деться, — со злостью произнес Шерлок Холмс. — Вообще, дорогой Ватсон, если сравнить Россию с Англией, придется удивляться очень многому. У нас в Лондоне вы не встретите десятой доли того количества нищих, которое мы видим здесь, хотя подчас количество безработных в Лондоне в несколько раз превышает количество безработных в Москве. Говоря это, он вынул из портсигара сигару и, закурив ее, откинулся на спинку пролетки. Когда город или государство слишком мало заботятся о серой массе и думают лишь о поддержании интересов бюрократии и капиталистического класса, всегда так бывает. Серая масса, остающаяся в загоне, опускается, как камень, пущенный в воду. Между тем ужасная таратайка с железными колесами, на которой мы ехали, остановилась у подъезда большой московской гостиницы. И мы, расплатившись с возницей, имевшим неказистый вид, поднялись к себе в номер. Первое, что бросилось нам в глаза, это был запечатанный конверт, лежавший на письменном столе и положенный нарочно таким образом, чтобы он мог броситься в глаза. «Я уже предугадываю новость», — сказал Шарлок Холмс, распечатывая его и прочитывая письмо. «Книгоиздатель и владелец книжного магазина Максим Васильевич Клюкин приглашает меня и вас, Ватсон, к себе по неотложному делу», — добавил он, окончив чтение письма и снова кладя его на стол. «И вы, конечно, тотчас же отправитесь к нему. Без сомнения. Тем более этот месяц мы с вами ровно ничего не делали, и нам не мешает дать маленькую встряску нашим нервам. Давайте не спеша пообедаем и прогуляемся на Моховую улицу, где помещается его магазин». Переодевшись к обеду, мы сошли вниз и, заняв столик в общем зале ресторана, заказали обед. Глава вторая Часов около пяти дня, выйдя на Думскую площадь, мы свернули на Тверскую и, повернув затем по Моховой, пошли по направлению к зданию университета. «Я почти угадываю то, что нам суждено услышать в магазине», — сказал по пути Холмс. «Если вы обратили внимание на хронику московских газет, то вы, конечно, не упустили из виду описание целого ряда систематических грабежей, произведенных за последний год в наиболее крупных издательских фирмах. Фирма Клюкинада и его магазин, как по числу собственных изданий, так и по количеству и разнообразию имеющегося у него товара, считается одной из крупных в Москве». «Вероятно, он пострадал довольно-таки порядочно», — перебил я. «Но мне странно, что ему пришло в голову обратиться именно к вам». Шерлок Холмс пожал плечами. «Для того, чтобы не удивляться и вполне понять это, вам стоит только припомнить наш сегодняшний разговор на Тверском бульваре». Дом Бенкендорфа, в котором помещался книжный магазин книгоиздателя Клюкина, мы отыскали без всякого труда. «На наш вопрос, можем ли мы видеть хозяина, приказчик указал нам на худощавого шатена средних лет, сидевшего за письменным столом, заваленным грудой у бумаг около одной из витрин. Мы подошли к нему. Я имел честь получить от вас сегодня письмо, адресованное в мой номер большой московской гостиницы», — произнес Шерлок Холмс с поклоном. Издатель сразу сообразил, с кем имеет дело. Пожав нам руки, он попросил нас подождать полминуты и вышел из магазина в заднюю комнату. «Сию минуту придет мой сын, и я попросил бы вас подождать его прихода», — произнес он, возвращаясь назад. «Здесь говорить не совсем удобно о таких вещах. Если вы позволите, мы удалимся в другое место, где вы узнаете подробно все то, для чего я вас просил приехать сюда». Холмс молча поклонился. Через 2-3 минуты в магазин действительно вошел юноша в форме одного из учебных заведений, и Максим Васильевич, передав ему ключи, попросил нас следовать за собой. Пройдя по Маховой несколько сот шагов, мы вслед за Клюкиным вошли в трактир Петергоф и, поднявшись по лестнице, направились в коридор, в котором помещались отдельные кабинеты. Пройдя несколько дверей, мы вошли в один из больших кабинетов, в котором, к нашему большому удивлению, застали довольно многочисленное общество. При нашем входе некоторые из них встали и подошли к нам навстречу. Господин Клюкин представлял нас по очереди. Я не помню всех фамилий, но из названных фамилий запомнил только фамилии Ефимова, Карбасникова, Суворина и других. Как оказалось, все собравшиеся были или книгоиздатели, или владельцы крупных книжных магазинов. Обменявшись первыми приветствиями, Шерлок Холмс попросил господина Клюкина приступить к делу, не теряя времени. Видите ли, в чем дело, начал Максим Васильевич. В данном случае я говорю от имени всех и по общей просьбе присутствующих здесь моих коллег. Перед собой вы видите десять книгоиздателей и владельцев магазинов, у которых за последний год систематически пропадали довольно порядочные партии книг. Мы все усиленно разыскивали их, но до сих пор наши труды не могли увенчаться успехом. Случайно мы узнали о вашем пребывании в Москве и решили попытать счастье, обратившись к вам за помощью. — Я к вашим услугам, — произнес Холмс. — Видите ли, — начал Клюкин, — как я вам уже и говорил, мы не имеем ни против кого прямых улик. Однако кое-какие соображения заставляют нас подозревать нескольких мелких владельцев книжных магазинов в том, что они именно и занимаются скупкой краденого у нас товара. Кто производил кражу и каким образом, для нас пока остается неясным, но с нашей стороны мы можем вам назвать лишь десяток фамилий тех людей, на которых будет небесполезно обратить особое внимание. — Вы мне разрешите записать эти фамилии? — спросил Холмс, вынимая записную книжку. — Пожалуйста, — ответил Клюкин. Говоря о это, Клюкин продиктовал Холмсу несколько фамилий владельцев книжных магазинов в разных частях города с указанием их точных адресов. — И это все данные, которые вы мне даете? — спросил Холмс. — К сожалению, да, — ответил книгоиздатель. — Еще один вопрос. Я вас слушаю. — Вы продаете ваши издания в совершенно готовом виде? — Конечно. — Было бы странно, если бы мы продавали их иначе, — ответил удивленно книгоиздатель. Поговорив еще о разных мелких деталях и тщательно записав адреса ограбленных магазинов, мы простились с обществом и покинули ресторан. Глава третья Весь остаток дня и вечер Холмс провел закропотливой работой над справочной книгой, постоянно спускаясь вниз для того, чтобы говорить по телефону. Одновременно с этим он позвал посыльного и приказал ему экстренно заказать в одной из типографий особые бланки, в углах которых должно было быть напечатано «Иван Иванович Сергеев», книгоиздатель. Рано утром на следующий день бланки были готовы и нам принесли их из типографии. Снова для Холмса началась телефонная работа. Совместно со мною были наведены справки у всех виденных вчера книгоиздателей о том, что именно издавалось каждому из них и какой товар преимущественно находился у них в складах в период грабежей. Через несколько часов работы в наших руках очутился довольно солидный список. «Ну а теперь, Ватсон, мы можем приняться и за фактическую работу», — решительным голосом произнес Шерлок Холмс. «Сидя за письменным столом, мы разделили между собой те книжные магазины, на которые указали нам книгоиздатели, как на подозрительные. На каждого из нас пришлось по четыре магазина. Переписав в двух экземплярах составленные списки, мы взяли себе каждый по одному из них». Надо заметить, что по просьбе Шерлока Холмса ограбленные книгоиздатели самым точным образом сообщили нам, какое количество и каких книг покупалось у них от имени подозрительных фирм. Цифры эти не отличались особенной величиной. Обыкновенно покупка каждого произведения балансировала между одним и тремя экземплярами. «Имейте в виду, дорогой Ватсон», — произнес Шерлок Холмс, — «что нам придется обойти все магазины и спрашивать именно те книги, которые значатся в нашем списке пропавшими. При этом, само собой разумеется, для более скорого выяснения придется спрашивать каждую книгу в таком количестве, чтобы оно превышало количество купленных фирмою экземпляров». Я прекрасно понял мысль Холмса. Действительно, только таким способом можно было напасть хоть на какой-нибудь след. Однако и тут могла случиться ошибка, и я не утерпел, чтобы не заметить это Холмсу. Ведь может же случиться, что, несмотря на отсутствие требуемого товара, фирма скажет, что он у нее есть, и в пятиминутный срок доставит его нам в нужном количестве, послав какого-нибудь мальчишку к соответствующему издателю, — сказал я. — Конечно, — ответил Холмс, — ваше предположение более чем вероятно. Но в таком случае мы всегда сможем узнать по телефону у самих издателей, прибегал ли к нему посыльный, от кого, сколько и каких экземпляров было потребовано. — Вы совершенно правы. — Не мог не согласиться я с ним. — А в таком случае нам не следует терять даром времени, — произнес Холмс, берясь за шляпу. Через несколько минут мы вышли из гостиницы, и каждый из нас пошел по своему маршруту. Надо было торопиться, так как день незаметно уже подходил к концу, и через два часа магазины должны были закрыться. Обойдя четыре магазина, я вернулся назад усталый и злой, не достигнув никакого результата. Во всех четырех магазинах на мое требование отвечали или полным отказом, или предлагали мне гораздо меньшее количество имеющегося в наличности товара, отговариваясь, впрочем, что если я подожду, то товар будет доставлен в самом непродолжительном времени. При этом владельцы магазина, в котором я рекомендовался как человек, желающий открыть свое собственное книжное дело, старательно уверяли меня в том, что хотя они и достанут требуемый мне товар от тех же издателей, от которых придется доставать и мне, я не потеряю ни одного гроша, так как они, как старые заказчики, имеют больший процент скидки и отдадут мне товар, оставив для себя небольшую прибыль по той самой цене, по которой я получил бы его непосредственно от самих издателей. Несмотря на все мои ухищрения, я не мог найти ровно ничего подозрительного или такого, что могло бы пролить хоть самый тусклый свет на дело. Обозленный неудачей я воротился в свой номер и, сбросив сюртук, лег на кушетку, поджидая Холмса. Стемнело. Часов в восемь вернулся Шерлок Холмс. Он вошел в комнату бодрой походкой, и по лицу его я сразу заметил, что он доволен исходом своей экскурсии. «Глаза и лицо человека — зеркало его души», — произнес он с улыбкой, глядя на меня. «И поэтому я нисколько не ошибусь, если скажу, что вы злитесь на постигшую вас неудачу». Он снял пальто и, повесив его на вешалку, обернулся ко мне. «Но ведь так всегда бывает, дорогой Ватсон. Если мы ищем потерянную вещь в десяти местах, то это еще не значит, что она лежит во всех них сразу. Она должна находиться где-нибудь в одном месте, и если двое-трое пойдут по разным направлениям, то непременно один из них найдет требуемое. Если только потерянные вещи уже не убраны кем-нибудь». «Из ваших слов я заключаю, что ваша экскурсия была во всяком случае удачнее», — воскликнул я, сразу повеселев. «Нет, правда же, дорогой Холмс, вам везет. Бешеное счастье преследует вас везде, куда бы вы ни направились. Мне положительно становится завидно, когда я начинаю думать о ваших удачах». «Ну, разве в данном случае непростой случайностью было то, что на мою долю попались именно те четыре магазина, в которых нельзя было найти ровно ничего подозрительного?» Холмс хладнокровно пожал плечами. «В раскрытии преступлений слепой случай часто играет главную роль». Глава четвертая «Итак, дорогой Холмс, я надеюсь, что вы поделитесь со мной результатами вашей сегодняшней работы», — произнес я. «С удовольствием, дорогой доктор», — ответил он, садясь в кресло и вытягивая по обыкновению свои длинные ноги. «Магазин Федюкова, в который я направился сначала, оказался вне подозрений», — заговорил он. «Но зато второй магазин, принадлежащий некоему Никонорову, несколько оправдал мои надежды. В нем я нашел некоторые нужные мне книги, и хотя количество, потребованное мною, значительно превышало цифру покупки этим магазином названных экземпляров у издателей, однако мне тут же подали товар в том именно количестве, в котором просил я. Но что было лучше всего, так это то, что несколько экземпляров книг я получил в самом первобытном виде. Они оказались несбрашированными и прямо в листах. Можете представить себе мою радость? Нечего и говорить про то, что ни один издатель не выпустит в продажу своего товара в таком виде, и если чем и можно было объяснить, что подобный товар держится в магазине, так это только тем, что Никоноров покупал его не от издателя, а непосредственно в типографии, в которой он печатался. Попросту товар покупался непосредственно от брошюровщика, воровавшего его при брошюровке отдельными листами. На мой вопрос, отчего книги не сброшурованы, Никоноров несколько смутился и лишь после небольшого замешательства ответил, что получал товар спешно, и предложил мне за это большую скидку. «Надеюсь, что он теперь в моих руках, и завтра мы с вами постараемся хорошенько исследовать эту личность». «Он еще молодой человек?» – спросил я. «Ну, нет», – ответил Шерл Холмс. «Ему будет, вероятно, лет сорок, и, судя по его виду, я не пожелал бы моим знакомым встречаться с ним ночью в укромном месте». «Ну, а другие магазины?» «Четвертый магазин, принадлежащий некоему Семенову, дает повод к подозрению. В нем нет несброшурованных книг, но товар имеется также в подозрительном количестве, хотя, конечно, этого еще слишком мало для того, чтобы обвинять. Семенов прекрасно может заявить, что покупал товар случайно у разных лиц, не подозревая, что он краденый, и обвинил мнение против него, само собой, разумеется, разлетится в дребенке». Глава пятая «Было еще совсем рано, когда Холмс разбудил меня на следующий день. Открыв глаза, я сильно удивился, увидав перед собой незнакомого мужчину с рыжими волосами и такой же густой бородой, одетого в высокие смазные сапоги и красную кумачевую рубашку, высовывавшуюся из-под жилета». «Что тебе нужно?» – спросил я, приняв незнакомца почему-то за дворника. Вместо ответа Дикин рассмеялся самым веселым образом. «Тьфу, черт возьми!» – воскликнул я, узнавая по смеху моего друга. «Ей-богу, Холмс, вы переодеваетесь каждый раз так, что вас не узнал бы самый опытный сыщик». «Да, это одно из главных моих достоинств», – ответил он весело, натягивая на свой рыжий парик слегка засаленную черную фуражку. «Сию минуту я отправляюсь по одному делу и через несколько часов вернусь к вам. Постарайтесь за это время приобрести себе подходящий костюм, ну, хотя бы вроде моего. В нем вам будет намного удобнее». Кивнув мне головой, он вышел из номера. Я стал одеваться. Напившись чаю, я отправился к сухаревой башне и вскоре приобрел себе все необходимые вещи. Спустя два часа я был уже совершенно готов и, переодетый в новый костюм, ждал Холмса, приказав подать в номер холодный завтрак и бутылку вина. Ждать пришлось не особенно долго. Часов в десять Холмс вернулся. «Вот это хорошо», – произнес он, глядя на накрытый стол. Идя домой, я как раз думал о завтраке. «Нам необходимо подкрепить свои силы, так как очень может быть, что у нас долго не будет свободного времени». Неспеша мы стали завтракать, и во время еды Холмс весело рассказывал о своих похождениях. «Да, дорогой Ватс, вы можете меня поздравить сегодня с обширными знакомствами, заведенными мною среди мелких уличных торговцев книжным товаром. Не помешало мне и то, что я познакомился с дворником того дома, в котором находится книжная торговля Никанорова. И вообразите, что я узнал. Ну, то, что Никаноров, совсем не Никаноров. На основании общих показаний он является действительным хозяином магазина. Но самый магазин значится не под именем Гавриила Воропаева, каковы настоящие имя и фамилии этого хозяина, а под именем Никанорова, которого никогда в магазине не бывало и которого никто из книжных торговцев не знает. Фактический же хозяин Воропаев, тот самый, с которым я имел удовольствие беседовать вчера, известен в среде мелких торговцев под простым прозвищем Гаврюшка. И, судя по некоторым недомолвкам, представляет из себя довольно-таки темную личность. На наше счастье, напротив его торговли, есть трактирчик третьего разряда, и оттуда нам нетрудно будет проследить всех тех, которые приходят к нему. Он замолчал и деятельно принялся уничтожать роздпиф. Покончив с завтраком, мы вышли из гостиницы, сопровождаемые подозрительными взглядами пышных швейцаров, оглядевших нас с ног до головы. Глава шестая — Может быть, я ошибся, но мне показалось несколько долгим ваше отсутствие, — проговорил я, шагая по панели рядом с Холмсом. — Да, я заходил еще в несколько мест, — ответил он. — Надеюсь, вам не покажется странным, что, начиная с сегодняшнего дня, я числюсь помощником кладовщика у книгоиздателя Дмитрия Панфиловича Ефимова. — Это еще зачем? — удивился я. — Это мне было необходимо для того, чтобы познакомиться с лицами всех его служащих. — Кроме того, я успел заглянуть к Клюкину, Колбасникову и некоторым другим потерпевшим издателям, и теперь с гордостью могу сказать, что прекрасно знаю в лицо каждого из их служащих. Разговаривая о нашем деле, мы незаметно дошли до книжного магазина, на вывеске которого красовалась надпись черным по белому «Книжная торговля Никанорова». Перейдя тротуар, мы вошли в довольно грязненький трактир третьего разряда и занялись столик у одного из окон, заказав себе чаю. За этим скучным занятием мы провели более трех часов, и я не запомню в своей жизни ни одного дня, в который я проглотил бы такое ужасающее количество этого напитка. Хотя Шерлок Холмс и сидел в самой непринужденной позе, но я прекрасно видел, что он ни на минуту не спускает глаз с книжной торговли, зорко осматривая всех входящих в нее и выходящих оттуда. Одурев от скуки, мы, наконец, вышли из трактира. Не зная в лицо служащих потерпевших книгоиздателей, я не мог сказать, был ли кто из них у Никанорова. Судя по некоторым строкам, записанным Холмсом в записную книжку, он, вероятно, нашел среди посетителей знакомых. Выйдя из трактира и, погуляв для разнообразия по улице около часа, мы снова заняли наблюдательный пост в трактире и снова принялись за чаепитие. «Я до сих пор удивляюсь, как я не умер в этот день отчаян». Мало-помалу началось меркаться. Ровно в семь часов магазины стали закрываться. Атлетического сложения брюнет с разбойничьим лицом появился на пороге магазина Никанорова. Вместе с ним вышли двое служащих, и втроем они стали закрывать ставнями окна и двери магазина. «Не правда ли симпатичная физиономия?» — насмешливо шепнул мне Шерл Холмс, указывая головой на здоровенного брюнета. «Судя по прежнему вашему рассказу, можно безошибочно сказать, что это и есть хозяин магазина», — сказал я. «Совершенно верно. Это и есть Гаврюшка Воропаев, с которым нам, по всей вероятности, и придется иметь дело», — ответил Холмс. Заперев магазин, Гаврюшка неспеша погладил бородку и, сказав что-то своим приказчикам, медленно направился к трактиру. Заняв на наше счастье соседний с нами столик, он заказал чай. Я видел, как при входе Гаврюшки глаза Холмса радостно сверкнули. Минут через двадцать в трактир вошел средних лет мужчина с плутоватым лицом. Оглядевшись кругом и увидав сидящего за столиком Гаврюшку, он подошел к нему и, поздоровавшись, сел рядом. «Ну что?» — словно вскользь спросил Гаврюшка, обращаясь к пришедшему. «Да ничего, все ладно», — ответил тот. «Ты, Фомбка, смотри, работай аккуратно. Сам знаешь, но не строгости какие пошли. Как бы чего не вышло». Пришедший как-то весело и разухабисто махнул рукой. «Не на тех напали». Гаврюшка Воропаев самодовольно улыбнулся. Они сидели так близко от нас, что мы слышали каждое слово, произнесенное ими, даже тогда, когда они понижали голос до шепота. Несколько минут собеседники молчали. «Завтра я поеду в Петербург», — произнес наконец Воропаев. «А ты, Фомка, скажи, чтобы ребята собрались через три дня. В этом же трактире и соберемся, там, в задней комнате». «Ладно», — ответил Фомка, — «а что, нечто в Петербурге есть что?» «Известно, без дела не поеду». «Просто хоть разорвись, и в Петербург надо, и в Нижний, и в Харьков, отовсюду зовут». «Известно, дело у вас, можно сказать, всероссийское», — самодовольно произнес Фомка. «Ничто», — отозвался Гаврюшка. «Поговорив еще несколько минут, оба собеседника встали и вышли из трактира. Заплатив за чай, мы направились вслед за ними. Выйдя на улицу, мы заметили, что Воропаев простился с Фомкой, после чего они разошлись в разные стороны. «Надо будет проследить за этим молодцом», — произнес Холмс, кивнув вслед уходившему Фомке. Держась на приличной дистанции, мы пошли следом за ним. Путешествовать пришлось довольно долго. Вероятно, Фомка был очень экономен, так как поскупился даже на трамвай, и нам пришлось тащиться за ним до самой Марьиной рощи. Заметив дом, в который он вошел, мы на минутку приостановились и затем, как бы невзначай, подошли к воротам. Попросив меня немного подождать, Холмс исчез во дворе и через несколько минут возвратился, сделав мне знак следовать за собой. Зайдя за угол, мы соединились. «Ну что, узнали?» — спросил я. «Конечно», — ответил Холмс, — гривенник, данный мною дворнику, обладал, вероятно, магическим действием. Впрочем, вероятно, Фомка чем-нибудь насолил ему, так как он ругал его на все корки. Настоящее имя и фамилия Фомки — Иван Вихоляев. Но среди разного сброда хитрованцев и темного народа известен под кличкой Фомки Никишкина. «Дворник говорит, что он уже раза три сидел в тюрьме и прочит ему скорое возвращение туда же». Несколько минут мы шли молча, и Холмс, видимо, что-то серьезно обдумывал. «Вам придется, дорогой Ватсон, съездить в Петербург», — произнес он наконец. «Если это необходимо для дела, то, конечно, я готов», — ответил я. «Хорошо ли вы запомнили физиономию у Воропаева?» «О, да! В таком случае вам придется проследить за ним завтра и ехать вместе с ним в Петербург. Только я вас очень прошу не спускать там с него глаз». «Я думаю, можете на меня положиться», — ответил я. «Долгая практика с вами научила меня кое-чему. И если дело касается только того, чтобы выследить человека, так это я могу сделать с большим успехом». Дойдя до первого попавшегося извозчика, мы сели в пролетку и вернулись в свою гостиницу. «В тот же вечер мы зашли к Дмитрию Панфилычу». «Вы верите в предчувствие?» — задал ему вопрос Холмс. «Не совсем», — ответил издатель. Сыщик пожал плечами. «Напрасно. А вот я верю. И в моей практике было много случаев, когда предчувствие мое сбывалось. Вот сейчас, например, я чувствую, что сегодняшняя ночь не обойдется у вас без кражи. Я предлагаю вам сесть с нами вместе в засаду». «Если это нужно», — пробормотал Дмитрий Панфилыч. «Вот и прекрасно. Теперь уже поздно, все ваши служащие спят, и мы сделаем это совершенно незаметно. Возьмите с собой лампочку». Дмитрий Панфилыч вышел и скоро появился снова с лампочкой в руке и одетый. Через несколько минут мы входили в дом Бахрушина, где помещался склад. Дмитрий Панфилыч стал отпирать замки. «Ого!» — воскликнул Холмс. «Целых пять замков!» «Ну, вряд ли вор ходит этим ходом. Вернее, будет предположить, что он пользуется подкопом из соседнего погреба». Мы вошли внутрь, и пять замков снова заперлись за нами. Засветив лампу, Холмс принялся за работу. С величайшим вниманием осмотрел он одну за другой все четыре стены. «Под Казицким переулком проходит чужой погреб противоположного дома», — пояснил господин Ефимов. «И мой погреб не доходит до того всего одну сажень». «Это очень важно», — ответил Холмс, направляясь к указанной стене. Его внимание удвоилось. Но сколько ни бился он, сколько ни заглядывал во все щели, результата не было. Прошарив около часа, Шерлок Холмс должен был сознаться, что его работа пропала даром. «Что ход есть, я в этом уверен», — пробормотал он. «Но он сделан слишком искусно. Что ж, сядем и будем ждать. Вор сам покажет свою нору». И он стал размещать нас. Сам он сел ближе к той боковой стене, у которой предполагал подкоп. Дмитрия Панфилыча поместил за кипами товара недалеко от двери, меня же посередине. Потянулись томительные часы. Но вот, наконец, неясный шум долетел до наших ушей. Притаив дыхание, мы замерли на наших местах. И тут случилось то, чего никак не ожидал Шерлок Холмс. В дверях щелкнул замок. За первым замком щелкнул второй. За ним третий, четвертый, пятый. И... Дверь отворилась. Вернее, отворились все пять дверей. На пороге мрачного склада вырисовывалась в полумраке фигура фумки. Он осторожно осмотрелся и сделал несколько шагов вперед, держа в руках порядочную связку ключей. Я взглянул на Холмса. Он сидел весь съежившись, словно кошка, ожидающая добычу, готовый вот-вот броситься вперед. Фомка медленно двигался прямо на Ефимова. И вдруг случилось нечто, перевернувшее все наши ожидания. Вероятно, появление громилы испугало Дмитрия Панфилыча. И вместо того, чтобы хладнокровно ждать, он вдруг шарахнулся, как сумасшедший, в обратную сторону, заорав во все горло. «Держи, лови!» В один прыжок фомка был у двери. Словно стрела Холмс выскочил из своей засады, но было уже поздно. Выскочив за дверь, фомка захлопнул ее за собой, и холмс, не успевший остановиться, изо всей силы хватился об нее в бум. Когда мы, наконец, вылетели на улицу, фомка был уже далеко. Мы видели, как улепетывая, он запутался в шнурке, за которой какой-то студент вел собачку, как вместе с собакой покатился кубарем, но это был лишь момент. Не обращая внимания на ругань студента, он снова бросился бежать и скоро скрылся из виду. Волей-неволей мы возвратились назад. — Не надо же вам было завопить, — с упреком произнес Холмс, обращаясь к Дмитрию Панфиловичу, который уже давно оправился и принимал участие в погоне. — Вам хорошо говорить, — воскликнул тот. — Вы-то привыкли к подобным похождениям, а я-то ведь в них впервые. Делать было нечего. Красный зверь исчез, и мы, поговорив несколько минут, тут возвратились домой. Глава седьмая Все следующее утро мы по очереди провели в трактире напротив торговли Воропаева. Очередь была моя, когда я увидел из окна Гаврюшку, выходившего из своего магазина. Он долго торговался с извозчиком и, наконец, поехал. Следом за ним поехал и я, и вскоре мы прибыли на Николаевский вокзал. До ближайшего поезда, отходящего в Найпетербург, оставалось минут двадцать, и, увидев, что Гаврюшка Воропаев встал в очередь у кассы третьего класса, я приказал носильщику взять себе билет. Дорога до Петербурга прошла незаметно, и так как я ехал во втором классе, то мне очень мало пришлось видеть Воропаева. Однако в Твери, на мое счастье, мне удалось заметить, как он прошел на телеграф, и я, сделав вид, что тоже хочу подать телеграмму, успел прочитать, стоя за его спиной, то, что он написал. Телеграмма была короткая. Адресована была она в Петербург, в книжный магазин по новой служащему Серегину. И самый текст ее заключался в трех словах «Приеду утром встречать». Телеграмма эта была настоящим кладом для меня. Теперь у меня был в руках хоть какой-нибудь ключ. Действительно, по приезде в Петербург я заметил, как довольно молодой парень, одетый весьма прилично, подошел на перроне к Воропаеву. Они поздоровались и, тихо разговаривая о чем-то, направились к выходу. Сдав свой ручной саг с переменной белья на хранение, я последовал за ними, держась от них на довольно большом расстоянии. Пройдя до Литейного проспекта, они свернули по нему направо, и скоро мы перешли нему. Сделав несколько зигзагов по узким переулкам Выборгской стороны, Серегин и Гаврюшка вошли в небольшой трактир, в котором главными посетителями, вероятно, были извозчики, так как рядом с трактиром помещался извозчичий двор. Выждав около пяти минут, я вошел следом за ними, и так как по соседству с ними не оказалось свободного столика, то мне пришлось сесть через столик от них. Гаврюшка и Серегин были, видимо, очень увлечены своим разговором, и хотя они говорили очень тихо, но до меня порою все-таки долетали некоторые слова. По-видимому, они торговались. Жадный на деньги Гаврюшка Воропаев сильно повышал голос, как только дело касалось денег. — Нет, брат, хоть режь, не могу. Сам знаешь, какие теперь дела. Четвертной билет — не деньги разве? — Ты меня хоть всего наизнанку выверни, не найдешь больше ни копейки. Только и останется рублей десять на билет, да на харча в обратную сторону, — кипятился он. Но Серегин не сдавался. — Как хочешь, а меньше полусотни не возьму, — не уступал он. — Ну, иди, кому хочешь, — со злостью произнес Гаврюшка. Серегин пожал плечами. — Что ж, и пойдем. — Свет-то около тебя не клином сошелся, — огрознулся он. Понизив голоса, они снова заспорили. Гаврюшка так сильно торговался, что по его лицу наконец начали струиться потоки пота. Но, видимо, дело не выходило так, как он хотел. По мере того, как спор разгорался, их голоса повышались и наконец дошли до крикливых нот. Гаврюшка весь преобразился. Лицо его побагровело, алчные глаза сверкали бешенством и пальцы судорожно сжимались в кулаки. — Ну, погодишь ты у меня! — крикнул он, наконец, не вытерпев. Серегин насмешливо взглянул на него. — Кому погодить, это видно будет. — А только, вероятно, тебе-то хуже будет, — произнес он насмешливо. — Ах, так ты так! — крикнул Гаврюшка, вскакивая с места. И прежде чем люди, с любопытством следившие за их спором, успели ахнуть, он схватил со стола блюдца и изо всей силы пустил им в Серегина. Не успея Серегин вовремя отклонить голову, блюдца разбило бы ему лицо. Пущенное с необыкновенной силой, оно ударилось о противоположную стену и со звоном рассыпалось в дрепезги. В свою очередь Серегин быстро схватил чашку с чаем и плеснул им в лицо Гаврюшки. — На-ка, свяжись, да успокойся! — А не то ведь и я сумею разбить всю посуду о твою проклятую голову! — произнес он, глядя на оторопевшего Гаврюшку, утиравшего салфеткой обожженное лицо. Горячий душ, видимо, подействовал на Воропаева. Пустив по адресу своего товарища порядочный поток ругани, он снова сел на место, буркнув подошедшему слуге. — Чего пришел? — Иди, знай, дел свое делай! У нас свои дела и свои мы люди, так нечего тебе и мешаться в них! В свою очередь и на Серегина подействовала эта короткая вспышка. Обе стороны сделались уступчивее, и вскоре я заметил, как они с самым дружественным видом ударили по рукам. — Значит, тридцать пять! — произнес Воропаев. — Да уж черт с тобой, — ответил Серегин, — часа через четыре привезу на вокзал. Покончив с торгом, они заказали водки и закуски и заговорили так тихо, что я более не мог разобрать ни одного слова. Не желая давать повод к подозрениям, я вышел из трактира и направился к Николаевскому вокзалу, где и стал ждать прибытия Гаврюшки и Серегина. Так как времени оставалось довольно много, то я успел еще пообедать. Вскоре появился и Гаврюшка. Следом за ним приблизительно через час к подъезду вокзала подкатил и Серегин с двумя большими корзинами на извозчике. Гаврюшка принял от него корзины и тут же отсчитал ему тридцать пять рублей, с которыми, судя по выражению его лица, он расстался с большой неохотой. Серегин удалился, а экономный Гаврюшка, усевшись на корзину, терпеливо стал ждать поезда. Как только поезд был подан, Гаврюшка стал перетаскивать в вагон свой груз. Не желая тратить гривенника на носильщика, он втащил его сам, обливаясь потом, причем целых пять минут отчаянно спорил с кондуктором около вагона, не хотевшим сначала впускать его в вагон с такими большими корзинами. Но, наконец, дело было улажено, и Гаврюшка, пыхтя и отдуваясь, разместил свой груз на полках. До Москвы я потерял его изведу, так как ехал с ним в разных вагонах. Перед отходом поезда от Петербурга я подал Холмсу телеграмму, и он встретил меня на платформе Московского вокзала. Передав ему в коротких словах все виденное и слышанное мною, я в свою очередь спросил его, не следует ли нам следить за Гаврюшкой дальше. — О, нет, пока это совершенно бесполезно, — ответил Холмс. — Само собой, разумеется, он повезет свое достояние сейчас в магазин, и будет гораздо лучше, если мы зайдем к нему туда через час, в то время как он будет разбираться в привезенном товаре. Сев на извозчика, мы поехали домой, разговаривая по дороге и расспрашивая друг друга о результатах нашей работы за последние дни. Как я и ожидал, Холмс не терял даром времени во время моего двухдневного отсутствия. По-видимому, дорогой Ватсон, мы имеем дело с довольно порядочной шайкой, прекрасно организованной, оперирующей по всей России в наиболее крупных центрах под главным предводительством Гаврюшки Воропаева и при самом благосклонном содействии арестанта Фомки Никишкина. Сегодня у них собрание, и мной уже сделано кое-что, благодаря чему мне удастся проникнуть в это милое конспиративное общество. — Каким образом вы это устроили, — удивился я. — Очень просто, — ответил Холмс, улыбаясь. — Достаточно найти кончик нитки, чтобы развернуть весь клубок. В данном случае я поступил очень просто. Как вы уже знаете, я временно исполняю обязанности помощника кладовщика у господина Клюкина. В тот день, когда мы с вами сидели в трактире против книжной торговли Воропаева, мне удалось заметить лицо одного из клюкинских дворников, входившего зачем-то в магазин. Наведя справки, я узнал, что от Клюкина его никто не посылал. Этого было для меня вполне достаточно, чтобы заключить, что дворник этот находится в несколько приятельских отношениях с Гаврюшкой. Проработав в кладовой два дня, я узнал, что дворник этот по имени Иван Буров, помогает и при упаковке товара, рассылаемого по провинции. Нечего и говорить про то, что сблизиться с ним не представляло для меня особого труда. Вечер, проведенный мною с ним в трактире Зверева в Казицком переулке, окончательно сблизил нас. — Вы действительно маг и волшебник! — воскликнул я, слушая рассказ Колмса. — Ну и чем же кончилась ваша дружба? — Во-первых, тем, что оба мы напились пьяные. Конечно, не столько я, сколько он. Во мне он видел нечто вроде своего начальства, и когда я намекнул, наконец, ему на то, что было бы хорошо и очень выгодно нам поработать вместе, он сразу понял, в чем дело. Слово за слово мы разговаривали с ним и кончили тем, что он окончательно раскрыл свои карты. Он очень сожалел, что я раньше не поступил к ним на службу. Работать одному было очень трудно, и он уверял меня, что, работая с таким человеком, как помощник кладовщика, можно нажить огромные деньги. На третий день нашего знакомства мы вытащили из склада около ста книг, которые пока поместили в комнате, отведенные мне при складе. «Вот это я понимаю!» — воскликнул я. «Ну, а как же вы устроились с собранием?» Холмс весело расхохотался. «Поймите, дорогой Ватсон, что я теперь у них свой человек. Я, так сказать, уже посвящен в дело, работал на нем, и, конечно, имею право присутствовать на общем собрании всех участников этого обширного всероссийского предприятия. Виделись ли вы, по крайней мере, с Клюкиным?» «Конечно». Признаться сказать, он даже и не заметил произведенного у него хищения. В его складе навалена такая масса книжного товара, что разобраться в нем стоит немалого труда, и открыть преступление можно только при тщательной проверке магазина и склада, что бывает не чаще, как один раз в год. В котором часу сегодня собрание — в девять часов вечера. Подъехав к гостинице и, поднявшись в свой номер, я лег отдохнуть. Как ни была коротка дорога, она все-таки утомила меня, и я с удовольствием проспал часа два на мягкой неподвижной постели. Глава восьмая Когда я проснулся, Шерлока Холмса уже не было в комнате, и я от нечего делать принялся за чтение газет, над которыми просидел остаток дня и часть вечера. Часов около десяти. Холмс вернулся назад. Он был немного раздосадован и чем-то недоволен. — Я вижу, вас постигла маленькая неудача, — спросил я. — Да, сегодняшний день был не особенно удачен, — ответил он. — Вы, вероятно, не попали на конспиративное собрание. — Попасть-то я попал. Да только Гаврюшка оказался более осторожным, чем я предполагал, — заговорил Шерлок Холмс. Он сразу заметил мое присутствие и хоть несколько и успокоился, когда Буров заявил ему, что я уже принимал участие в их работе. Однако, несмотря на это, он удалил меня с собрания, сказав, что я еще недостаточно знаком ему. Несколько минут Холмс ходил по комнате, очевидно, что-то обдумывая. — Надо будет сегодня сходить к Клюкину. — Я хочу решиться на внезапный обыск. Если он согласится, я сегодня же схожу в сыскное отделение и попрошу сделать обыски в магазинах Гаврюшки и Семенова. — Не хотите ли, Ватсон, пройтись вместе со мной? — С удовольствием, — ответил я. Не теряя времени, мы оделись и, выйдя на улицу, приказали извозчику вести себя в Ваганьковский переулок, в котором находился собственный дом господина Клюкина. Он был дома и, увидя нас, тотчас же провел нас в свой рабочий кабинет, притворив за собою дверь. В коротких словах Холмс передал ему результаты своих наблюдений и спросил его, не пожелает ли он обратиться в сыскное отделение с просьбой сделать внезапный обыск в магазинах Гаврюшки-Воропаева и Семенова. — Итак, я жду только вашего разрешения на производство обыска, — произнес Холмс. Несколько минут Максим Васильевич что-то обдумывал. — Ну что же, — произнес он наконец, — если вы находите это нужным, значит, так и надо поступить. — И я могу заявить это от вашего имени начальнику сыскной полиции? — Конечно. На этом деловой разговор кончился, и, переменив тему, мы заговорили о совершенно посторонних предметах. Просидев у него до половины двенадцатого, мы простились и возвратились к себе домой. Глава девятая Эту ночь Холмс не ночевал дома, и на мой вопрос, где он думает провести ночь, ответил — в моей казенной квартире, может быть, от Бурова мне удастся узнать что-нибудь новенькое и интересное. Я увиделся с ним лишь в два часа следующего дня. — Ну-с, дорогой Ватсон, — произнес он, появляясь в номере, — на этот раз мы, конечно, не ошиблись. — Что случилось? — спросил я, прекрасно понимая, что такой человек, как Холмс, не потеряет даром целой ночи и половины дня. — Я прекрасно провел время, сидя сегодня утром в трактире вместе с Буровым, — ответил Холмс. — А вам удалось что-нибудь узнать? — Не особенно много. Вчерашнее заседание было очень бурное. Гаврюшка страшно скуп, и его чуть не избили за это. Впрочем, он все-таки получил по физиономии от Фомки Никишкина, у которого он, насколько мне кажется, находится в руках. О чем же говорили на заседании, — полюбопытствовал я. О том, о чем я и предполагал. Во-первых, он объяснял своим поставщикам, какой товар в настоящее время идет Байчеев, и просил обратить их благосклонное внимание именно на этот товар. Ну, затем кое с кем расплачивался, просил приманить к делу еще нескольких служащих тех книгоиздательств, которые пока еще не попали в его руки. Кончилось дело торгом. Гаврюшка хотел было сбавить цену, но чуть было не был избит и сдался. С горя, как водится, напился и попал вместе с Буровым и другим парнем к какой-то девице, вытащившей у него из кармана сто рублей. Вспомнив, вероятно, что-то очень забавное, Холмс от души расхохотался. — Чего вы, — удивился я. — Нет, этот случай характеризует Гаврюшку самым ярким образом, — весело заговорил Холмс. Представьте себе, Ватсон, что у человека, дрожащего над каждой копейкой, украли вдруг сто рублей. Пропажу он заметил только дома, куда приехал вместе с Буровым. Это была одна из великолепных сцен. В припадке отчаяния он не обратил даже внимания на то, что здесь же находилась его законная жена. — Я ей покажу, — орал он на всю квартиру. — В полицию! Она украла у меня сто рублей! Караул! — Жена, до сих пор не понимавшая, в чем дело, спросила, — да кто украл-то? — Как кто? — Да та самая девка, у которой я был! — Это было припотешно, дорогой Ватсон. Он метался, как угорелый, совершенно забывая, что рассказывает своей жене о своих похождениях. И, став вдруг серьезным, Холмс добавил. — А сегодня я совместно с чинами соскного отделения произвел у него и у Семенова обыски. — И что-нибудь нашли? — Конечно. Ценность найденного равняется девяти тысячам рублей. Клюкин опознал своего товара на шесть тысяч рублей, но все дело заключается в том, что Воропаев как бы остается в стороне. Магазин записан на имя Никонорова, которого в настоящее время нет в Москве, и нам необходимо иметь что-либо более веское, чтобы наложить руку на гаврюшку. Он на минуту смолк и снова заговорил. — Если бы вы видели, Ватсон, с какой ненавистью взглянул он на Максима Васильевича, когда тот вошел в магазин вместе с чинами соскного отделения, я уверен, что взгляд этот не предвещает ничего доброго, и он так или иначе постарается отомстить ему. — По всей вероятности, — согласился я, — поэтому нам не следует упускать его из виду ни на одну минуту. То есть мы тотчас же должны засесть на наш наблюдательный пункт. — Я готов, — произнес я. — В таком случае заменим снова наши костюмы. С этими словами Холмс открыл свой чемодан, вынул из него два сильно потертых костюма и подал один из них мне, проговорив, парики и грим находятся в саквояж. Через несколько минут мы преобразились настолько, что ни один из наших лучших знакомых не смог бы узнать нас. В черных слегка взъерошенных париках и в поношенном сильно платье мы походили на каких-то полухулиганов. Оставалось самое трудное — выйти из гостиницы, не возбудив против себя подозрения прислуги. Это было не так-то легко, так как вид наш был слишком непрезентабельный, и появление полуоборванцев в такой роскошной гостинице, как Большая Московская, не могло пройти незамеченным. Однако Холмс нашелся и тут. Среди этого платья нашлось два довольно приличных пальто и две мягких английских шляпы. Надев на себя это одеяние, мы стали выглядеть довольно прилично. Затем, захватив в карманы рваные засаленные картузы, мы вышли из номера. Но и этот вид показался подозрительным старшему швейцару. — Откуда? — грубо окрикнул он нас. — Из номера пятьдесят третьего, не задумываясь, ответил Холмс. — От английского подданного Холмсом. Этот определенный ответ, видимо, успокоил швейцара. По всей вероятности, он, знавший о настоящей профессии Холмса, принял нас за нужных ему людей, и мы свободно вышли на улицу. В одном из глухих переулков мы незаметно переменили наши шляпы на рваные картузы и слегка замазали грязью по льду. И только приняв такой вид, мы направились к трактиру, служившему нам наблюдательным пунктом. Было не более пяти часов дня, когда мы, наконец, заняли свои места. Глава десятая Сидя у окна, мы впивались взорами в окно книжного магазина. Несколько раз Гаврюшка подходил к окну, и я заметил по его лицу, что он чем-то сильно озабочен. Сидя за чаем, мы поддерживали для вида беззаботный разговор и кое-как дотянули до семи часов. Едва только стрелка моих часов остановилась на семи, как дверь трактира отворилась, и в зал вошел Фомка. Вид у него был озабоченный и пасмурный. Подойдя к половому, он заказал чай и сел за столик в самом дальнем углу, повернувшись к нам спиной. Через несколько минут мы заметили, что Гаврюшка в сопровождении двух служащих вышел из магазина и стал его запирать. Проделав эту операцию, он подозрительно огляделся по сторонам и, сказав что-то служащим, ёркнул в трактир. Он сразу заметил сидящего в углу Фомку и прямо подошел к нему. Затем, убедившись, что на них никто не смотрит, он наклонился к Фомке, что-то прошептал ему на ухо и, быстро выйдя из трактира, скрылся среди сновавшей взад и вперед публики. Подождав несколько минут, Фомка расплатился и, в свою очередь, вышел из трактира. В ту же минуту мы последовали за ним. Дойдя до Страстного монастыря, Фомка вскочил на конку, идущую к Устинскому мосту. Взяв извозчика, мы приказали ему ехать потише, не теряя конки из виду. Доехав до Яузы, Фомка соскочил и вошел в один из скверных трактиров, расположенных на берегу этой вонючей речонки. — Нам следует подождать его здесь, — произнес Холмс. — Наше появление может возбудить его подозрения. Между тем тьма надвигалась все больше и больше, и нам пришлось порядочно-таки приблизиться к трактиру, чтобы не упустить из виду Фомки, когда он станет выходить. Где-то на колокольне пробило девять часов. Немного спустя на пороге трактира появилась знакомая нам фигура Гаврюшки. Осторожно оглянувшись по сторонам, он вошел в трактир и через минуту снова появился на улице в сопровождении Фомки. Повернув направо, они направились вдоль берега реки, и мы, пользуясь полным отсутствием фонарей в этом месте, неслышно двинулись за ними. Так прошли мы несколько сот шагов и, наконец, очутились в совершенно глухой и пустынной местности. С трудом различали мы фигуры Гаврюшки и Фомки, шедших молча впереди. Но вот, наконец, они остановились и тихо стали спускаться с берега к самой реке. — Ползите, — шепнул Холмс. Распластавшись на земле, мы, словно змей, неслышно сползли вниз и подползли к ним шагов на двадцать пять. Ночная тьма способствовала нам. Гаврюшка о чем-то говорил Фомке, и до нас долетали лишь отрывки тихо произносимых фраз. «Завтра не упущу, проклятого! Вот-вот, Петергов, ты подделай руку под Ефимова!» Иногда он яростно рычал, и видно было, что он не на шутку беснуется. Фомка отвечал коротко и односложно, совершенно хладнокровным тоном. «Значит, завтра в три часа в Петергофе», — донеслось до нас. Затем они снова заговорили очень тихо, и мы услышали лишь конец их разговора. Все разбежались. «Ну, да это и хорошо. Пущай ищут свидетелей! Пошептавшись еще о чем-то, они поднялись на берег». Глава одиннадцатая «Итак, дорогой Ватсон, до завтра. В три часа дня мы, вероятно, увидим в ресторане Петергов что-нибудь любопытное. Противники наши скрылись, и мы не преследовали их дальше. Возвратившись в город, мы прямо направились к Клюкину». «Вероятно, принесли что-нибудь новенькое?» — спросил он, встречая нас. «Я не хочу предупреждать события, — ответил Холмс, улыбаясь, — и пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем. Я вас слушаю. Завтра же, вероятно, получите в том или другом виде какое-нибудь известие, относящееся к ресторану Петергов. Кто бы вам ни говорил или ни писал про него, будьте насторожей, ничего не предпринимайте и никуда не уходите, не предупредив меня тотчас же». «Это все?» — спросил Максим Васильевич, улыбаясь. «Пока да. Относительно же Гаврюшки и Семенова я рекомендую вам сейчас же распорядиться, чтобы все грузы, посланные ими куда бы то ни было, были задержаны в дороге». «Я это уже сделал», — ответил Максим Васильевич, — «вот это прекрасно. Это будет только лишним доказательством против них. Впрочем, вряд ли после завтрашнего дня потребуется большего». Поговорив еще несколько минут, мы простились с Максимом Васильевичем и удалились домой. Швейцар, видевший нас уже раньше в таком виде, пропустил нас беспрепятственно. Войдя в номер, Холмс стал быстро переодеваться в приличный костюм, посоветовав мне сделать то же самое. Ничего не понимая, я исполнил все, что он не говорил мне, и вскоре мы были совершенно готовы. Снова вышли мы из гостиницы, и, подозвав извозчика, Холмс приказал везти нас в ресторан «Петергов». зал был полон, так как было уже немного заполночь, и мы едва отыскали свободный столик. Заказав легкий ужин, мы принялись за еду, но по глазам Холмса я видел прекрасно, что еда служила ему лишь предлогом. Прошло около получаса, как вдруг я увидел в двери, ведущей в коридор с кабинетами, промелькнувшую фигуру Гаврюшки. В тот же момент Холмс кинулся за ним. Возвратясь через минуту, он спокойно сел за стол, тихо проговорив «Ну, теперь не уйдут от нас». Ресторан уже закрывался, и мы, не дождавшись ничего, вместе с остальными ужиновшими вышли на подъезд. Одновременно с нами вышли и Гаврюшка с Фомкой. Мы видели, как они сели на извозчика и быстро умчались. Позвонив снова в ресторан и подождав, пока швейцар отворит дверь, Холмс что-то шепнул ему, и нас впустили обратно. Сунув в руку швейцара десятирублевую бумажку, мы в сопровождении его прошли коридор и вошли в один из кабинетов. Включив электричество, Холмс стал пристально разглядывать пол и стены комнаты. В этом занятии он провел около получаса. Затем, поблагодарив швейцара, он взял меня под руку, и мы, выйдя из ресторана, возвратились домой, где прекрасным образом заснули. Это оказался посыльный, принесший нам письмо. Развернув его, Холмс прочел. «Получил приглашение от Ефимова явиться к трем часам дня в ресторан Петергов. Сообщаю это вам согласно вашей просьбе. Клюкин». Быстро накинув пальто, мы выбежали на улицу и, вскочив в первую попавшуюся пролетку, поехали на Моховую. «В чем тут дело, я никак не могу понять», — встретил нас, улыбаясь, Максим Васильевич. «Вы это узнаете очень скоро», — ответил Шерлок Холмс. «Предупреждаю только вас, что, входя в кабинет, будьте очень осторожны. Не сразу ступайте внутрь его». «Что за мистификация?» — удивленно воскликнул Максим Васильевич. «За эту мистификацию вам скоро придется поблагодарить меня», — серьезно ответил Холмс. «Надеюсь, и ваша супруга мне будет очень благодарна». «Ничего не понимаю». «Пока и не надо». Взглянув на часы, Холмс заметил, что пора отправляться в ресторан, прибавив при этом, что Клюкин должен ехать на отдельном извозчике и ни единым жестом не подавать вида, что мы следуем за ним. Так мы и сделали. Минут через двадцать извозчик Клюкина остановился у подъезда ресторана, и почти следом за ним мы вошли в подъезд, как совершенно незнакомые друг другу люди. «В какой кабинет просили Клюкина?» — спросил Максим Васильевич. «Пожалуйте-ся, я проведу», — ответил швейцар. Вслед за швейцаром Максим Васильевич направился в кабинет, а мы, словно совершенно посторонние посетители, пошли следом за ним. «Вот здесь, пожалуйте», — проговорил швейцар, указывая на одну из дверей и удаляясь. Отворив дверь, Клюкин перешагнул порог и в недоумении остановился. В тот же момент два человека, которые оказались Гаврюшкой и Фомкой, схватили его за руки, стараясь быстро захлопнуть дверь. Но не тут-то было. Словно разъяренный зверь, Шерлок Холмс бросился в комнату. Оторопевшие от неожиданности Гаврюшка и Фомка выпустили из рук Максима Васильевича и замерли в неподвижных позах. Подскочив к Гаврюшке, Холмс нанес ему страшный удар по голове и, схватив за плечи, бросил к дивану. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что брошенный на землю Гаврюшка вдруг исчез, провалившись в отверстие, неожиданно образовавшееся в полу. Не дав опомниться Фомке, Холмс бросился на него. Нашими общими усилиями негодяй был быстро скручен по рукам и ногам, и только тогда Холмс крикнул «Зовите полицию!». Через четверть часа весь ресторан новоднен был городовыми, околотошными и агентами сыскного отделения, которых, как оказалось, Холмс предупредил заранее. Подведя их к открывшемуся люку, Холмс произнес «Разбойник попался сам в ту западню, которую готовил здесь вчера ночью для Максима Васильевича». По сведениям, полученным мною от швейцара, он совместно с Фомкой целый день занимал кабинет, запершись в нем на ключ. Конечно, пропилить доски пола не представляло большого труда. По окончании работы они закрепили отверстие клиньями и тщательно замазали щели припасенным воском, приказав никому не отдавать на другой день этого кабинета. Одних чаевых за это гаврюшка роздал более десяти рублей. В этом подземелье, образовавшемся между полом и землей, они без труда придушили бы вас. Я только удивляюсь той степени ненависти, до которой дошел этот молодец, решившийся из мести на такое ужасное преступление. На мое счастье, я выследил его, и мне удалось заметить его работу, иначе бы вам, Максим Васильевич, пришлось бы очень круто. Поздравляю вас с избавлением от рук двух бандитов. Надеюсь, мы с вами увидимся сегодня вечером, а пока вы мне разрешите уйти для того, чтобы сделать еще кое-какие распоряжения, касающиеся розыска вашего товара в провинции. Обратясь к чинам полиции, он добавил, — а этих молодчиков советую вам, господа, держать покрепче. За одним из них уже есть шесть судебных дел, и если он до этого времени счастливо избегал наказания, то теперь, конечно, не уйдет от него. И, пожав руку все еще стоявшему неподвижно от удивления Максиму Васильевичу, он вместе со мной покинул ресторан. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова